Канаха – сильнейшая деревня в мире. Никто в этом никогда не сомневался, особенно зная, кто такой седьмой Хакаги. Узумаки Наруто всегда готов отдать жизнь за свою деревню и за ее жителей. Вместе с лучшим другом, Учихой и Саски, они являются полубогами, и их силе нет равных. Но даже им не по зубам было остановить белокожее существо, что напало на Канаху. Люди просто убегали и надеялись, что и в этот раз Хакаги с Учихой спасут их дом. Сражение не успело начаться, как все они исчезли с деревни. Некоторые утверждали, что именно сын седьмого, Узумаки Барута, переместил врага, а уже его отец с учителем отправились за ними. Лишь спустя часы ожидания всем сообщили, что опасности больше нет. Герои вернулись живыми и в очередной раз спасли Канаху, а может весь мир. Жители радовались победе, но они не знали, какой ценой она досталась. Потери Риннигана и Девятихвостова огромный удар посеяли двух полубогов. Но даже это не что по сравнению с проблемой сына седьмого. Блондин с голубыми, как небо, глазами и двумя полосками на щеках сидел на каменных лицах Хакаги и смотрел вниз на свою деревню. Он любил ее. Здесь живет много друзей, родные и близкие люди. И перед сражением с Асу Цуки и Шаки Узумаки понял, что такое долг Шинаби. Если нужно отдать за деревню жизнь, он непременно сделает это. Но в скором времени защищать деревню будет нужно от самого Барута. Бывший ученый организации Кара, прибывший в деревню для помощи листу против врага, рассказал всю правду. Карма метка, которую оставляют Асу Цуки для дальнейшего продолжения жизни. Тело сосуда постепенно переписывается на генетическом уровне, и в конечном итоге человек перестает существовать, а в его теле перерождается тот, кто дал ему карму. В случае с Узумаки, в нем распаковалось 80% данных мамошики. Спустя полгода, а в худшем случае несколько недель, мамошики воскреснет, и тогда вся планета будет под угрозой. Ведь ему, как и всем Асу Цуки, нужен плод чакры. Барута не боялся умереть, хотя, конечно же, ему этого не хотелось. Он переживал за остальных, отец вместе с учителем потеряли часть своей силы и не смогут вновь остановить бледнокожее существо. Барута чувствовал себя отстраненным. Мама с сестрой не знают, что случилось, и переживают, наблюдая перемены в характере Узумаки. Друзья поначалу лезли с расспросами о том, что же произошло во время сражения со врагом, но Барута не хотел ничего говорить. Сараду с Митсуки просто молчали, они, как и Каваки, знали всю правду, но обещали не говорить остальным. Даже с ними Узумаки не хотел ничего обсуждать. Конечно, старик обещал что-нибудь придумать, но Генин понимал, шансов на спасение практически нет. Барута боялся, что мамошеки может захватить его тело в любой момент. По возможности он сторонился всех людей и не спал уже несколько дней. Узумаки как никогда хотел пойти на миссию, подальше от деревни для ее же безопасности. Но отец отстранил их команду от работы и строго запретил покидать селение. Барута любил быть в компании друзей или семьи, но сейчас он наслаждался одиночеством. Никто не спрашивал его о настроении, сражении, и он просто мог побыть в тишине. Но долго пребывать в одиночестве у него не вышло. «Ты чего здесь сидишь?» Спросил его молодой парень с серыми глазами и густыми черными волосами. «А что, уже нельзя посидеть в тишине?» Ответил ему Барута с долей раздражения в голосе, но оборачиваться не стал, надеясь, что раздражитель рассосется как-то сам собой. «Идиот! Твоя мать говорила, что скоро будет ужин, а тебя еще нет дома, так что давай быстрее!» Грубо ответил ему Каваки, скрещивая руки на груди. Барута же не сдвинулся с места и продолжил смотреть на деревню. Каваки тяжело выдохнул и сел рядом с Узумаки, свешивая ноги вниз и глядя вдаль на пестрящую зеленью деревню и мелкие, двигающиеся точки внизу, напоминающие жителей, спешащих по своим делам. «Все думаешь о том, что сказал Амада?» Спросил парень у Узумаки, глядящего куда-то вдаль, точно так же, как и он сам минуты ранее. «Скорее, о том, что будет, если мамошеки воскреснет в моем теле», ответил Узумаки и задумчиво посмотрел на свою карму, вгрызаясь взглядом в треклятый черный ромбик причину всех его терзаний. «Я не могу позволить этому случиться, и если будет нужно, я готов умереть до его воскрешения». «Возможно, это не понадобится», спокойно отреагировал сосед по смотровой площадке и добавил. «Ты можешь попробовать поставить карму на другого человека, этим самым ты, как и Асуцуки, переродишься в другом теле. Ты предлагаешь пожертвовать человеком ради меня? Ни в коем случае!» С возмущением крикнул Барута, чуть было не оглушив собеседника. «Дубина, ты сначала дослушай. Есть один вариант для твоего будущего сосуда». Начал Кавыке, внимательно глянув два голубых омута, так сильно напоминающих о человеке, давшем ему шанс. Он является последним членом кары и так же, как я, пережил эксперимент Джигена Амада. «Его зовут Каде, поверь мне, этого урода не будет жаль». «В смысле пережил эксперимент?» Барута ставился на друга, ожидая немедленных подробностей. «Я имею в виду то, что он, как и я, выжил после внедрения кармы в тело», спокойно ответил Кавыке без особого энтузиазма. «Старые, травмирующие воспоминания, пылящиеся к детонам под корки сознания, все еще давали о себе знать. Но его карма не такая, как у нас. Она, вроде как, не подходила для перерождения Ишики, точно не знаю. Видел только, что у нее белый цвет, а не черный. Но даже если так, как мне поставить на него карму?» Барута вновь перевел взгляд вниз на детище отца. В груди завертелось что-то теплое, светлое. Это была самая настоящая надежда, мигом согревшая продрогшую душу парня. «Идиот, мне то откуда знать? Я просто предложил вариант». Огрызнулся Кавыке, закатывая глаза. «Дурак, какой тогда в этом смысл?» Внезапно загоревшаяся надежда быстро таяла, как мороженое в жаркий летний денек, стекая вниз по руке, липкой жижей. «Смысл в том, чтобы не убивать тебя». Раздраженно прошипел Кавыке, хрустя пальцами. «Но это нужно ради спасения всей планеты, а может и мира», чуть покойнее ответил сын седьмого. «Да, но вы же тоже могли убить меня», намного тише прошипел Кавыке, «сейчас чем-то напоминая отца Митсуки». «Однако вы с седьмым были категорически против этого, хотя так не было бы рисков перерождения Ишики в моем теле». Кавыке, сейчас Барута находился в смешанных чувствах, с одной стороны Кавыке говорил чистую правду, но вот с другой, ему было крайне сложно переложить эту ситуацию на себя. «Мы ведь обещали друг друга, что избавимся от этих проклятых меток. Без вас я бы не справился, так что теперь за мной должок», безапелляционно заявил друг. «А теперь, идиот, пойдем есть, а то я уже голоден». Барута лишь улыбнулся и встал, еще раз бросив беглый взгляд на деревню. Впервые, с момента победы на Душике, Узумаки был рад, что он с кем-то поговорил. Может, не обязательно сторониться всех подряд, а стоит принять помощь и поддержку своих родных людей. В такие моменты Барута понимал, что он не один, что всегда найдется человек, готовый подставить плечо, и был безумно этому рад. Он спрыгнул вниз и погнался вслед за светлой макушкой, теряющейся в толпе людей. Тем временем Узумаки Наруто сидел в своем кабинете, подписывая последние бумаги. Он отправил Шакамару пораньше домой, так что у него даже не бы времени повесть. Но он привык жить в таком бешеном ритме, иначе он просто не умеет. А если когда-нибудь научиться, то это уже будет совсем не тот Наруто Узумаки, а совершенно другой человек. «Как же я устал, дать тебе я!» Руки сами потянулись к лицу и похлопали по щекам, отгоняя подкараулившуюся дремоту. Без Курама его шуток все-таки скучно. Раньше эта лисья морда хоть как-то скрашивала серые будни, с его исчезновением все стало в разы хуже. Хакаги уже собирался вставать из-за стола, как вдруг в дверь постучали. Наруто, не ожидавший никого так поздно, сильно удивился и в каком-то смысле даже огорчился, что встретиться с любимой подушкой удастся позже привычного времени. «Войдите!» Дежурным голосом ответил седьмой, садясь обратно в свое кресло. В кабинет вальяжно зашел Амада. Несмотря на столь поздний час, мужчина не выглядел ни капли уставшим. Напротив, казался свежим и отдохнувшим, готовым на новые подвиги. Наруто не понимал, почему тот без присмотра и по какой причине тот решил вдруг заглянуть в его рабочее пространство. «Амада, я уже устал, может лучше завтра обсудим, что ты там хотел?» Попытался отмахнуться у Зумуки. «И где твоя охрана?» «Не переживайте». Седьмой, она стоит за дверью, он без лишних расшаркиваний прошел вглубь просторного кабинета и остановился напротив широкого дубового стола главы. А что касается причины моего столь позднего визита, она связана с вашим сыном. Усталость Наруто как рукой сняла, он выровнял спину и внимательно посмотрел на ночного гостя, ожидая услышать все что угодно. «Я внимательно слушаю». Наруто хотел любым способом спасти своего сына, поэтому надеялся, что Амада сумеет что-нибудь придумать. «Есть у меня один способ, который может помочь Баруто», подал голос ученый. «Это специальные таблетки». «Что еще за таблетки?» спросил седьмой. «Их суть в подавлении Бьякогана». Я изобрел их против Ишики. «Также я подсыпал их в еду каваки, но в небольших дозах, чтобы он не заметил», ответил Амада. И они подействовали. Оживился Наруто, подаваясь вперед. «Ну, в случае с джигеном особого эффекта они не принесли». «А вот у каваки таблетки замедлили скорость распаковки данных Ишики», сказал Амада, поправив очки. Ведь он имел карму с самого детства, но все данные так и не распаковались. «И почему ты раньше не говорил об этом?» воскликнул Наруто. «Потому что в случае с Баруто неизвестно, поможет ли лекарство остановить распаковку. К тому же у этих таблеток есть побочные эффекты, и невозможно предугадать, как его тело на них отреагирует», рассказывал Амада. «Я дам вам их, а вы сами решайте, будет ли ваш сын их принимать. Если все же будет, то пусть зайдет ко мне в лабораторию на проверку спустя некоторое время. И, я думаю, вы понимаете, что это лекарство нельзя принимать вашей жене или дочери, проследите за этим». «Да, спасибо тебе, Амада, я сообщу о своем решении позже», более спокойно ответил Узумуки. Ученый просто кивнул и уже открыл дверь, но остановился и обернулся в сторону Хакаги. «И еще, передайте Каваки, что он может прийти завтра, я верну ему руку. Я скажу ему об этом, он, наверное, будет очень рад», улыбнулся Наруто. «Даже не знаю, вдруг сказал Амада. Когда я предложил ему, он не очень-то обрадовался. Видимо, ему понравился протез, сделанный на основе вашей чакры. Каваки очень ценит его, наверняка это от благодарности и уважения к вам, седьмой». Наруто удивился и даже не знал, что на это ответить, предпочитая промолчать, а учу в сопровождении охраны уже шел обратно в лабораторию. Скрываясь за дверным проемом, Амада загадочно улыбнулся, прикрывая глаза. Тем временем семья очих сидела вместе в просторной гостиной. Сакура с Сарадой мыли посуду, а Саски расположился на диване и с головой был погружен в свиток. «Пап, ты опять уходишь на миссию?» спросила его подошедшая Сарада. «Да, до тех пор, пока последний член кары на свободе, опасность будет угрожать нашей деревне, и мне нужно найти больше информации», безучастно ответил ей отец, все еще думая о свитке информации, распределенной по бумаге, ровно выведенными иероглифами. «Но ты ведь не успел даже нормально отдохнуть, к тому же как ты теперь без своего левого глаза». Не могла успокоиться младшая очиха. Ее обижало поведение отца, но она старалась не подавать виду, насколько это вообще было возможно. «Я достаточно отдохнул, а без глаза как-нибудь справлюсь». «В конце концов не всегда у меня был Ринниган», отозвался глава семейства и поднял свой взгляд на дочь. Сарада понимала его, но все равно какое-то неприятное чувство, поселившееся в груди, не давало ей покоя. Раньше она чувствовала себя неполноценно из-за отсутствия отца рядом, сейчас же он был здесь, сидел на диване, совсем рядом. Но при этом он был все так же далек от нее, как и раньше. Постепенно она научилась ценить время, когда мама не задерживается в больнице до утра, а папа не на одной из своих бесконечных миссий и старалась этим пользоваться, но выходила, к сожалению, не всегда. Саски, как будто прочитав мысли дочери, сказал, «Не переживай, я вернусь совсем скоро». Сбор нужной мне информации будет не дольше двух недель, он все еще смотрел на нее. Казалось, что от этого взгляда невозможно спрятаться, он настигнет тебя везде, куда бы ты ни спрятался. Саски медленно поднялся на ноги и приблизился к окаменевшей Сараде. Его тяжелая, большая рука легко легла на спину девочки и прижала ее к теплой груди. Всю сущность Сарады пробрала до мурашек. Это было невообразимо приятное и странное действие с его стороны, которое она внезапно захотела продлить. Учиха-младшая в ответ обняла папу, сжимаясь лицом в его одежду. «Все недосказанные за столько лет я люблю тебя» были произнесены только что, правда, не вслух. Сакура, вытирающая последнюю тарелку, с любопытством и умилением наблюдал за этой парочкой учих, не решая вмешиваться. И еще одно, Сарада, он не пешил отстраняться от дочки, продолжая стоять так присмотри за Барута. «Ты знаешь, в каком он положении? Ему сейчас очень тяжело, а, учитывая, что мало кто знает правду, никто не может его по-настоящему поддержать. Конечно, папа, ты мог и не просить. Он мой лучший друг, и я также очень за него переживаю», улыбнувшись, ответила Сарада, отрываясь от саски и делая шаг назад. «Вот и отлично. Ладно, я пойду уже спать, мне завтра утром рано вставать», вымолвил Учхая, развернувшись, пошел к себе. «Спокойной ночи, папа», крикнула вслед Сарада. «И тебе тоже», коротко ответил Саски. Сарада лишь смотрела вслед своему отцу и думала. Ситуация с Барута на самом деле очень сильно на нее повлияла. Она даже думать не хотела, что будет, если узумаки не помогут вовремя. А если действительно не помогут, что будет тогда? На самом деле она уже не может представить свою жизнь без Барута, это все равно, что потерять руку или ногу, оставшись до конца своих дней инвалидом. Да, возможно, кто-то и сумеет залечить эту рану и установить ей протез. Но протез и своя родная рука это две совершенно разные вещи. Не так ли? «Идет ты, Барута», размышляла Сарада. «Постоянно заставляешь меня переживать. Нужно проведать тебя завтра». С такими мыслями обладательница Шарингана пожелала маме спокойной ночи, предварительно крепко обняв и поднялась в свою комнату. «Спасибо за еду, она была очень вкусная». Хором прокричало семейство Узумуки. «Рада, что вам понравилось», застенчиво улыбнулась Хината одними губами. «Химоваря, поможешь мне помыть посуду?» «Конечно, мамочка, сейчас помою руки и помогу тебе», бодро ответила ей дочь, с полным энтузиазмом голосом. Кавыки с Барута поднялись на верхний этаж, попрощавшись, разошлись по своим комнатам. Второй, в свою очередь, не планировал спать и взял в руки свою приставку. Он не знал, сколько времени уже играет, слышал только, что даже отец пришел домой, а не уснул в кабинете. Узумуки наверняка еще долго играл бы, но неожиданно в его дверь постучали. «Барута, можно войти?» По ту сторону двери послышался голос отца. «Старик, что же ему нужно, дать тебе са?» подумал сын седьмого. «Да, конечно, заходи». Узумуки старший зашел к своему сыну и сел напротив его кровати. Блондин отложил приставку в сторону и с немалым интересом посмотрел на своего отца. Наруто никак не мог начать, тщательно пытаясь подобрать правильное слово. «Послушай, Барута, Амада дал мне особенные таблетки, правильное слово, как назло, не хотели подбираться, поэтому седьмой решил не тянуть и сказать все как есть, без долгих речей издалека. Я не знаю, помогут ли они тебе, но шанс этого есть. Но также у этих таблеток есть побочные эффекты, и неизвестно, что с тобой может быть. Поэтому ты сам должен подумать и решить, хочешь ли ты их принимать». Барута внимательно слушал отца. Он потянулся к баночке и забрал ее в свои руки, после чего достал оттуда одну таблетку, пытаясь рассмотреть ее в полумраке комнаты. Он уже принял для себя решение в тот момент, когда отец только озвучил эффект этих чудо-пилюль, поэтому решил немедлительно закинул лекарство в рот. «Хм, на вид и на запах довольно неплохо, а вот на вкус не очень», скривился Барута, проглотив препарат. «Ты вообще меня слушал?» крикнул Нарута, но вовремя вспомнил, что дом уже спит, делая голос тише. «От этих таблеток с тобой может случиться все, что угодно, может быть даже смерть, ты об этом не подумал?» «Бать, я еще не доверяю Амада, но я доверяю тебе. Если ты их дал мне, значит, они действительно могут помочь», улыбнулся парень, все еще пытаясь проглотить этот неприятный вкус, осевший на языке. «А что касается смерти, то я давно к этому готов. Главное защитить деревню от мамушки». Нарута удивленно смотрел на сына, что-то все-таки успело кардинально измениться в этом человеке. Медленно, но верно и шумного, капризного ребенка он начал трансформироваться в нечто другое, способное вызвать неподдельную гордость в седьмом. Нарута положил руку на плечо сына, сейчас его переполняло бесчисленное множество эмоций, которые он хотел немедленно озвучить, чтобы его чадо знало, что он не одинок, что его проблемы не фатальны и он обязательно придумает, как его защитить. Барута, я обещаю, что пока я жив, ты не умрешь. Мы обязательно придумаем, как остановить мамошики, не убивая тебя. Голос Нарута был ровным, уверенным, что не вызывало сомнений, он обязательно сдержит данное обещание. «Ладно, тогда оставляю все на тебя», продолжал улыбаться голубоглазо и придвинулся ближе к родителю, обвивая свои руки вокруг его шеи. «В таком случае зайди завтра, Каммадо», Нарута обнял сына крепче. «Он проверит, как таблетки повлияют на твое тело». «Да, конечно, я зайду после обеда к нему», ответил Барута, отстраняясь, опуская руки. «Спокойной ночи, пап, и спасибо за таблетки. Рано пока благодарить меня», неловко улыбнулся седьмой, поднимаясь на ноги. «И тебе спокойной ночи». Нарута вышел из комнаты сына и, с более-менее спокойным сердцем, отправился спать. Барута с чистой душой опустил голову на мягкую подушку и блаженно прикрыл глаза. Как же давно он все-таки не спал. Спустя мгновение Бландин погрузился в глубокий и такой долгожданный сон, не переживая ни о чем. За несколько сотен километров от Канохи, в одной из секретных Баскары, находился человек. Черный длинный плащ скрывал его тело, пока лунный свет освещал алую макушку. Он стоял возле компьютера и скачивал данные. Наконец-то я нашел весь список внешних. Победно воскликнул Кода. От зудящего нетерпения он начал его листать в поисках нужной информации. «Этот мертв, этот слаб», вслух призносил Кода, отметая варианты. «А вот это тот, кто мне нужен». С этими словами он покинул базу и переместился на один из холмов. Спустя пару секунд прогремел мощный взрыв. Обломки стен, бесформенные куски бетона разлетались в разные стороны, смертельным градом ударяясь об землю и разнося по округе пугающий птиц шум. «Значит так, смотря вдаль, сказал последний член Кары. Пора наведаться в страну железа». В Кунохе наступало утро. Солнце поднималось все выше, освещая острые дома жителям деревни. В доме семьи Узуумаки все уже проснулись и готовились к завтраку. Все, кроме голубоглазого блондины с двумя полосками на щеках. «Хима, иди разбуди своего брата, скоро будет готов завтрак», сказала Хинато дочери, сервируя стол. «Да, мамочка, сейчас я его разбужу», радостно ответила девочка и побежала на второй этаж. Тем временем Наруто вместе с Кавакей сидели в гостиной в ожидании трапезы. «Слушай, Каваки, Наруто вспомнил, что должен был передать парню, а Мадо сказал, что сегодня ты можешь зайти к нему. Он сделает тебе новую руку». «Да, это хорошо», как ты безрадостно ответил тот, осматривая свой протез. «Ты разве не рад?» спросила Зумаки с долей непонимания. «Нет, я, конечно, рад, просто уже привык к протезу», ответил ему парень, продолжая глядеть на искусственную руку. «Это не так удобно, но так я чувствую вашу чакру и наверняка знаю, что с вами все хорошо. Я очень благодарен тебе за то, что ты за меня волнуешься, но не стоит этого делать. Я же все-таки Хакаги, дать тебе я. Со мной ничего не случится», улыбнувшись, заверил он. «Просто вы стали мне родным человеком. Вы столько своего для меня сделали, если бы не вы и ваши деревни, то я бы давно умер», серьезно сказал ему Каваки, наконец-то, оторвавшись от разглядывания руки и перевел взгляд на собеседника. «Я по-настоящему почувствовал, что такое семья и поддержка». На секунду Наруто показалось, что перед ним сидит он сам, точнее, его более молодая версия. В возрасте Каваки ему тоже очень недоставало семьи этой бытовой рутины, разговоров с отцом, нежных объятий матери. Все это смогли заменить его друзья и учители. Сейчас же он сам стал для Каваки кем-то вроде Джирай-Сенсия, или Какаши-Сенсия, или Руки-Сенсия, а может и всеми разом. Он встал с насиженного места и подошел к креслу, в котором сидел парень. Седьмый положил руку на его плечо. «Ты часть деревни. А вся деревня является моей семьей. Я бы ни за что не позволил тебе умереть, тем более ты напоминаешь мне меня», еще раз улыбнувшись фирменной улыбкой, сказал Хакаги. «А теперь пойдем завтракать», уже даже Баруто спустился. И с этими словами Наруто пошел за стол. Каваки посмотрел со стороны на всю семью Узумуки. Они сделали слишком много добра для него, и он просто не имеет права их подвезти, и никогда это право не получит. Утро в семье очах началось не так, как в доме Хакаги. А если точнее, то проснувшись, милая девушка с короткими темными волосами поняла, что находится дома одна. Отец, как и говорил, ушел на миссию, а мать оставила записку, в которой было сказано, что она уже на работе. В целом пустой дом был чем-то привычным для нее. Она решила не заострять на этом внимание, а немедленно приступить к приготовлению завтрака. Покончив с едой, Сарада решила не откладывать визит к своему другу, поэтому оперативно расправившись с грязной посудой, юная очаха отправилась домой к Баруто. «Все, мам, мы ушли!» громко прокричал Баруто, стоя на пороге дома. «Хорошо, чтобы к ужину вернулись», напомнила им Химата. Парни вышли из дома и пошли вдоль улицы, заполнившись случайными прохожими. Вокруг было много людей, кто-то торопился на работу, кто-то же просто гулял по деревне, наслаждаясь ее красотой и вдыхая свежий утренний воздух. Медленно вышагивая по мостовой, до них долетел знакомый голос, обладателя которого можно было легко узнать. «Мальчики!» «Подождите!» крикнула очаха, пытаясь нагнать их. «Сарада!» «Что ты тут делаешь, дать тебе со?» спросил ее у Зумаки, останавливаясь. «Хотела тебя проведать, но госпожа Химата сказала, что вы ушли в сторону лаборатории, поэтому я здесь», ответила ему подруга, останавливаясь напротив двоих. «Какое, так сильно за меня переживаешь?» с ухмылкой спросил сын седьмого, бросив самодовольный взгляд на сокомандницу. «Еще чего, волноваться за тебя, дурака!» зардела Сючха, поправляя красную оправу. «Просто захотела проверить, не натворил ли ты каких-нибудь глупостей?» «И кстати, а зачем вы идете в лабораторию?» Амада обещал вернуть мне мою руку, оборуд решил меня проводить, объяснил ей каваки. «Ну, мне как бы тоже нужно к старику Амада», признался Узумаки, неловко почесав затылок. «А тебе что от него нужно?» Вновь поправив очки, спросила Сарада. «Вообще, она часто трогала свою красную оправу, когда волновалась. Это была привычка и случалось очень часто по инерции. Свою странность она, к сожалению, контролировать не могла, это удручало. «Ну, вчера батя дал мне какие-то таблетки», сказал, что они могут помочь остановить распаковку данных мамошики, ответил Узумаки таким тоном, будто рассказывал о погоде, а не о лекарстве, способном спасти его жизнь. «Что, правда?» Синхронно вскрикнули друзья, обескураженные таким поворотом событий. «Да не орите вы так!» испугался парень, отшатнувшись назад. Ему их давал Амада, а также передал, чтобы я зашел проверить, как они действуют на мое тело. «Я принял уже две таблетки. Одну вчера вечером, а вторую сегодня утром». «Это же здорово, Барута», обрадовалась Амада. «Надеюсь, они тебе помогут, и мы снова сможем ходить на миссии». «Да, я тоже хочу в это верить», отстраненно проговорил Барута. Он решил не говорить ребятам о возможных последствиях после принятия препарата, чтобы не портить их заметно поднявшееся настроение. В хорошем настроении компания пришла к ученому. «Наконец-то вы явились, я уже заждался, поприветствовал и Хамада и перевел взгляд на Сараду». «А юная миссачха почему здесь?» «Я пришла за компанию с ребятами», ответила ему Сарада, изучая нового знакомого. Он вызывал в ней недоверие, хотелось немедленно активировать семейное дюцу, чтобы обезопасить себя и ребят, ну и чтобы успокоить свою паранойю. «Хорошо, тогда подождите с Каваки в коридоре». «Первым я хочу проверить Барута», приказал Амада. Сарада и Каваки вышли из кабинета, а Барута тем временем лег на просторную кушетку. Амада присоединил какие-то проводки к нему и начал вводить что-то в компьютере, громко стуча клавишами. После этого он взял у него анализ крови и опять сел за прибор, пока Узумаки без интереса бегал взглядом по белоснежному потолку. Спустя минут пятнадцать ученый разрешил Барута отсоединить провода и встать твердо и не до кровати. «Итак, Барута, мое тебе поздравление». Асу цукификация остановлена на отметке 83%. «Так что можешь выдохнуть», произнес мужчина, а у Баруты свалилось две огромные глыбы с плеч, имена которым были ответственность. Но все равно время от времени заходя спасение», закричал «Ура!» «Спасибо вам за таблетки, Амадусон. Я обязательно буду приходить». Сейчас на его лице отражалось неподдельное счастье и облегчение, как если бы смертельно больному сообщили, что он здоров. «Вот и славно, а теперь позовик ваке, пожалуйста», попросил его старик. Барута вылетел из кабинета в коридор, где его уже ждали друзья. «Что случилось, Барута?» «Мы слышали, как ты кричал, поинтересовалась Сарада в ожидании каких-то кровавых подробностей. Амада обследовал меня и сказал, что распаковка данных остановлена». Радостно произнес сын седьмого. Кавыки облегченно выдохнул, а очхо кинулась на Барута, обвивая его шею руками, так резво, что очки на переносице перекосились. Барута обнял подругу в ответ, разделяя накатившую волну счастья на двоих. Барута отвернулся от подруги, пытаясь скрыть выступивший на щеках румянец, а Сарада в очередной раз за сегодня нервно поправил очки, пряча лицо за длинной челкой, пока Кавыки наблюдал за столь забавной сценой. «Ээ, Кавыки, там старик Амада сказал, чтобы ты заходил к нему, как скороговорку проговорил Барута. Мы тебя тут подождем». Парень молча зашел в просторный белый кабинет, кушетку и просто ждал, пока Амада будет возвращать его руку. Ему так не хотелось прощаться с протезом, доказывающим его связь с новым опекуном, но делать нечего, раз он уже здесь, придется довести дело до конца. Спустя 20 минут Кавыки уже смотрел на результат. «Ну как?» — поинтересовался ученый, глядя на парня сквозь свои цветные очки. «Вроде, все как раньше», ответил Кавыки, сжимая и разжимая ладонь. «Кстати, Кавыки, у меня есть к тебе предложение», — неожиданно сказал бывший член Кары, обескуражив своего пациента. «У тебя в теле распаковалось 80% данных Ишики, а это значит, что я могу вернуть тебе карму, но исключительно в качестве оружия». «Что?» — возмущенно и зло крикнул Кавыки, ударив новенькой рукой по кушетке. «Ты хочешь вернуть мне это клеймо, которое было со мной большую часть жизни?» «Ни в коем случае». «Как хочешь», выдохнул Амада. «Но я бы на твоем месте подумал. Ты зависел от кармы сильнее, чем тебе кажется». Кавыки, ничего не ответив, быстрым шагом вышел из кабинета. Бород и Сарада убедились, что с ним все в порядке, и вся компания направилась к седьмому, чтобы рассказать отличные новости. Амада устало присел в свое кресло и, ухмыльнувшись, подумал «Посмотрим, что же ты решишь, Кавыки?» «В конце концов, у тебя всегда есть выбор». Страна железо-ледяная, засниженная территорией. Ее политическая особенность заключается в том, что она остается нейтральной и никогда не участвует в воинах ниндзя. В основном здесь проживают самураи, а также коренные жители, так как в этих условиях далеко не каждый захочет существовать. Но порой люди остаются здесь, находя в этой удивительной местности спокойствие и единение с природой, а иногда и из-за внезапно воспылавших чувств, греющих лучше любого костра. Мужчина с длинными темными волосами спокойно обжился в этой стране. Холод его никак не смущал. Из-за особенностей его тела ему всегда было очень жарко. Он был рад отсутствию соседей рядом. Он любил тишину и покой. Но мужчина всегда ожидал гостей, этот раз не стал исключением. В его дом без стука зашел красноволосый парень. Черепно-лицевый протез, похожий на ошипованный ремень, покрывал часть головной лица гостя, тянулся от правого глаза до левого, частично скрывая шрамы. Я рад, что нашел тебя, Кагуцу Тихари, криво улыбнулся Кода, проходя вглубь дома, даже не думая разуваться. Надо же, сам внутренний пожаловал ко мне, сказал мужчина, выходи из-за угла. И что же тебе нужно? Ты ведь знаешь, что кары нет как таковой, начал сыпать информации гость. Джигин сам мертв, а Амада предал организацию. Да, я слышал об этом, флегматично ответил Кагуцу Тихи. Но ты ведь не просто так искал внешнего. Именно. Остальные либо мертвы, либо слишком слабы. Поэтому ты был единственным вариантом, ответил Кода. Не желая стоять у парова, он закрыл за собой дверь, миновав хозяина дома, прошел в главную комнату с камином. Мне нужна твоя помощь. Я хочу отомстить за господина Джигина и убить виновных в его смерти. А именно, седьмого Хакаги, Учихо, Амада и Каваки. Ну и, конечно же, мне нужен плод чакры, а значит и Узума Кибарута в придачу. Я услышал тебя. Но что мне за это будет? Поинтересовался Хари, а его алчная душонка очень быстро напомнила о себе. А чего же ты хочешь? Вздернул бровь гость. Скажем так, у меня с Учихой Саски личные счеты. Я хочу сам убить его и забрать его Шаринган. У меня как раз нет правого глаза, холодно ответил мужчина, уже предвкушая, как завладеет правым глазом. Так что не смей убивать Учиху, это должен сделать Юл. Тогда договорились, Кагуцути. Пойдем со мной, у нас много дел, кинув беглый взгляд на камин и тлеющий в нем угли, парень развернулся и пошагал к выходу из помещения. Тот в ответ лишь улыбнулся. Совсем скоро он сможет отомстить Саски. Много лет назад он убил всю его семью, в то время как молодой парень сумел выжить. Он непременно отплатит ему тем же, а после завладеет силой Шарингана. Кагуцути подошел к Кодо и с помощью его царапины они покинули страну железа. Седьмой Хакаги Канохи, он же Узума Киноруто, как всегда сидел, зарывшись в стопке бумажек в своем кабинете. Мужчина подписывал очередной документ и не ожидал, что в его кабинет будут стучать так, словно хотят сорвать дверь с петель. «Войдите!» крикнул седьмой на источник вашу шума, находящийся по ту сторону двери. В кабинет пули влетел его сын, а за ним зашли его друзья. По дороге к резиденции компания встретила Митсуки. Они поделились с ним радостной новостью о состоянии Барута. Сын Арачимару также не смог сдержать радости, что его солнцу ничего не угрожает. И вот все члены команды номер семь стояли перед Хакаги. «Что случилось, ребята?» поинтересовался Наруто, откладывая в сторону ручку и бумагу. «Пап, я был Амада, и он сказал, что таблетки подействовали. Распаковка данных остановлена, дайте баса!» радостно кричал Барута. Наруто сначала с трудом разобрал слово сына, по буквам прокручивая информацию у себя в голове, но потом встал из-за стола и схватил Барута, начиная его обнимать и трепать по волосам, радостно хохоча. И ему было совершенно плевать на сконфуженных зрителей, он имел полное право выразить свою радость. «Ты даже не представляешь, как я рад, дать тебе я!» Наруто немного успокоившись, сжал сына в объятиях. Лицо Барута перекосило, казалось, еще немного и его кости захрустят и рассыплются. «Бать, ты сейчас меня задушишь», провопил Барута, пытаясь отстраниться от папаши и отыскать помощь в лице друзей, стоящих у стены. Он с ним мольбой взглянул на них, но получил в ответ только качающий голову Сараду и Каваки, рассматривающего стены. Барута в очередной раз закряхтел и постучал по спине отца, хватка немного ослабилась, и он смог вздохнуть полной грудью. Когда наконец-то Наруто окончательно отпустил их друга, Сараду спросила, «Седьмой, если с Барута теперь все хорошо, мы можем вернуться к выполнению миссий?» «Даже не знаю», засомневался Хакаги, возвращаясь на свое прежнее место, высокое кожаное кресло. «Ну пожалуйста, папа, со мной и вправду все отлично», широко улыбнулся Барута и оперся рукой о стол отца. Наруто не хотел рисковать своим сыном. Даже несмотря на то, что распаковка завершена, он не был до конца уверен, не будет ли побочных эффектов, о которых предупреждала Аламада. Но, смотря на их горящие глаза, Седьмой все же сдался на милость сыну и его друзьям. «Хорошо, завтра утром вы отправитесь на миссию». «Сарада, зайди ко мне вечером». «Ты, как Чунин, получишь подробные инструкции и цель задания». Наруто мгновенно переключился на рабочий лад, пытаясь отыскать в памяти подходящие миссии. «Так точно, господин Седьмой». Уверенно произнесла девушка. «Тогда можете быть свободны», сказал Наруто, возвращая ручку на свое законное место в руку и принялся за следующий документ. Ребята начали выходить из кабинета, но Каваки молча кивнул им, оставаясь неподвижен. «Ты что-то хотел, Каваки?» «И кстати, как твоя новая рука?» спросил Узумаки, вновь отрываясь от работы. «С рукой все отлично, и еще раз спасибо за тот протез», ответил ему парень и с замиранием сердца добавил. «Я бы хотел пойти с ними на миссию». «С чего это вдруг?» удивился Хакаги. «Я хочу отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали», Каваки решил говорить честно. «С другой командой я вряд ли смогу сработаться, к тому же присмотрю за этим идиотом на всякий случай. Вы ведь не просто так взяли меня в свои ученики. Вы поверили, что у меня выйдет стать ниндзя, и я не подведу вас». Наруто льстили такие слова, и он был глубоко рад их слышать от Каваки. Но еще что он к чему-то стремился, в данном случае стать Шинобе, в который раз убеждая Наруто в том, что он сделал правильный выбор в пользу парня. «Хорошо, я скажу Сараде, что ты пойдешь с ними. Если все пройдет отлично, думаю, можно будет тебя официально сделать гениным четвертым членом команды номер семь». Наруто ошарошил своего ученика таким заявлением. По лицу Каваки было видно, и он доволен исходом их разговора. «Благодарю вас, седьмой», сказал ученик и, склонив голову в благодарности, покинул кабинет. Оставшись один, Наруто крутанулся в кресле, поворачивая спиной к двери, а лицом к большим, панорамным окнам, и бросил въедливый взгляд через стекло, куда-то вглубь домов. На его губах играла счастливая улыбка. С хорошим настроением и с большей интенсивностью седьмой Хакаги продолжил заполнять бумаги. Вечером семьи Хузума Киучиха проходили в хорошем настроении. Сарада сидела с Сакурой за столом и делилась деталями предстоящей миссии. В доме Хакаги после вкусного ужина Каваки шокировал всех тем, что также будет на задание. Баруто начал с ним спорить, пытаясь узнать, зачем тот этого захотел. Парни так бы продолжили ссору, но их остановил внезапный звук открывающейся двери. «Я дома, дать тебе я!» — крикнул Наруто. Папочка вернулся. Обрадовалась Химоваря, быстро соскочила со своего места и понеслась по коридору к входной двери, где и встретилась с Наруто лицом к лицу. Она, не раздумывая, прыгнула на отца, цепляясь к его руке и повисла на нем. Никто не ожидал, что седьмой придет домой так рано. Глава семьи решил быстрее закончить с делами и отпраздновать хорошие новости в кругу семьи. После часа разговоров за чашечкой ароматного чая все по команде Химоваря отправились спать. Проснувшись утром, Баруто понял, что опаздывает. Получать отца Рады не хотелось, поэтому он быстро отправился в ванную. Параллельно Каваки уже завтракал за столом. Ускорившись, Узумаки поил за пару минут и вместе с Каваки отправился к главным воротам Канохи. Там их уже ждали Митсуки с Сарадой. Учиха выглядела далеко не самым радостным человеком на этой земле. Ее руки были скрещены на груди, а темные брови сведены на переносице. Одна только ее поза внушала страх и опасение за свою жизнь. Митсуки же, напротив, был максимально расслаблен, сидел на корточках и разглядывал пробившийся сквозь культурный слой желтый одуванчик. Идиоты, где вас носит? Грозно спросила Сарада. Это все этот кретин. Проспал, из-за него мы опоздали, пожаловался к веке. Чего? Сам небось проснулся на пять минут раньше, а делает вид, что я виноват, возмутился сын седьмого, пихая товарища по несчастью в бок. Сарада устала выдохнула, теперь до нее дошло, что есть кое-что похуже их опоздание. Поэтому Учиха уже мысленно предвкушала споры этих двоих во время миссии. Так, прекратить ссоры, я расскажу цель нашего задания, скомандовала девушка. На ее удивление, парни перестали ругаться. Хоть у них и были злые лица и косые взгляды, пронизывающие друг друга, но оба внимательно слушали, оставляя свою немую борьбу на потом. Мы должны передать этот свиток в страну молний, говорил официальным голосом Сарада. Здесь договор о поставках разных видов металла в Канаху. Лично Райкаги самодолжен его подписать. И что же такого опасного в передаче свитка? Темная бровь искривилась и поднялась выше соседки, выражая искренне недоумнее парня. А то, что преступники захотят заполучить его и продать за большое количество денег, объяснила ему Сарада. Ладно, если все все поняли, пора отправляться в путь? Спросил Митсуки, нехотя отрываясь от рассматривания растений и поднимая глаза на команду. «Да, пошли», согласилась Учха. И с огромным желанием наконец-то приступить к долгожданному заданию, спустя долгое время новая команда отправилась в деревню скрытого облака. В огромном помещении с потолком в десятки метров находились два человека. У одного были красные волосы и протест на полице. Другой же обладал длинными, темными волосами и лишь одним глазом. «Эй, куда, а сколько еще осталось секретных баскары?» спросил Кагуцу Тихари. «Это последняя, остальные уже уничтожены», ответил ему напарник. «Но не беспокойся, ее не найдут». Сама база находилась внутри огромной скалы. Здесь было много разных защитных приспособлений, охраняющих затхлые комнаты, наполненные различного рода оборудованием. Вход в базу был замаскирован, обычный человек не увидит ничего, кроме скалы, а вот знающий сумеет найти мертвенную тишину разорвает противный звон одного из компьютеров. Кадо подошел к месту, от которого он исходил, и немедленно его включил, нажимая на нужную кнопку, а на большой монитор в это время вывелась картинка человека, чье лицо было закрыто маской. «О, это ты, Юка, надеюсь, с хорошими новостями поприветствовал его внутренний». «Да, господин Када. Я узнал, что седьмая команда вместе с Каваки отправилась на задание по передаче свитка в страну молний, отрапортовал ему слуга дежурным голосом. «Отлично, ты хорошо поработал, если они еще что-то будут, дай знать», поблагодарил его начальник. После того, как мужчина отключился, Кагуцуте спросил, «И каков наш план?» «Изначально я планировал нечто другое, но так даже лучше. Я отправляюсь туда для встречи с ними», ответил ему Куда. «А мне что делать?» поинтересовался Хари. «Ты же отправляйся в страну огня, узнай побольше информации о том, где они держат предателя Амада», приказал парень. «Понял тебя, уже выдвигаюсь», бросил мужчину напоследок и покинул убежище, намереваясь исполнить данные ему инструкции. Оставшись в одиночестве, Када не мог не улыбаться. Желание отомстить за господина Джигена было сильным и с каждым днем все сильнее рвалось наружу. Но в таких делах спешка не приветствуется, поэтому он будет терпеливо ждать, усмиряя своего внутреннего звери, имя которого месть. И он знает, как заставить Наруто и Саски себя искать. Что ж, совсем скоро мы встретимся, Узума Кибаруто. И эту встречу ты запомнишь навсегда. На улице было довольно пасмурно. Тучи сгущались все сильнее, придавливая своей чернотой к земле, как будто намекая на что-то плохое. Но у Чихи Саски не привыкать, за свою жизнь обладатель Шарингана путешествовал в разных погодных условиях. И теперь он продолжал поиски информации о последнем члене организации Кара. Все, что удалось узнать, так это то, что похожего по описанию парня видели недалеко от деревни Песка. Саски перемещался по веткам деревьев в сторону страны воды, но вдруг резко замер, останавливаясь на школкой ветки дерева и глядя вдаль. Разве то и не за один год чутье подсказывало, что здесь что-то нечисто, пристальным взглядом Цепко прошелся по округе, подмечая для себя каждую деталь. Пытливым взглядом он въелся в исполинские скалы, вмещающие в себе не меньше сотни метров. С виду они были обычными, но если копнуть глубже, Саски пустил чакру в ноги. Энергия прошила его тело насквозь, перекидываясь на ветку, спустилась к земле, прислушалась к округе, и ведь точно скала была искусственной. Учхо активировал Шаринган, желая удостовериться на все сто процентов, что он нашел стоящую зацепку. Когда мира украсился в оттенке красного, он увидел следы чакры внутри этой скалы, а также механизм, напоминающий сложный кодовый замок. Возможно, это одна из баскары, а это следы чакры кода, вслух размышлял теневой Хакаги. Но почему тогда следов несколько? Ответа Саски не знал, хотя предположить, что когда нашел себе союзников, было максимально очевидным вариантом из всех возможных. Мужчина не мог определить наверняка, есть ли кто-то внутри. Он уже собрался проникнуть внутрь этой скалы, но в последний момент передумал. Амада говорил, что когда обладает огромной силой, и лишь ограничители делают его слабее Джигена, размышлял Саски. А если у него есть союзники, одному мне и подавно не справиться. Нужно побыстрее закончить в стране воды, а после доложить об этом месте Наруто. С этими мыслями великий Шиноби отправился в путь, довольствуясь тем, что хоть немного информации удалось получить. «Давайте немного передохнем, дать Тебаса», устало выдохнула Баруто, оперевшись рукой о ствол ближайшего к нему дерева. Они находились в дороге уже второй день, отдохнув лишь ночью. «Баруто, деревня скрытого облака уже недалеко, через час мы будем на месте», сказала ему Сарада и хотела было двинуться дальше, но Баруто все так же стоял у дерева, скорчив лицо великомученика. «Ну я очень устал, не мог никак уснуть и чувствую себя неважно». Продолжил свою жалостливую тираду Узумаки, все еще пытаясь вызвать к себе жалость и вымолить хоть капельку долгожданного отдыха. «Придурок, это твои проблемы», агрессивно высказал ему Кавыки. Баруто дернулся, обнимая дерево. Если Кавыки вдруг решит потащить его силой, он не сдастся без боя. «Конечно, если на это будут силы, а я не против немного отдохнуть, мы и вправду очень долго в дороге», с улыбкой вымолвил Мицуки, подошел к соседнему стволу и принял позу Баруто. «Ладно, но отдых не более 15 минут», скомандовала Учхо, вытирая тыльной стороной ладони влажный лоб. Баруто, как только услышал это, плюхнулся на землю и мигом подложил под голову руку, после чего, не теряя лишних минут, провалился в сон. Остальные просто присели на траву, чуть поудоль спящегося командника, понимая, что перерыв был все же необходим. Спустя несколько минут Узумаки во сне вспомнил о лекарстве, в полудреме приподнялся и достал свои таблетки. Закинув воду в рот, он сморщился, а после снова лег на землю, но сон больше не шел, поэтому он раздраженно цокнул языком. «Они что, такие плохие на вкус?» поинтересовалась Учха. «Еще какие, хуже в своей жизни я ничего не пробовал, дать Тебаса», поделился ощущениями голубоглазый, громко зевнув. «Как долго их нужно принимать?» поинтересовался Митсуки, отползая от дерева. «Ну я не знаю, старик Амада сказал просто заходить к нему и проверять, все ли в порядке с моим телом», ответил Узумаки. «Хотя лучше бы побыстрее перестать их пить, иначе точно умру от этого жуткого вкуса». Атмосфера тут же заполнилась звонким смехом, обрекая Баруто стать идеальным артистом. После небольшого перерыва ребята решили собраться и отправиться в путь, но внезапно Каваки почувствовал грозу, пропитавшую воздух осторожно, слева. В кору, в миллиметрах от сандалии Сарады, вонзилось три сюрикена, над головой Баруто проскользнули смертоносные синбоны, Каваки чудом ушел с линии огня, чуть не встретившись с порцией острого железа, а Митсуки успел ускользнуть от чуть было не настигшего его куная. В поле зрения показались шейтера, но по ощущениям их было явно в два раза больше. Остальная половина осталась в засаде, ждать своего часа. Напавшие все как один были в масках и плащах, скрывающих личность. Их можно было отличить друг от друга разве что по росту. Это чем-то напоминало тренировочные манекены, специально установленные на одном из полигонов Канохи. Кто вы такие, и что вам нужно? Грозно спросила Сарада, сжимая в ладони куны. По-моему, это очевидно, произнес преступник, делая шаг вперед. Отдайте нам свиток, что вы должны передать в страну молнии, тогда никто не пострадает. Размечтался ублюдок. Выкрикнул Каваки и бездумно кинулся на главаря. Каваки идиот, только успела произнести Учхо. Барута, возьми четверых слева. Мицуки, твои справа. Есть. Разнесло звонким эхом по округе. Несмотря на численные преимущества, преступники уступали команде. Каваки, трансформировав свою руку в смертельное оружие, запрыгнул сверху на противника. Шинобеловка заблокировал удар, но не справился с отдачей, и оружие раскололось у него в руках, а следом сразу шел удар в сонную артерию. С первым было покончено. Справа на него бежали еще двое. Стихия огня огненный шар, парень выпустил огромный шар огня, нападавшего обдала жаром, одежда воспламенилась, по округе разлетелся крик. Сегодня он точно не поднимется. Барута создал троих клонов и отправил их на противников. Клоны смогли устранить двоих, но остальные, справившись с копиями, кинулись на Узумуки. «Сдохни!» прокричал один из преступников, легко вгоняя под ребра Барута Куны, его товарищ последовал его примеру. Клон растворился в воздухе с привычным хлопком, ведь в это время настоящий направил на них свою технику. Стихия ветра буйный ветер. Огромный поток ветра откинул мужчин на добрые четыре метра, и они, столкнувшись с деревом, теперь могли издавать только болезненные стоны. Митсуки уже справился со своими врагами и присоединился к друзьям. Последний преступник с испугом в глазах наблюдал, как все его союзники были повержены. Развернувшись, он хотел удалиться как можно дальше, но Сарада была против. «Получай, Шинара!» крикнула девушка и впечатала его в землю мощным ударом, от которого земля покрылась трещинами. «Все целы?» спросил у друзей Митсуки. «Да, все в порядке». Хором ответила команда, окидывая взглядом поваленные деревья и раненых, разбросанных по округе. «Повезло, что они были слабыми», проговорила Сарада. «Несмотря на это, будьте начеку. Возможно, прибудет подкрепление и лишь другие враги захотят заполучить свиток». И, решив больше не медлить, Шиноби отправились в деревню Облака. По прибытии их сразу же пропустили край Каги. Команда рассказала ему о нападении, и он пообещал позаботиться о преступниках. Даруи подписал документ и предоставил Шиноби место для отдыха. Отдохнув не больше двух часов, они не стали задерживаться, а сразу отправились домой. Хух, миссия прошла успешно, Даттибаса, улыбался Барута, прыгая на очередную ветку. «Для начала нужно доставить свиток в Канаху», не согласилась Сарада. «Ой, ну ладно, что может быть проще?» «Все так же расслабленно», говорил парень. «А если они еще враги нападут?» поинтересовался Митсуки. «Мы с легкостью их победим, правда, Кавыкия?» обратился к другу Барута. «Разумеется, мы победим», Дубина, в своем стиле ответил тот. «Так будет хоть немного веселее». Небо озарило яркая вспышка и паутина молнией покрыла небосвод. Следом по округе разнесся сильный грохот, пугая живность. После снеба посыпались миллионы капель, неминуемо разбиваясь о землю. Ребята не обратили на это внимание и продолжили путь. Они собирались передвигаться еще около часа, после чего устроить ночлег. Но их планам не суждено было сбыться. Митсуки спиной почувствовал взгляд. За ними наблюдали. Не успел он предупредить ребят, как его мощным ударом откинул в дерево. Он сильно стукнулся о шершавую кору плечом и щекой. Митсуки прокричали Шиноби, останавливаясь. Перед ними предстал человек с красными волосами. Ветер развивал его плащ, а удар молнии осветил его лицевой протез и длинные когти на обеих руках. Не может быть ты! Неприятное удивление с щепоткой ненависти отразилось на лице Каваки. Остальные видели этого человека впервые, но у них не осталось сомнений, кто перед ними стоит. Ну здравствуй, Узумаки Барута. Предлагаю добровольно пойти со мной, и тогда твои друзья не умрут, начал разговор с угрозой Кода. Размечтался, кретин. Грубо ответил Каваки. Ну что же, не хотите по-хорошему будет по-плохому? Сказал внутренне и приготовился к бою. Кода, недолго думая, бросился на Каваки. Тот столкнулся с ним, используя механическую руку. В это время Барута побежал на врага справа. Стихия молнии Удар молнии. Узумаки направился в технику. Кода, быстро сориентировавшись, откинул Каваки и уклонился от молнии. Сарада бросилась к противнику с кунаем в руках, но Кода с воин когтем отбил его и мощным ударом в живот подбросил очху вверх. Он прыгнул следом за ней, занес оружие с одним единственным намерением убить, но Митсуки удлинил свои конечности и быстро схватил девушку, вытаскивая «Он слишком быстр, дайте боса!» прокричал Баруто. «Нам нужно придумать план», предложила Сарада. «Отвлеките его ненадолго». Но Кода не желал давать шина без шанса на возможность договориться на огромной скорости приблизился к ним, из-за чего Каваки и Митсуки пришлось принять ближний бой, применив Тадзюцу. Несмотря на численные преимущества своих противников, внутри нелегко парировал все удары. Он отбил очередной выпад Митсуки, а после схватил того за руку, притянул ближе к себе и ударил в грудь, отбросив на пару метров. В мгновение Кода уклонился от атаки Каваки, сделал подсечку и перекинул парня за спину, отправляя в полет до ближайшего ствола. Баруто в это время создал пять клонов и дал им команду напасть на врага. «Вы в порядке, ребята?» спросил Баруто, пока клоны отвлекали Кода. «Блиемини», ответил Каваки, стряхивая с себя пыль, а Митсуки утвердительно кивнул. «У меня есть идея», неожиданно произнесла Сарада. К этому времени Кода уже расправился с клонами и с издевкой спросил, «И это все, на что вы способны?» «Не недооценивай нас!» крикнула Сарада. «Стихия огня огненный шар». Запустил огромный шар огня в противника девушка. Кода без проблем ушел от этой техники, но внезапно со стороны услышал стихии молнии змеиной молнии. Кода едва успел среагировать на этот прием, уверен влево. Однако этого и добивалась седьмая команда Борута резко выпрыгнул перед врагом Рассинган. Прокричал изумаки, удерживая массивный поток чакры в левой руке и двигаясь прямиком на врага. За пару секунд до столкновения с Рассинганом парень полностью растворился, из-за чего Борута ударил со всей силы в пол, пропиливая землю и образуя небольшой кратер. Куда он пропал? — недоумевала команда. Вдруг позади них вновь появился Кода, выходя из странной штуки на камне. «Это была неплохая попытка», — с ухмылкой сказал парень. «Но вам не повезло, что рядом была моя царапина. Я могу перемещаться между ними, когда захочу». «Что еще за царапина?» — удивились Шиноби. Но, внимательно смотрев поле боя, они заметили несколько таких царапин вокруг. «Предлагаю тебе сдаться, Борута. Ты еще можешь спасти своих друзей», — с легкой усмешкой сказал Кода. «Зачем он тебе?» — решил поинтересоваться Мицуки. «Скажем так, десятихвосты не прочь полакомиться молодым Асуцуки. Тебе нужен плод чакры», — уточнил Азумуки. «Да, а после я смогу поглощать плоды и на других планетах, вследствие чего стану богом Асуцуки». Маниакально произнес парень, явно находясь в предвкушении. Ребятам даже показалось, что тот, на секунду забывшись, облизнулся. Седьмая команда была поражена услышанным. Ребята понимали, что его нужно остановить как можно быстрее. «Много хочешь, ублюдок», — крикнул Азумуки выстрелил лучом из своей руки. Кода с легкостью увернулся, а после очередной техники молния от Мицуки снова ушел в свою царапину. «Черт, откуда он появится?» Думали ребята, напряженно озираясь по сторонам. Кода резко возник в метре от Кавыки мощным ударом ноги откинул парня в сторону. Кавыки отлетел головой в камень и больше не встал. Мицуки попытался контр-атаковать, но враг оказался быстрее когтем вывел иструю правую руку, а следом и левую. Пока Барута помогал друзьям, Сарада вступила в бой с Кодом Тайджусу. Шаринган помогал предсказывать движение врага, но его скорость была огромной. Пропустив парочку атак, Учиха потеряла концентрацию, и Кода изящным, но не менее сильным ударом выкинул ее за пределы поля боя. «Черт, даже с Шаринганом я не могу прочитать его это, нам нужно». Но она не успела договорить, как Кода вмиг оказался рядом с ней, а после, схватив за горло, поднял вверх. «Мерзкая девчонка, от тебя слишком много проблем, пожалуй, убью тебя первый», ухмыльнулся Кода и сжал горло несчастной сильнее, стараясь не смотреть в глаза последней представительницы проклятого клана. Сарада задыхалась, издавая пугающие хрипы, царапала его руку, пыталась пришла быстро. Барута с помощью двух клонов из стихийной техники отбросил противника в сторону, а Учху упала на землю и начала откашливаться. «Ты в порядке, Сарада?» спросил вовремя подоспевший Узумуки. «Да, спасибо, Барута», произнесла девушка. Она подняла на него взгляд и застыла, от правой руки парни прямо до глаза расползлись черные узоры. Это была карма. «Я не позволю тебе убить моих дорогих друзей, дать тебе баса!» Яростно прокричал Шиноби и приготовился к атаке. «Ну надо же!» удивился Кода. «В таком случае покажи, на что ты способен, Узумуки Барута». Несмотря на плохую и дождливую погоду, Кагуцу Тихари был в хорошем настроении. Он находился в паре километров от Канохи. За эти несколько дней ему удалось узнать, что Амада практически не покидает свою лабораторию, а рядом с ученым постоянно находится несколько охранников, скорее всего, Анбу Листа. Мужчина не знал, как именно Кода хочет схватить старика, так как в деревню невозможно пробраться незамеченным. Еще больше Кагуцу Ти напрягал то, что его союзник не поделился с ним деталями плана. «Что же ты задумал, Кода?» Стал размышлять вслух Хари. Решив подумать об этом в дороге, одноглазый отправился на базу. Но перед прибытием он обязательно посетит одно место. «Баруто, твоя карма активировалась. Не значит ли, что?» встревоженно зашептала Учха. «Все хорошо, Сарада», ответил ей Узумаки, осматривая открытый участок кожи, покрывшийся узорами. «Я полностью контролирую свое сознание». Первым в атаку бросился Баруто. Он решил навязать противнику ближний бой, уверенно атакуя его Тадзюцу. Узумаки двигался быстрее, и Кода с трудом за ним поспевал, стараясь больше блокировать удары, нежели нападать. Следом шла серия ударов ногами от Баруто успешных блоков врага. Шина Белеста поймал момент и сильным ударом в челюсть повалил врага на землю. «Чтоб тебя!» разозлился Кода. Он моментально атаковал Баруто своим когтем. Сын седьмого заблокировал выпадку наим, но получил быстрый удар чтобы победить меня, был уверен в себе Кода. «Ты о чем?» удивился Баруто. «У кармы существует вторая форма, в которой пользователю передаются знания и опыт того Ацуцуки, который поставил печать. Но ты не можешь активировать ее самостоятельно лишь тогда, когда твое тело захватывает мамушки». Баруто пораженно слушал Кода, не понимая, откуда у него такие сведения. Парень почувствовал неприятное покалывание в руке. «Черт!» подумал Баруто, смотря на свою руку. «Долго поддерживать карму я не смогу. Нужно побыстрее с ним заканчивать». Узумаки пытался продумать Хадыка да наперед, но как ни старался, у него не выходило. Ему чертовски не хватало на это времени. Сзади послышались голоса друзей. «Мы поможем тебе, Баруто, и как команда справимся вместе», улыбнулся Митсуки, становясь рядом. «Именно так. Давайте покончим с ним». Уверенно проговорила Сарада, за ним и место с другой стороны от Баруто. «Ребята!» прошептал Узумаки, но после улыбнулся и посмотрел на врага. «Поехали, дайте баса!» «Стихи и молнии, шаровые молнии!» крикнула обладательница Шарингана, производя на свет три сверкающих шара и отправляя их в сторону противника. Кадаловка увернулся от техники, но на него тут же налетели клоны Баруто, которых он без особых проблем уничтожил, а тем временем Узумаки использовал технику. «Стихия водоводяная струя!» «Стихия молнии, змеиная молния!» добавил Митсуки, объединив техники. Врагу ничего не оставалось, кроме как переместиться в свою царапину. Он появился слева от ребят и бросился в сторону Сарады. «Стихия ветра прорыв!» Запустил поток воздуха сына Рачимару. Ветер остановил Каданомести. Тут же Лучхо бросил ассирикены, пропитавшиеся стихийной чекрой молнии, которые при столкновении создали вспышку и ослепили внутреннего. Он успел услышать характерный звук известной техники, но когда вновь смог видеть, что-то предпринимать было поздно. Расинган прокричал Барута и впечатал технику в живот врага. Кода с невероятной силой откинула в сторону, он проломил с собой несколько булыжников. Благодаря карме техника была больше, чем обычно, и наносила урон посерьезнее. У нас получилось, дайте баса. Улыбнулся Барута, но тут же присел на одно колено. Чакры осталось совсем немного. Митсуки и Сарада подбежали к нему. Ты как? Спросили друзей и хором, с тревогой осматриваяся командника. Лучше не бывает, хмыкнул в ответ Узунки, стараясь скрыть свое настоящее состояние. Значит так, берем кавыки и уходим отсюда побыстрее. Скомандовала девушка. Ребята собирались уходить, но услышали голос поверженного минутами ранее противника. Вы далеко собрались? Спросил Кода, который вновь был на ногах. На его животе был виден небольшой след от техники, да и сам он был потрепанным. Парень с яростью в глазах смотрел на Шиноби. Он еще на ногах после того Рессингана. Удивился Барута. Как же вы меня разозлили? Прокричал Кода, хищно скались. На его левой руке начали расползаться знакомые узоры. Это была карма белого цвета. У него есть карма? Были потрясены таким неблагоприятным поворотом событий Сарада и Митсуки. Я покажу вам, что значит настоящая сила. Прокричал Кода и бросился к ребятам. Он двигался куда быстрее, чем раньше. Никто не успел среагировать рядом с Митсуки, с ноги ударил того в солнечное сплетение, заставивши набезадохнуться и отлететь к дереву, ломая два ребра о твердую поверхность. Стихия Огняк не успела договориться Рада, как Кода переместился ей за спину и таким же мощным ударом проломил девичьим телом несколько деревьев. Ребята! Крикнул Барута, а после схлестнулся с врагом в ближнем бою, ни на секунду не давая ему увеличить дистанцию между ними. Кода легко уклонялся от серии ударов конечностями. Узумаки пытался попасть ему прямо в челюсть, но тот ловко перехватил его кулак своей ладонью. Я признаю, ты довольно неплохо овладел первой формой кармы, отметил внутренний и до хруста сжал его руку. Но до меня тебе еще далеко. Кода ударом колено в живот и подбросил парня и сверху добил его локтем, впечатав в землю. От силы удара по земле побежала паутина из трещин. Перед глазами Узумаки потемнело, от силы удара он мгновенно потерял сознание. Рисунки на руке поползли обратно в печать, стираясь с кожи. Чертовы детишки, они лучше, чем я думал, произнес Кода и деактивировал свою карму. Он осмотрелся вокруг места боя и остановил свой взгляд на Квыке. Как же хочется тебя прикончить, думал Кода. Но для начала нужно узнать, сколько процентов данных мамошики распаковалось внутри мальчишки. Ладно, нужно поторопиться, иначе может появиться Ацуцуки и захватить его тело, уже вслух проговорил внутренний. С этими словами Кода взял сына Хакаги себе на плечо и отправился к царапине Ани. В это время Сарада держалась из последних сил, но общая усталость и потраченные чакры давали о себе знать. Она просто наблюдала, как враг скрылся вместе с Узумуки. Барута кое-как прошептала девушка одними губами, не в силах сделать что-то большее для спасения друга и тоже потеряла сознание, отправляясь в бесконечную темень, ждать момента своего пробуждения. Яркое солнце освещало все вокруг, давая начало новому дню. Особенно красивым был утренний лес, что приветствовал каждого, кто сюда приходил, свежестью воздуха и мелодичными сейчас в нем находился один человек. Ветер развивал длинные темные волосы, частично скрывая его лицо, но тот не обращал на это никакого внимания. Взгляд одноглазого был прикован к двум могилам под большим деревом. Мама, папа, я вернулся, прошептал Кагуцу Тихари. Я давно уже к вам не заглядывал, все никак не мог решиться. Но на этот раз я с хорошими новостями, вы ведь помните у Чихусаски, того, кто убил вас. Мужчина сделал паузу, как будто хотел услышать ответ, но на самом деле он вспоминал тот день. Тогда в стране железа было собрание пяти Каги, и родители присутствовали на нем в качестве охраны. Их семья была самураями, а без них никуда на таких собраниях. Десятилетний мальчик, как и всегда, ждал своих родителей дома к ужину за накрытым столом, но они не пришли ни через час, ни через два, ни даже через день. А потом один из что их убили. Единственное, что услышал Хари, было имя Чихи Саски. В тот день Кагуцути поклялся отомстить, и даже спустя много лет не забыл о своей клятве. Так вот, совсем скоро мы встретимся с ним, и тогда я убью его. Я обещаю, что позволю вашим душам обрести покой и отомщу Чихи, яростно произнес Хари. Сарада очнулась с сильной головной болью. Расфокусированным взглядом она с тревогой оглядывала белый, голые стены. Кое-как, и поднявшись на дрожащих руках, она села на кровати поудобней. На тумбочке слева девушка на ощупь нашла свои очки и надела их. Тут же к ней пришло осознание, где она находится, в больнице. Никого в палате не было, поэтому узнать, что произошло, девушка не могла. Обладательница Шарингана собиралась уже встать с кровати, но в этот момент к ней зашла ее мать тучиха Сакура. Ты уже очнулась? Слово, Ками, с тобой все в порядке, сказала Сакура и обняла свою дочь. Сарада обхватила ее ослабевшими руками в ответ и спросила, «Мам, а как я сюда попала?» «Вас троих принес Саски-кон, он сразу же доставил вас в больницу». Вдруг Сарада вспомнила последнее, что она видела, а именно кода, который уносил Барута. «Мама, Барута он тоже принес». Все же решила спросить девушка. «Прости, доченька, но вас было только трое, а подробностей я не знаю», сказала ей медик. Сарада была напугана, ведь Барута был для нее близким человеком, ее лучшим другом. Акада собирался скормить его десятихвостому. Руки задрожали, а сердце пропустило удар от осознания, что Узумаки сейчас находится в смертельной опасности и никто не в силах ему помочь. «Мне срочно нужно поговорить с господином Седьмым». заявила очиха и поднялась с кровати на ватных ногах, цепляясь руками за прикроватную тумбу и стараясь удержать равновесие. Лишь сильное головокружение остановило ее от дальнейших шагов по направлению коридора. «Но ты еще не восстановилась». Руки матери легли на предплечье дочери, удерживая ее от падения на холодный кафельный пол. «Ее вправду лучше все рассказать Наруто», заявил вошедший в палату Саски. «Папа, я так рада тебя видеть». Обрадовалась Сарада, полностью переключая свое внимание с матери на вошедшего отца. Но, Саски-кон, ей нужен отдых, запротестовала Кунаичи, пытаясь усадить сопротивляющийся чадо обратно на кровать. «Это всего лишь разговор, не более», сказал очиха. «Пойдем, Сарада». Девушка отодвинула мать в сторону и немного пошатываясь, подрела за отцом, а Сакура лишь устало вздохнула. Когда обладатели Шарингана вошли в другую палату, там уже были Наруто, Сай, Каваки, Мицуки. «Ребята, как хорошо, что вы целы», не смогла сдержаться Сарада, но новый приступ головокружения заставил ее прильнуть к дверному косяку. Находящиеся в палате люди метнули встревоженный взгляд на очиху. «Все в порядке, я недавно очнулась, и голова немного кружится. Итак, мы собрали вас здесь, чтобы узнать, что случилось и где сейчас Баруто», произнес Хакаги. «Мы возвращались после миссии, начала очиха. Но неожиданно нас напал Кода. В этот момент взрослые напряглись и продолжили слушать девушку. Мы вступили с ним в бой, но силы были неравны, к тому же Кода использовал странные штуки. Он назвал их царапинами и мог перемещаться между ними», продолжила Сарада, вследствие чего нас ранее «Но Баруто смог активировать свою карму. Все, кроме Митсуки, были удивлены. Но ведь он принимает таблетки», недоумевал Седьмой. «Таблетки останавливают распаковку данных, карму, как источник силы, при этом использовать можно», заявил Амада, которого только что привел Шакамару. «А что дальше было?» спросил Сай. «Коя как мы смогли его одолеть, но потом Кода разозлился и активировал свою белую карму. Он победил нас за считанные секунды», дополнил Митсуки. «В этот раз никто не удивился, так как Амада рассказывал Акаде и его карме». «Я так понимаю, именно он забрал Баруто?» спросил Саски. «Да, он хочет скормить его десятихвостом и получить плод чакры», сказала Сарада, вызвав на лицах присутствующих неподдельные эмоции. «Неужто он уже это сделал?» спросил Шакамару, вводя всех в состояние ужаса. «Нет», уверенно заявил Амада. «Для начала ему нужно проверить, сколько процентов данных мамошики распаковалось в его теле. Если эта цифра меньше девяносто процентов, то плод получится некачественным. Значит, мой сын еще жив». Оживленно спросил Узумуки. «Да, можете в этом не сомневаться», успокоил его ученый. «Его карма распаковалась только на восемьдесят три процента, поэтому когда будет ждать». «Но таблетки ведь остановили распаковку». Поинтересовался обладатель Шарингана. «Это правда, но никто не говорил, что навсегда», вымолвил ученый. В комнате резко стало тихо. Каждый погрузился в бескрайнюю пучину своих мыслей. «Ну и где их искать?» нарушил тишину Сай. «Кажется, я знаю», обратил на себя все внимание Саски. По дороге в страну воды я наткнулся на необычные видят ничего странного, но в Шаринганам было видно скрытый вход и следы чакры внутри. «Это одна из секретных Баскары», подтвердил его слова Амада. «Поэтому нет сомнений, что никто, кроме Кода, не знает, как туда попасть». «Но следов чакры было несколько», добавил Саски. «Он нашел себе союзников». «Вот Морока», как всегда произнес советник Хакаги. «Значит так, Шакамару, ты остаешься Баруто», скомандовал Наруто. «Господин седьмой, мы хотим пойти с вами». Вместе заявили члены команды номер семь. «Он наш друг, и мы должны его спасти». «Ни в коем случае». Резко ответил Мхакаги. «Вы были ранены, да и это слишком опасно». Шиноби расстроились, но понимали, что Наруто был прав. Каваки же не намерен был сдаваться. Седьмой, пожалуйста, я не смог присмотреть за ним, и это моя вина. К тому же я восстановился. Наруто начал сомневаться. Лишние люди не помешают, но рисковать Каваки он не хотел. Седьмой, я бы посоветовал взять его с собой, неожиданно произнес Амада. Каваки уже был там, и знает, что и где находится, он поможет вам сориентироваться. Все удивленно смотрели на старика, не зная, что ответить. Каваки задумался, с чего это он не свой вопрос, он так и не узнает. Ладно, Каваки, ты идешь с нами, но пообещай быть максимально аккуратным и бездуманно не бросаться на кода, как только увидишь его, вздохнув, сказал Узумуки. Спасибо, седьмой. В этот раз я не подведу вас, обещаю. Максимально искренне ответил парень. Наруто кивнул, после чего со взрослыми покинул палату. С чего такое рвение? Поинтересовался Митсуки. Просто я хотел отблагодарить седьмого за все, что он сделал для меня, честно, сказал Каваки. Я обещал присмотреть за Баруто, а в итоге облажался. Послушай, начало Сарада. Мы команда, мы все виноваты и несем ответственность за то, что случилось. Я не меньше тебя чувствую вину и хочу вернуть Баруто. Этот идиот точно начал бы кричать на тебя за то, что ты взвалил все на свои плечи. Каваки неожиданно для себя улыбнулся и впервые почувствовал, что такое дружеская поддержка. Он посмотрел в окно на цветущий двор госпиталя и задумался, я слишком слаб, мне нужно стать сильнее. Амада, который уже находился в лаборатории, также был в раздумьях. Это твой шанс, Каваки. Тебе предстоит тяжелый выбор, но я уверен в том, что ты примешь правильное решение, сказал вслух ученый и закурил очередную сигарету. Баруто чувствовал невероятную усталость и сонливость. Но, вспомнив все события до того момента, как он потерял сознание, Узумаки решил открыть глаза. Он увидел лишь темное небо, на котором ничего не было. Недоумевая, голубоглазый принял положение сидя и осмотрелся вокруг. Блондин лежал на зеленой поляне, а вокруг было много маленьких скал. Вдали была непроглядная тьма, прям как в небе. Черт, где же я оказался, датьте баса? Задумался сын седьмого. Это твое подсознание, человеческое дитя, послышался басистый голос. Баруто этот голос показался знакомым. Посмотрев на вершину одной скалы, где до этого никого не было, он увидел его. Бледная кожа и бледно-голубые волосы, собранные в длинный высокий хвост. Его голову украшала пара плоских изогнутых рогов, которые напоминали кроличьи уши. Мамушки! В шоке произнес Баруто. Что ты здесь делаешь? Я нахожусь тут постоянно, в отличие от тебя, так что не тебе спрашивать, спокойно ответила Асу Суки. Но я же принимаю таблетки, почему я тебя вижу? Не мог успокоиться Узумуки. Ты об этих таблеточках? Да, они остановили распаковку моих данных, но они никак не влияют на использование кармы или на меня в твоем подсознании, объяснил ему мамушеки. Ты так же хочешь захватить мое тело? Яростно спросил Баруто. Сейчас я не могу этого сделать, к тому же еще не время, произнес бледнокожий. Что это значит? Не понимал блондин. Мамушеки проигнорировал его вопрос и посмотрел на небо. Вдруг Баруто почувствовал, как будто его пытаются разбудить. Совсем скоро мы вновь встретимся, у Зумаки Баруто, сказал Асуцоке и посмотрел на него. Спустя мгновение блондин исчез, оставив мамушеки в одиночестве. В конце концов, эти голубые глаза лишат тебя всего. Вот это место, вымолвил Саски и приземлился на дерево. Наруто и Каваки остановились возле него. Что скажешь, Каваки? Спросил Хакаги. Снаружи я никогда не видел эту базу, но у меня нет сомнений, что это именно она, уверенно произнес Брюнет. Внутри есть специальные датчики, они сразу определяют наше местоположение, а с помощью камер Када может увидеть нас. Есть идеи? Спросил седьмой. Справа по коридору есть пункт управления, там можно отключить камеры, предложил Сероглазый. Тогда Када не увидит, кто именно проник в убежище и может спутать с союзником. Нужно действовать максимально скрытно, Саски, справишься. Улыбнулся Наруто. Мог и не спрашивать, уверенно сказал Учиха и двинулся ко входу. Вот отлично, тогда я зайду через пять минут после тебя. Каваки, ты останешься здесь. Решил Наруто. Но почему? Возмутился Брюнет. Это слишком опасно, ты хотел нам помочь и сделал это, придумав хороший план, ответил ему Блондин. Но ведь Бору хотел сказать Каваки, но Наруто его перебил. Мы позаботимся об Боруто, можешь не переживать, вымолвил Седьмой. Ты останешься тут и в случае чего свяжешься с Шикомару, попросив подмогу. Каваки заметно расстроился. Он хотел спасти младшего Узумаки и доказать Седьмому свою решимость. Брюнет понимал недоверие Голубоглазого к нему, после всего что произошло. Наруто, прочитав его мысли, положил руку ему на плечо. Я верю в тебя Каваки. Заставил дернуться Брюнета Узумаки. Именно поэтому я взял тебя с собой, зная всю опасность. Если все будет плохо, ты должен взять всю ответственность на себя и действовать в самый подходящий момент. Сероглазый просто кивнул ему не в состоянии что-либо ответить. Он не ожидал, что седьмой не сомневается в нем, даже в такой ситуации. Наруто, обождавши пять минут, отправился вслед за Саски. В этот раз я не подведу вас, седьмой. Мысленно решил для себя Каваки. Барут открыл глаза, увидев перед собой незнакомые очертания. Вокруг были разные приборы и много экранов. Только сейчас блондин обратил внимание Каваки. Попытавшись вырваться, голубоглазый почувствовал, что крепления на его руках сдерживают чакру. Ах, ты уже проснулся, послышался знакомый голос. Чувствуй себя как дома, у Зума Кибарута. Сын седьмого не видел парня, но уже успел запомнить этот голос. Кода, ублюдок, отпусти меня сейчас же! Крикнул блондин. Я обязательно сделаю это, но тебе нужно немного потерпеть, спокойно ответил Кода. Он присоединил к парню какие-то провода, похожие на те, что использовал Амада. После чего сел за компьютер. Вот черт, у него распаковалось лишь 83% данных, к тому же распаковка стоит на месте, вслух размышлял Кода. Ученик Джигена встал и ушел в направлении другой комнаты. Барута же просто беспомощно сидел в кресле, не в силах что-либо сделать. Спустя несколько минут Кода вернулся в зал, держа в руке шприц с неизвестной жидкостью. Он подошел к голубоглазому, поднося содержимое к плечу. Парень в страхе наблюдал за этим. «Что ты делаешь, дать тебе са?» Сказал Барута и тут же почувствовал неприятную боль и закричал. «Прошу меня извинить, но другого выхода нет», произнес Кода и подумал, «Как же хорошо, что перед предательством ты оставил много чего интересного Амада». Кода так был увлечен блондином, что не заметил, как на одном из экранов засветилось предупреждение посторонних на базе. Наруто, как только услышал крики своего сына, молниеносно побежал на звук. Параллельно его клон сидел в лесу, собирая природную чакру. «Не переживай, Барута, тебе просто нужно дождаться своей участи и быть скормленным десятихвостому. В любом случае ты не успел договорить звук. Дверь позади него выбили мощным ударом, и он лишь успел заметить светлые волосы перед тем, как его откинули в стену. На том месте было много пыли, и сама стена пошла трещинами. Кодокэ как поднялся на ноги и посмотрел на своего врага. «Папа! Не вери!» вымолвил Узумаки, смотря на своего отца. «Все будет хорошо, Барута!» улыбнулся ему Наруто, он повернулся и клон Наруто рассеялся. Глаза Седьмого обрели золотой оттенок, а также жабообразные зрачки с оранжевой пигментацией вокруг глаз. Он вошел в режим отшельника. «Ты пожалеешь о том, что похитил моего сына!» крикнул Наруто и приготовился к бою. Наруто бросился на Кода и начал сражаться в Тайджутсу. Тот лишь уклонялся от атак, не успевая даже контратаковать. Седьмой двигался с огромной скоростью, несколько раз задевая врага. Блок Кода не выдержал и Наруто сильным ударом ноги пробил в бок мужчине и отправил его в кучу приборов, снося их вместе с компьютером. Не успел он до конца подняться, как Хакаги сразу же кинулся к нему. Росинган создал мощную технику блондин. Но в последний момент Кода переместился в царапину, что поставил при падении. Он даже без своего зверька Хакаги достаточно силен, задумался внутренней. Баруто, наблюдавшим за боем, насколько это было возможным будучи прикованным к креслу, почувствовал странные ощущения в организме. Его веки стали слепаться, и он не успел заметить, как уснул. Тем временем член Кары, недолго думая, активировал свою карму и прыгнул к Наруто. Они вновь начали сражаться в ближнем бою. Кадо двигался намного быстрее, чем раньше, но седьмой не уступал ему. Враг подловил момент и быстро активировал свои когти, пытаясь проткнуть Хакаги. Но режим отшельника позволял чувствовать опасность, поэтому Наруто вовремя уклонился, параллельно цели с кулаком в лицо Кода. Скорость позволила уклониться от его атаки, но, не ожидая, он ощутил боль на правой щеке и отлетел в сторону, хоть и приземлился на ноги. Он непонимающе глядел на Хакаги. «В этом режиме я могу удлинить свое тело, используя природную чакру», ухмыльнувшись объяснил Наруто. Кадо лишь осклабился и вновь бросился к врагу. Они продолжали сражаться на протяжении пяти минут, но седьмой, в отличие от Кода, практически не выглядел оставшим. Неужто в этом режиме можно находиться столько времени? Яростно спросил Кода. «В основном это невозможно, но особенности моей чакры и опыт в использовании этого режима позволяет удерживать его дольше обычного», спокойно произнес Наруто. «Их силы были равны, но ученик Джигена понимал, что такими темпами он проиграет из-за недостатка выносливости». В свою очередь, седьмой не мог использовать огромные рассинганы и рассенсюрикены, так как это было закрытое пространство, и он мог зацепить Баруто. Неизвестно, сколько еще они могли сражаться, но из ниоткуда Кода услышал звуки молнии. Учиха Саски, пропитав свой меч стихией, напал на врага. Красноволосый заблокировал атаку своими когтями, но получил урон от молнии и откатился на пару метров. «Сдавайся, тебе не победить в этом бою», уверенно сказал обладатель Шарингана. Кода был вне себя от ярости. Неужели его план провалился, и у него не получится скормить мальчишку десятихвостому? Неужели он потеряет свою единственную базу? Неужели он не сможет отомстить за господина Джигена? Внутренний не намерен так быстро отступать и хочет продолжить бой. Но на его счастье, к нему подоспела помощь. Стихия огня летящий огненный снаряд. Полетел в сторону друзья гигантский огненный шар. Герои оскочили и посмотрели на нового врага. Длинные темные волосы, небольшая бородка и всего лишь один глаз. Ты вовремя, Кагуцути, обрадовался Кода. Узумаки и Учиха с удивлением отпаской смотрели на мужчину. Тот в свою очередь просто подошел к Кода и встал напротив Шиноби. Наконец-то мы встретились, Учиха Саски. Громко сказал Кагуцути Хари. Мы виделись раньше. Недоумевал Брюнет. Нет, но ты наверняка виделся с моими родителями, не так ли? Спросил его мужчина и добавил. Наверняка ты помнишь собрание Пяти Каги, которое было 17 лет назад. И помнишь тех убитых самураев. Саски шокированно застыл на месте. Он никогда не забывал тот день, когда он впервые был признан опасным преступником, убил много людей и потерял зрение. Конечно же, обладатель Шарингана, как и сейчас, чувствовал боль умерших защитников страны железа. Вижу, ты понимаешь, о чем речь. Тогда ты будешь знать причину своей смерти. Крикнул Хари. Стихи огня техника огнемета. Запустил он огненные снаряды из своего рта. Наруто и Саски уклонились и то так и начали действовать. Хакаги создал несколько десятков клонов и отправил их в бой. Саски Несмотря на Шаринган, враг не отставал от Учихи, активно используя обе руки. Местью ты ничего не решишь, попробовал заговорить Саски. И почему ты в этом так уверен? Спросил Кагуцути, нанося очередной удар. Потому что я через это прошел, я совершил много ошибок, и все это из-за жажды мести, ответил ему Саски. Я убил своего брата, пытался убить своего друга и свою жену, не понимая, что они просто хотят мне помочь. Харри остановился, о чем-то задумавшись. Вот значит как. Но, знаешь, от твоих слов желание забрать твой Шаринган, убив тебя и твою семью, у меня не убавилось. Маниакально прокричал Кагуцути и мощным ударом отбросил его в сторону. Кода в это время справился с клонами, но получил крепкий удар в челюсть от оригинала и отлетел в стену. Стихия Огня Бегущий Огонь Отправил поток пламени мужчина. Наруто легко мог увернуться, но заметил, что эта техника также заденет оборота. Не успев подумать, он бросился к своему сыну. Резко перед ними появились очертания фиолетовой чакры, которая защитила Узумаки от огня. Значит Сусануа, произнес Кагуцути, смотря на очертания скелета. Спасибо Саске. Поблагодарил седьмой. сказал Учиха. Сначала нужно одолеть их. Обладатель Шарингана запустил стрелу черного пламени в своих врагов, но те без проблем уклонились. Наруто успел ударить Хари, отбросив того в стену, но не успел среагировать на выпад Кода, который немного зацепил седьмого когтем. Красноволосый ударом в грудь отправил Наруто прямо в огромные экраны, сломав их все. Кагуцути в это время поднялся, чувствуя боль от удара Хакаги, но при этом улыбаясь. Он был рад, что в свое время позволил Амадо поэкспериментировать над своим телом, благодаря чему он сумел овладеть мощными техниками стихии огня. Но это была не вся сила мужчины. Я готовился к нашему бою, Учиха Саски, уверенно произнес мужчина. Стихии лавы лавовый поток. Выпустил он струю лавы. После столкновения с техникой Сусана начала плавиться, вследствие чего Учиха отменил его. Он сумел увернуться от атаки Кода, но Кагуцути не теряя времени, сильным ударом ноги откинул Учиху в стену. Саски. Только крикнул Наруто, как почувствовал упадок сил. Режим отшельника прекратил свое действие. Кода, воспользовавшись моментом, пробил в челюсть седьмому, отбросив его к своему другу. А теперь самое время вас прикончить. Прокричал Кагуцути. Стихи лавы волна из лавы. Использовал технику одноглазой. Огромная волна вулканической массы неслась на героев Канохи, предвещая их скорую смерть. Нейт. Только и успел крикнуть Каваки, наблюдая за неизбежным. Каваки спокойно сидел под деревом, ожидая какого-нибудь сигнула к действию. Сероглазый увидел, как клон седьмого развеялся, а значит он вступил в бой. Брюнет ненавидел ждать и быть ненужным, но ослушаться приказа Каги он не мог. Вдруг Каваки заметил силуэт мужчины, который приближался ко входу на базу. Он спокойно зашел внутрь, а значит это один из союзников кода. Простите, седьмой, но вы сами говорили действовать в нужный момент, подумал Брюнет и двинулся в сторону базы. Каваки передвигался осторожно, ожидая врага в любом месте. Но потом он услышал звуки боя и незамедлительно побежал в сторону сражения. Зайдя в главный зал, Брюнет увидел седьмого сучхой, к которому неслась волна лавы. Нет. Только и успел крикнуть Каваки, наблюдая за неизбежным. В этот момент Брюнет не мог думать ни о чем другом. Он не может позволить седьмому умереть. Именно Хакаги изменил его жизнь, спас от Ишаки, показал, что такое настоящая семья, поверил в него, взяв в свои ученики. Ты часть деревни, а вся деревня является моей семьей. Не переживай, Каваки, здесь ты в безопасности. Я бы ни за что не позволил тебе умереть, тем более ты напоминаешь мне самого пар, а сама лава начала пропадать. Что за недоумевали Кагуцу Тискода. Вскоре вся лава исчезла, а на том месте виднелся необычный силуэт. Когда весь пар пропал, все присутствующие были шокированы увиденным. Перед ними стоял Каваки, у которого появился Рок, а его левая рука покрылась узорами красного цвета. Также изменился левый глаз брюнета. У этого глаза радужка и зрачок желтый с черным узором, а внутри было четыре треугольника. Карма. В шоке произнес Наруто. Но как это возможно? Кады же просто шокированно смотрел на Каваки, понимая, как такое могло случиться. Чертов Амада, наверняка это его рук дело. Подумал красноволосый. Каваки смотрел на врагов перед собой, не до конца осознавая, что произошло. Он чувствовал невероятную силу, как никогда смотрел на свою руку. Я могу вернуть тебе карму, исключительно в качестве оружия. Ты зависел от кармы сильнее, чем тебе кажется. В конце концов, у тебя всегда есть выбор. Я слишком слаб, мне нужно стать сильнее. Вот значит как. Слух произнес Каваки. Он позже подумает над тем, что случилось, ну а сейчас, нужно защитить господина седьмого. Кагуц Сути был слишком потрясен еще одну технику, стихия огня огненная спираль. Техника понеслась в сторону Каваки, но тот, даже не напрягаясь, поглотил огонь. Кода с активированной кармой бросился к брюнету, замахиваясь когтем. Сероглазый просто посмотрел на его оружие, вмиг уменьшив его, а после мощным ударом откинул нападающего. Кагуцу Тихари не успел опомниться, как Каваки ударом ноги царапину, но она в этот же момент исчезла. Это же Сукунахикан, способный Тишики. В шоке сказал Саски. Внутренний был в панике, понимая всю безвыходность этой ситуации. Каваки безэмоционально смотрел на врагов, не желая останавливаться. Кагуцу Ти сумел встать на ноги, он решил отвлечь брюнета. Стихия лавы лавовый поток. Отправил он технику в сторону Барута. Каваки молниеносно среагировал на атаку, став перед блондином и выставив руку вперед. Из-за объема техники поглощение заняло несколько секунд, но этого хватило, чтобы враги сумели сбежать. Внезапно Каваки почувствовал, как будто из его тела высосали всю энергию, вследствие чего он потерял сознание. Наруто подбежал проверить все ли в порядке с брюнетом. Но парень был в порядке, а на его руке виднелся черный ромбик. Что это было, все еще шокированный Хакаги? Я не знаю, в любом случае, на это нам ответит Амада, хладнокровно ответил ему Учхо. Обладатель Шарингана подошел к креслу, на котором сидел Баруто. С помощью меча он освободил ноги и руки блондина, закинув его к себе на плечо. Седьмой в это время также поднял Каваки и повернулся в сторону друга. Двигаемся в сторону Канохи. Нужно поскорее осмотреть ребят и допросить Амада, уверенно произнес Наруто. Саски просто кивнул ему в ответ. Напоследок он активировал Мангеки и Шаринган и распространил черное пламя по территории базы, сжигая ее дотла. Герои выдвинулись в деревню, радуясь спасению Баруто и имея множество вопросов к седовласому ученому. Кады и Кагуцути оказались в необычном измерении. Хари впервые здесь находился, но очагато ему было не по себе. Кады не обращал никакого внимания на союзника, полностью сосредоточившись на своих мыслях, будто проклят Амада. Я обязательно тебя прикончу, но с таким Каваки мне не справиться. Тогда нужно поскорее снять ограничители, только так я смогу воплотить свои планы в реальность. Что это за место? Поинтересовался одноглазый мужчина. Это измерение с десятихвостым абсолютно спокойно ответил Куда. И какой у нас сейчас план? Решил узнать Брюнет. Нам нужно попасть к старику Амада. Он снимет мои ограничители, и уж тогда меня никто не остановит. Агрессивно сказал Куда. Но ведь возле него всегда охрана, да и незамеченным пробраться в Канаху невозможно, недоумевал Кагуцути. Ты прав, но в скором времени деревня скрытая в листве будет не до того, чтобы наблюдать за всеми, кто проникает в деревню, улыбнулся внутренней. Он проиграл этот бой, но у него есть запасной план. В этот момент Узума Кибарута мирно посапывал на плечи у своего учителя, не подозревая, какое именно вещество вколол ему Куда. Седьмой Хакаги вместе со своим другом Учихою Саски максимально быстро добрались до Канахи. На их руках были бессознательные парни, которых срочно нужно осмотреть. Немедленные секунды они понесли подростков в больницу, доставив Сакурии ее персоналу. После этого Наруто вызвал Шикамару Исайя, кратко объяснив им ситуацию и главные детали спасения. Дослушав рассказ, компания двинулась в лабораторию, чтобы найти одного скрытного ученого. Амада, как и обычно, сидела и что-то делала на компьютере, но вдруг его отрывает от дела громкий голос. Амада, у нас к тебе важный разговор. Крикнул Сай. Что случилось? О, господин Седьмой, вы уже вернулись, вам удалось спасти бы. Но договориться до волосы мы не дали. Послушай сюда, откуда у Каваки появилась карма? Взял его за Шиворот Шикамару. Карма? Значит пробудил все-таки. Тихо произнес Амада. Как он смог ее пробудить? Спокойно спросил Саски. Когда я делал ему новую руку, я внедрил в него некоторые вещества, плюс ко всему гены Шики, из-за этого карма появилась в его теле, попытался объяснить ученый. Вот почему он мог использовать силу Асу Цуки. Догадался Наруто. Но это не объясняет, почему ты, не спросив Каваки, дал ему карму. Я не заставлял его пробуждать эту силу, ответил Амада. Я предоставил ему выбор, если бы он и вправду не хотел использовать силу этой метки, она бы никогда не пробудилась. Видимо, что-то повлияло на его решение. Наруто после этих слов задумался, неужели это из-за того, чтобы защитить меня? Он ведь всегда волновался за меня и хотел отблагодарить за все, хотя я никогда ничего не требовал взамен. Из раздумий седьмого вывел голос друга, но какая выгода будет для тебя во всей этой ситуации? Поинтересовался Саски. На самом деле, есть причина, по которой я дал возможность Каваки пробудить карму, сказал Амада. Но, пожалуй, я расскажу ее в присутствии самого Каваки. Ах ты ж ублюдок! А ну не медли! Разозлился советник Хакаги. Шикамару не надо, успокоил его седьмой. Мы дождемся, когда ребята придут в сознание. Ладно, прости, что-то я весь на нервах, извинился Нара. Кстати, как они? Спросился Доволосый. На осмотре у Сакуры. Она сообщит, когда кто-то проснется, ответил ему Наруто. В компании наступила тишина. Все задумались над словами Амада и ожидали услышать важную информацию. Сам же ученый был относительно спокоен. Теперь после пробуждения Кармы Каваки жизнь целой и планеты можно спасти. Так же, как и его план. Сараду с Митсуке сидели в коридоре возле палаты друзей. Они очень переживали за них и обрадовались, когда ребята вернулись домой. Но Сакура запретила заходить к ним до тех пор, пока они не придут в сознание. Через некоторое время главный медик сама подошла к ним. «Может, вы отдохнете немного, вам сообщат, когда парни проснутся», сказала Розоволосая. «Мы не устали, к тому же нам важно убедиться, что с ними все в порядке», произнесла обладательница Шарингана. «Все так же сильно переживаешь за Барута?» Немного улыбнулась Сакура. «Что? С чего бы мы не переживать за этого идиота?» Чуть смутившись ответила девушка. «Ну, ты так часто о нем говоришь, вот я и подумала, что?» не договорила Сакура. «Мам, не говори ерунды, я переживаю за него не больше, чем заквыки», сказала немного покрасневшая брюнетка. «А мне кажется, из вас получилась бы хорошая парочка», улыбнулся сын Рачимару. «Мицуки!» «И ты туда же!» крикнула уже красная девушка. Сакура и Мицуки лишь посмеялись, в то время как Сарада мысленно проклинал изумки, хотя он и вовсе не виноват. Их прервала медсестра, которая вышла из палаты и подошла к начальнице. Каваки пришел в себя, сообщила женщина. Резко все стали серьезнее и поспешили зайти в палату, а медсестру попросили сообщить об этом седьмому. Проснувшись, первым делом Каваки посмотрел на свою руку, где находился черный ромбик. Убедившись, что это был не сон, он начал размышлять о последних событиях. Но не успел Брюнетаб думать все как следует, к нему в палату зашли посетители. Ты как, Каваки? Спросила Сакура. Вроде, нормально, ничего не болит, спокойно ответил сероглазый. Хорошо, что вы в порядке, сказал Митсуки. Вы? Сначала не понял Каваки и только потом заметил соседнюю кровать, где все еще спал блондин. Это что, корма? Забеспокоилась Сарада, увидев метку на левой руке. Что вообще произошло? Каваки кратко рассказал им о событиях в логове Кода, шокировая возможной смертью героев Канохи. Вскоре, после еще пары минут за разговорами, к ним в палату вошла делегация из важнейших людей в деревне. Почему вы не сказали, что чуть не умерли? Сразу же предъявила Сакура. Мы просто не хотели тебя беспокоить, дать тебе я почесал затылок, ответила Наруто. «Все хорошо, Каваки?» поинтересовался Амада. «Да». «И это, спасибо тебе за карму», неловко поблагодарил Каваки. Все присутствующие удивились этому. Ученый также не ожидал такого, думая, что Каваки будет очень зол. Если бы не она, то господин седьмой был бы уже мертв. Поэтому я благодарен этой силе, как никогда прежде, закончил свою речь Брюнит. В этот момент блондин с двумя полосками на щеках проснулся, в очередной раз за сегодня, не понимая, где он находится. «Где это я, дать тебе за?» спросил сын седьмого. «Баруто». Одновременно прокричали несколько людей. «С тобой все в порядке? Ребята?» «Ну, чувствую я себя нормально, правда, немного плечо побаливает». После того, как Каду вколол какое-то вещество, ответил им голубоглазый. «Что еще за вещество?» не на шутку испугался старший изумуки. «Не переживайте, седьмой. Я позже осмотрю парня и в случае чего помогу им попытался успокоить его садоволосый. Вообще-то ты обещал нам рассказать, почему позволил Каваки пробудить свою карму». Напомнил ему Шакамару. «Карма?» удивился Баруто. «Пусть дети выйдут с палаты», приказал Сай. «Но мы хотим послушать». Начали спорить подростки. «Пусть останутся». «Наверняка Каваки все равно им все расскажет», сказал Саски. Подумав, никто не стал с ним спорить. Все взгляды были прикованы к Амадо, ожидая, пока тот начнет говорить. Ученый лишь выдохнул и поправил свои очки. «Карма Каваки нужна нам не просто так. Совсем скоро наша планета будет в еще большей опасности, нежели была до этого». Амада, собравшись с мыслями, начал свой рассказ, «Дело в том, что Ишаки был не последним Аасуцуки в нашем мире». Все присутствующие шокированно смотрели на Седовласова. Лишь Саски, сохраняя спокойствие, спросил, «А сколько вообще существует Аасуцуки?» «Наверняка я сказать не могу», задумался Амада. «В их клане существует главная ветвь побочная, приблизительно так же, как и в клане Хьюга. Представители побочной должны слушаться родичей более высокого ранга». «А что касается Ишаки Кагуи?» спросил Шикомару. «Кагуи была рангом ниже, чем Ишаки, поэтому и должна была стать пищей для плода». «Но как это обычно бывает, ее не устроил этот вариант, и она предала Ишаки, взяв плод себе», ответил ученый. «Но как ты узнал о существовании остальных Аасуцуки?» поинтересовался Наруто. «Дело в том, что Ишаки хотел получить себе этот плод для дальнейшей эволюции, вследствие чего превзойти своих соклановцев», сказал Амада. «Он переживал, что другие представители появятся на нашей планете, ведь они могли просто забрать всю чакру себе». «В итоге, это и случилось». «Мамошики, Кеншики и Урашики», произнес Сучха. «Я так предполагаю, что Мамошики был из главной ветви». «Именно так, но так же туда относился Урашики», ответил ему садоволосый. Но что было странным, Ишаки не переживал за их прибытие на Землю, как будто зная, что они ничто, по сравнению с более сильными представителями клана. «Более сильными?» недоумевал Сай. «Те, кто поглотил несколько плодов чакры на других планетах», объяснил Амада. «Когда я был в измерении с десятихвостым, я видел голограмму, где были изображены три пары Асуцуки, начал Саски. Две из них мы знаем, но два символа были уничтожены, это была еще одна пара». «Да, и по словам Ишаки, он их уничтожил, вот только я бы не был так уверен», вымолвил ученый. «Они спокойно могли скрыться, тем самым обманув Джигена и заставив думать иначе. Порой он был слишком самоуверен, поэтому я и не исключаю этот вариант. «Когда ты говорил об угрозе, ты имел в виду их?» задал вопрос Каваки. «Нет, то, что они живы лишь моя теория», ответил Амада. «Главной угрозой могут быть сильнейшие представители клана из главной ветви, поглотившие несколько плодов». «А раньше не мог сказать об этом?» Немного разозлился советник Хакаги. «Я не был до конца уверен, к тому же они могут заявиться на нашу планету и через несколько сотен лет», сказал мужчина. «Но ты вернул карму Каваки, значит ли это, что Ацуцуки будут здесь раньше?» спросил обладатель Шарингана. «Все Ацуцуки, которые были отправлены сюда, не вернулись, а жив остался только у мамошики, находясь в карме Барута. У главной ветви возникнут вопросы к нашей планете, почему их представители не вернулись обратно», сказал Амада. «Им наплевать на Кагую, Кеншики и тех двоих, которых уничтожил Джиген, они переживают только за представителей высшего ранга. Да и то лишь потому, что такие сильные Ацуцуки не справились со своей задачей. Среди них нет друзей, каждый пытался достичь совершенства, спокойно жертву и другим, если понадобится. «Ты довольно много знаешь о них», подметил Сай. «Я много лет прислуживал Джигену, время от времени он раскрывал некоторые детали их клана», произнес ученый. «Он рассказал, что после вашей победы над прибывшими Ацуцуки, все больше внимания будет уделено Земле. Поэтому он так торопился получить новую силу, чтобы противостоять им, а после поглотить их и стать еще сильнее. Если они такие сильные, поможет ли нам Кармаковаки?» Спросил Седьмой. «Как минимум, у нас будут хоть какие-то шансы. Именно поэтому я внедрил ему Ген и Шики. У него были довольно-таки неплохие способности, учитывая то, что сосуд Джигена не позволял ему использовать всю свою мощь», ответил он. «Когда стоит ждать их появления?» Задал вопрос Саски. «Как я говорил ранее, они могут прийти хоть завтра, хоть через сто лет. Но, по опасениям и Шики, я могу предположить, что Ацуцуки прибудут в ближайшие несколько лет, а может и раньше», устало выдохнула Амада. В палате наступила тишина. Каждый думал над новой информацией, опасаясь за будущее их планеты. «Кто-то был в панике, а некоторые думали над планом действий. В любом случае, мы должны быть готовы ко всему», уверенно произнес Наруто. Все удивленно посмотрели на седьмого, но потом просто улыбнулись. Узумаки никогда не сдаются, даже когда шансов практически нет. Они сделают все возможное для защиты своего дома, даже если нужно будет отдать жизнь. Взрослые вместе с Сарадой и Митсуки покинули палату по указу Сакуры, приказав обладателем кармы еще немного задержаться в больнице. Парни некоторое время молча лежали и обдумывали услышанное. Прервать тишину решил Баруто. «Как думаешь, у нас есть хоть какие-то шансы против сильнейших Асуцуки?» спросил Блондин. «Не знаю. Судя по рассказу Амада, нас всех прикончит», безразлично ответил Брюнет. «Эй, ты что, так просто сдался?» разозлился голубоглазый. «Идиот, конечно же нет. Просто говорю очевидные вещи», перешел на крик Сороглазый. «Я не позволю им уничтожить мой дом, близких и всю планету», заявил Узумуки. Каваки ничего не ответил парню. На самом деле, еще пару месяцев назад, он был бы не против такого сценария, учитывая постоянные мучения в плену у Джигена. Но теперь, когда у него появилась семья, дом, друзья, он не желает терять это все. Еще раз взглянул на свою карму, Брюнет убедился в правильности ее возвращения. «Я владею этой силой. Эти Асуцуки пожалеют, что вообще сунулись на нашу планету». Мысленно решил для себя Каваки, очередной раз погружаясь в сон. На этот раз по собственному желанию. Вечерник и Наха поистине прекрасна. Множество людей отдыхают после работы в ночных заведениях или же просто прогуливаются по разным местам, наслаждаясь красотой деревни. Блондин с двумя полосками на щеках также наслаждался видами Канохи. Он неторопливым шагом направлялся в лабораторию Амада. Весь день он провел в больнице, даже Каваки выписали пораньше. Брюнет сразу уже отправился к ученому, так как тот просил, чтобы парни зашли, как будут свободны. И вот теперь Барута держит путь к Садоволосому. Но Голубоглазый специально не торопился. Давно он не прогуливался по деревне, так еще и в полном одиночестве. Блондин мог наблюдать абсолютно разных людей, начиная с Шиноби, которые расслабляются после миссии и заканчивая обычными гражданскими. Недалеко он услышал громкий смех. Повернув голову, он увидел семью, которая решила провести этот вечер вместе. Это заставило его невольно улыбнуться. Эх, давно наша семья никуда не выбиралась, дайте баса. Хотя с таким графиком, как у Бати, это почти невозможно. А тут еще и эти ацуцуки. Размышлял Барута. Спустя некоторое время Блондин все же дошел до лаборатории и отправился прямиком к Амадо. Поздоровавшись, они сразу перешли к делу, все-таки не впервые у Зума киноосмотре. В этот раз Амадо сидел дольше, чем обычно как-то недовольно смотрел в монитор компьютера. Что-то случилось? Спросил его сын седьмого. Да, к сожалению, когда нашел один препарат, который я изобрел еще несколько лет назад, начал Амадо. Джиген негодовал, что распаковка данных в теле его сосуда идет очень медленно. Он ведь не знал о том, что я подсыпал таблетки в едуковике. Ишики требовал ускорить процесс распаковки. Поэтому у меня небо выбора, кроме как создать такое вещество. Это то, что вколол мне кода? Спокойно спросил Барута. Да, но в твоем случае таблетки хорошо подействовали на тело, они даже могли остановить асуцукификацию, но вещество этого не позволит, ответил ему ученый. Хоть и медленно, но распаковка будет продолжаться, как это было с кавыки. Может пройти несколько лет, прежде чем ты превратишься в асуцуки. Ясно. Отстраненно произнес блондин. Только можешь не говорить отцу об этом? Я должен сообщить господину седьмому, это не обсуждается, отказался Амада. Не говори ему об этом хотя бы сегодня, попросил Барута. Ладно, выдохнулся доволосый. Если захочешь, сам скажешь. В любом случае, я сообщу ему завтра после обеда. Спасибо, до свидания, попрощался голубоглазый и покинул лабораторию. Амада продолжал смотреть в экран, где было показано состояние распаковки данных мамушки. Показатель составлял уже 84%. Я постараюсь что-нибудь придумать. Иначе другого выхода, кроме как убийства, не будет, вслух произнес ученый и закурил сигарету. Барута, особо не торопясь, шел в сторону дома. Таблетки Амада дали ему надежду. Но теперь он опять ставит под угрозу жизнь своих близких и всей деревни. В таком плохом настроении желания идти домой совсем нет. Черт, я так слаб. Я даже ничего не могу сделать. Разве что, думал Барута, смерть. Это, возможно, единственный выход. Не думаю, что старик Амада придумает еще какие-то препараты. Из размышлений его вывела брюнетка с короткими темными волосами и красивыми ониксовыми глазами. Эй, Барута, ты чего это один тут гуляешь? Спросила его девушка. Я так поняла, тебя уже выписали. Привет, Сарада. Меня выписали буквально пару часов назад, вот я и решил прогуляться, ответил ей парень. Если хочешь, могу составить тебе компанию, чуть смутившись предложила девушка. Странно, я думал, поскольку Соске сын дома, то ты будешь проводить с ним побольше времени, сказал Узумуки. Но мы и так сегодня тренировались большую часть дня, а вечером он решил заглянуть к седьмому, объяснила Учиха. Ну тогда я буду очень рад, если мы прогуляемся в парк. Сто лет там не был, дайте баса, улыбнулся Барута. Вскоре друзья отправились в парк Синджу. Это было одно из самых красивых мест в Канохе. Целые семьи или просто парочки часто проводили здесь время. Немного пройдясь по окрестностям, сокомандники сели на лавочку. Сначала они молча сидели, не зная, что говорить. Все же Сарада нарушила эту тишину. Барута, как ты отреагировал на новость об Ассуцуке? Спросила обладательница Шарингана. Сперва Зумаки испугался, что подруга узнала о возобновлении Ассуцуке-фикации. Но сразу уже понял, о чем она. Конечно же я испугался. По словам Амада они очень сильные, и шансов у нас немного, начал голубоглазый. Но я уверен, что я сделаю все для защиты нашей деревни. Я стану сильнее и защищу каждого, а если нужно, то отдам жизнь за Канаху. Сарада удивилась его смелости и решительности, но лишь вздохнула и легонько ударила его локтем в бок. Барута не было больно, но его это немного разозлило. За что дать тебе за? Негодовал блондин. Тебя что, Каваки заразил? Смотря в глаза спросила девушка. Ты о чем? Недоумевал блондин. Вы оба слишком много на себя берете, недовольно произнесла Учиха. Не забывай, у тебя есть друзья. Мы все вместе станем сильнее, вместе победим врага и пройдем этот путь. Так ведь? Сарада улыбнулась и протянула Барута свой кулак. Сын седьмого не ожидал такого от Сарады, но ее слова заставили парня задуматься. Он также улыбнулся, понимая, насколько он ценит эту девушку. Ну разумеется вместе. Стукнул своим кулаком Барута. Они поняли, что им пора домой, поэтому не стали задерживаться. По дороге они весело разговаривали, вспоминая моменты из детства. Барута даже успела на время забыть о своих тревогах, переживаниях и проблемах. Дом у Зумаки находился ближе, и они постепенно к нему подошли. Мы неплохо провели время. Давно я так не смеялась, сказала девушка. Ладно, тогда до завтра. Стой, Сарада! резко крикнул блондин, заставив девушку обернуться. Я хотел сказать, что спасибо тебе за все. Ты чего это, Барута? Все хорошо? Спросил очиха. Вполне просто, неважно, я пойду, мама волнуется, наверное, быстро вымолвил чуть покрасневший парень. Сарада удивилась поведению друга. Но, списав это на поздний час, она тоже пошла домой, собираясь приготовить ужин для родителей. крикнул на весь дом блондин. Братик! Обрадовалась его младшая сестра. О, Барута, а почему так поздно? Поинтересовалась Химата. Да так, гулял с друзьями немного, почесывая затылок, ответил ее сын. Ты как раз вовремя, дать тебе я. Сейчас будем ужинать, послышался голос седьмого Хакаги. Батя, ты уже дома? Не похоже на тебя, удивился Барута. Сегодня было не так много работы, поэтому я освободился пораньше, произнес Наруто. Хима, позови каваки, ужин уже готов, попросила бывшая Хьюга. Сейчас мамочка. Сказала Хима Вария быстро поднялась на второй этаж. Вскоре вся семья сидела за столом. Они ели и спокойно общались, интересуясь, как прошел день у всех членов семьи. Барута никак не хотел портить эту атмосферу и был рад, что Амада ничего не рассказал отцу. Спустя парни поочередно пошли в ванную, готовясь ко сну. Лежа в кровати, Барута смотрел на свою карму, представляя, как мамошеки берет его тело под контроль. Сегодняшний день подтвердил, что он не позволит дорогим людям пострадать. Блондин жал ладони в кулак и посмотрел на луну. Ты не навредишь моим близким, мамошеки. Я остановлю тебя любой ценой. Барута никогда не любил просыпаться рано утром. Но сегодня был один из тех дней, когда Блондин проснулся раньше нужного времени. Его сэнсэй, Учхасаски, назначил тренировку на 7 утра, так как считает, что утренние тренировки наиболее эффективны. Голубоглазый особо и не жаловался, и он давно не практиковался с учителем. К тому же это поможет отлечься от мыслей об Асуцуке. Прошло несколько дней и с тех пор, как Амада рассказал отцу о возобновлении Асуцукификации. Седьмый пообещал сделать все, что в его силах, но Борута не питал особых надежд. Также эта информация была засекречена, и о ней мало кто знал. Быстро собравшись и позавтракав, сын седьмого отправился на полигон, предвкушая продуктивные занятия. Обладатель Шарингана уже находился на тренировочной площадке. Он понимал, что ученик опоздает, сыну Зумаки как-никак. Но, на самом деле, Брюнета волновала не тактичность парня. Куда более интересным является состояние его тела. Саски входил в тот узкий круг людей, которые знают правду Борута. Эта информация повергла его в шок. В нынешней ситуации, когда на свободе разгуливает последний член организации Кара вместе с приспешником, который хочет отомстить Учихи за смерть родителей, а вдобавок к этому еще и потенциальной угрозы в виде новых Ассуцуки, только этого и не хватало. Саски трезво оценивал ситуацию, понимая, что вариантов у Борута не так уж и много. Он обещал, что если нужно, то убьет сына Нарута вместе с бледнокожим пришельцем. На деле, все намного сложнее. Узумаки стал для него важным человеком. Все-таки учеников у него никогда не было, и, скорее всего, больше не будет. Чтобы решиться на убийство, необходима решимость. Когда-то давно Учиха не сомневался в этом. Но сейчас сделать это будет крайне трудно, даже зная, что на кону жизнь деревни. От дальнейших размышлений мужчину вывел знакомый голос. Доброе утро, Саскисон. Поздоровался Борута. Да, и тебе тоже, ответил ему Брюнет. Сегодня мы поработаем над твоей выносливостью, а потом над кое-чем интересным. Ого! И над чем же? Восторженно спросил блондин. Когда пробежишь пятьдесят кругов, а после сделаешь семьдесят отжиманий, тогда и скажу, спокойно ответил обладатель Шарингана. Сын седьмого лишь тяжело вздохнул, но тем не менее приступил к тренировке. Спустя час мучений, блондин закончился отжиманиями и устало упал на траву. Хух, я так устал дать тебе са, еле выговорил узумуки. Можешь отдохнуть несколько минут, а потом мы улучшим твои навыки владения мечом, сказал своему ученику Саски. «Круто, всегда хотел сражаться мечом как вы», обрадовался Барута. Спустя минут пятнадцать голубоглазый собрался с силами и приготовился к обучению. Саски отдал свой старый меч и начал поединок. Учиха не использовал шаринган, плюс ко всему не сражался на максимальной скорости, иногда подсказывая правильность движения рукой и улучшая рефлексы блондина. Спустя пару часов Барута более уверенно чувствовал себя с мечом в руках. «Барута, твои навыки заметно улучшились», похвалил ученика Саски. «Это все благодаря вам, сенсей», улыбнулся Узумуки. «На этом наша тренировка окончена». «Я сообщу, когда мы опять встретимся», сказал мужчина. «Хорошо». «Ах да, чуть не забыл, вот и ваша повязка». «Она придала мне уверенности перед сражением против Ишики», вымолвил блондин, держа в руках протектор Канохи. «Если она так тебе помогает, то пусть остается у тебя», предложил Ичхо. «Как символ того, что ты мой ученик». «Спасибо, Саски Сан. Я буду беречь ее, вместе с ней я чувствую больше решимости, дать Тибаса». Счастливо прокричал голубоглазый. «Возможно, совсем скоро решимость понадобится и мне», тихо произнес Брюнет. «Вы о чем, Сансей?» недоумевал Барута. «Не обращай внимания, до встречи», ответил Саски и отправился в деревню. «До свидания», крикнул Блондин. Он сразу же надел этот протектор, чувствуя прилив сил. С хорошим настроением Умзумаки пошел домой. Хорошенько отдохнуть и перекусить не помешает. Барута лежал на своей кровати и занимался важным делом. Как бы он ни пытался, а пройти новый уровень никак не получалось. Голубоглазый не сдавался и уже который час отважно сражался против главного босса. Неизвестно, сколько бы еще парень так пролежал за приставкой, но неожиданно его позвала мать. «Барута! Спускайся, к тебе пришли», прозвучал голос Химоты. Решив закончить позже, Блондин накинул свою черную кофту с розовыми вставками и спустился на первый этаж. К его удивлению, на пороге стоял Шокодай. «Привет, Барута! Мы тут с ребятами решили собраться в кафе, давай с нами», сказал Нара. «С удовольствием!» «Давно я не ел бургеров, датьте босса», мечтательно улыбнулся Узумуки. «Возьмите с собой Каваки, наверняка он тоже захочет прогуляться», предложила бывшая Хьюга. Ее сын недовольно скривился, но все же поднялся в комнату Брюнета. Парень просто лежал на диване, особо ничего не делая. «Эй, Каваки, мы тут с друзьями собираемся отдохнуть вместе, может хочешь с нами?» спросил Барута. На удивление парня, Брюнет приподнялся с дивана и ответил согласием, ссылаясь на невероятную скуку. Попрощавшись с Хинутой, парни пошли в сторону Бургерной. Когда они пришли, там были уже все друзья Барута. «Наконец-то вы здесь, мы уже заждались», поприветствовал их Денке. «О, Каваки тоже с вами, это хорошо», хитро улыбнулась Чачо, на что Сарада лишь тяжело вздохнула. «Давно мы не собирались всем классом», отметила Наджин. «Предлагаю заказать что-нибудь». Заказав еды, ребята сели за столики. Они весело проводили время, играя в карточки Шиноби, играя на приставках и разговаривая на разные темы. Даже молчаливый Каваки немного разговорился и хорошо общался с ребятами. После всего этого компания решила немного прогуляться по деревне, не отказавшись от покупок сладостей, хотя в основном покупал Чачо. Они отлично провели время и начали потихоньку расходиться. Попрощавшись, ребята пошли домой. Каваки сказал, что ему нужно еще раз заглянуть к Амадо, так Баруто остался один. Идти домой не хотелось, поэтому блондин решил заскочить на свое любимое место, а именно на каменные лица Хакаги. «Эх, сегодня был хороший день», дайте баса, подумал голубоглазый. Узнав правду о своем теле, парень начал по-настоящему ценить такие моменты. Кто знает, может этот раз был последним. Резко его голову пронзила неприятная боль, в глазах начало темнеть и он начал падать. Что за... Не успел подумать Баруто, как тут же потерял сознание. Баруто очнулся и увидел темное небо, на котором ничего не было. Парень лежал на зеленой поляне, а вдали была непроглядная тьма. Блондин быстро догадался, где он находится. Это было его подсознание. Оглянувшись, Баруто увидел местного жителя, а именно Асуцуки-мамушики. И снова «Здравствуй, человеческое дитя», поприветствовал бледнокожий. «Опять ты? Что тебе на этот раз нужно?» Агрессивно спросил парень. Мамушики лишь хмыкнул и жутко улыбнулся. «Знаешь, я ненавижу то ничтожество с бракованной кармой, но я крайне благодарен за вещество, которое он вколол тебе», сказал Асуцуки. «Благодаря ему таблетки практически не влияют на меня, и я могу взять твое тело под контроль». Баруто испуганно смотрел на врага, не до конца веря его словам. «Но я ведь не потратил всю чакру, это невозможно!» прокричал блондин. «Ты в этом так уверен?» задал вопрос мамушике. Он в мгновение оказался перед голубоглазым и сильным ударом отбросил его в скалу. После он подошел к нему и сказал последние слова, «Просто наслаждаясь тем, как я уничтожу твой дом и убью дорогих тебе людей». Асуцуки посмотрел в глаза блондина и начал испаряться, оставляя Баруто в одиночестве. «Черт, ты не сможешь!» хрипел блондин. «Я ведь тебя предупреждал, эти голубые глаза лишат тебя всего!» вымолвил мамушике и покинул подсознание своего сосуда. Карма на теле Баруто начала распространяться. Рисунки были не такие, как обычно, а также они были синего цвета. На голове вырос рог, а в правом глазу находился Бьякуган. Сын седьмого поднялся на ноги и вдохнул полной грудью. «Эх, как же хорошо быть на свободе!» не своим голосом произнес блондин. Он подошел на край обрыва и осмотрел на прекрасные виды Канохи. Мамошики решил разомнуть шею и сжать свою ладонь, привыкая к управлению телом. «Ну что ж, пора немного развлечься, а потом нужно найти Кавыки», сказал Барушики и двинулся в сторону деревни. Жители Канохи блаженствовали по окончании рабочего дня. На улице только начинал вечереть и многие торопились домой. Некоторые направлялись в заведение, желая отдохнуть именно там. Но их планам не суждено было сбыться. Люди заметили в воздухе человека, а именно сына седьмого Хакаги. Но та ора, которая исходила от блондина, не солила ничего хорошего. Мамошики, недолго думая, начал разрушать дома. Вокруг началась неимоверная паника. Жители кричали и убегали от чудовища, которое намеревалось их убить. В это время Наруто почувствовал странную чакру, а после увидал взрывы в центре деревни. Спустя пару секунд в кабинет забежал Шикамару. «Наруто, у нас беда. Мамошики, он захватил тело Баруто». Быстро сообщил советник. Внутри блондина все похолодело и его сковал страх за сына и за всех жителей. «Сообщи всем Шинобе, пусть эвакуируют гражданских». «Никому ниже ранга Джоунина не разрешается находиться около Баруто», скомандовал Хакаги. «Понял, сейчас отдам приказы». Кивнул Нара и выбежал из кабинета. Седьмой тяжело выдохнул и создал клона, оставив его собирать природную чакру. Он решил поторопиться и выпрыгнул в окно, побежав в сторону своего сына. В это время семья очах, находившийся в полном составе, также услышали взрывы. «Что это было?» перепугалась Сарада. «Не знаю, я пойду посмотрю», вымолвил Саски и поспешил к выходу. «Мы с тобой!» крикнули девушки и отправились за брюнетом. Придя на место, все были повергнуты в шок. Вокруг были разрушенные дома и несколько трупов гражданских. А в воздухе находился всеми знакомый блондин, с рогом на голове. «Не может быть!» «Мамушеки!» еле выговорила обладательница Шарингана. Барушеки обернулся в их стороны и снисходительно посмотрел на семейство. «Надо же, учхо Саски!» «Пришел остановить меня?» спросил парень. «Именно, даже если нужно тебя убить!» произнес Саски, доставая свою катану. «Нет, пап!» «Ты не можешь!» хотела сказать Сарада. «Уходите отсюда, быстрее!» крикнул Саски и бросился на ученика. Блондин уклонился от атаки и мощным ударом отправил Саски в ближайший дом. Брюнетка не хотела уходить, но Сакура убедила ее в этом, и они отправились помогать людям. Джоунины окружились и на Хакаге и пытались его атаковать. Но тот ловко увернулся от некоторых техник, раскидав их в мгновение. После он направил руку в сторону поверженных Шиноби. Росинган выпустил огромный шар чакры Барушики. За несколько секунд до их гибели появились клоны Седьмого, которые спасли людей. «Все, уходите подальше! Охраняйте жителей деревни от возможной угрозы!» прокричал Наруто. Джоунины услышали приказ и покинули поле битвы, передавая информацию остальным. «Мы остановим тебя, мамушики!» уверенно произнес Саски, активировав манги к ее шарингам. «Мы спасем деревню и освободим Баруто!» Так же сказал Наруто, входя в режим отшельника. Блондин в ответ лишь рассмеялся и приземлился на землю. «Вы мне неровнее, я убью вас, и тогда же мне никто не помешает!» Грозно вымолвил мамушики, готовясь к сражению. Жители толпились возле входа в убежище. Многие не понимали, что происходит. Все друзья Баруто были уже на месте. «Эй, а кто-нибудь знает, что случилось?» «Я вообще-то собиралась ужинать», спокойно сказала Чачо. «Я слышал взрывы, что там было?» спросил металл. «Это был Баруто», дрожащим голосом вымолвила Сарада. «А если быть точной, то мамушики захватил его тело. Все были шокированы, услышав это. Многие не знали всей правды, но то, что внутри их друга находилось настоящее чудище, они знали давно. Мы должны что-то сделать!» крикнул Иваби. «Поддерживая, он наш друг!» согласилась Васаби. «Все, что мы можем, так это не мешать седьмому», вымолвил Шокодай. «Я, так же как и вы, хочу помочь Баруто, но в данной ситуации мы будем только мешать». Ребята хотели с ним поспорить, но в глубине души понимали, что Брюнет прав. Перепуганными были не только друзья блондина, но и все семейство из Умоки. Химота плакала и молилась, чтобы все было хорошо. Химова реже не знала всей правды, но была уверена, что это связано с Кармой, так как она видела тренировки брата. И лишь Каваки не выглядел печальным. Он был злым, потому что ненавидел сидеть сложа руки. Брюнет не меньше и остальных хотел спасти брата, но, в отличие от остальных, он может это сделать. Каваки посмотрел на ладонь, где был изображен черный ромбик. Он сжал ее и подумал, «Я вернул Карму не для того, чтобы сидеть без дела. Я спасу этого идиота во что бы то ни стало». Неожиданно он почувствовал изменение в своем глазу. Это был глаз Ишики Драхмаган. Сейчас в нем находилось два треугольника, и Каваки отчетливо знал, какие способности ему доступны. Незаметно отойдя в сторону выхода, он использовал технику Сокунахикан, уменьшив себя и пройдя сквозь охранников. В неизвестном измерении, где находятся десятихвосты, двое мужчин сидели возле чудища. Один из них был брюнетом с длинными волосами. Другой же обладал красным цветом волос и был на порядок моложе. Они несколько часов сидели, придумывая дальнейший план действий. Вдруг у одного из них раздался сигнал. Каида сразу же принял его, услышав одно слово, началось. Он улыбнулся, предвкушая скорую встречу с Амадо. «Что случилось?» Поинтересовался Кагуцу Тихари. «Мой план начал действовать». Мамошики пробудился и начал уничтожать деревню. Ответил красноволосый. «И как мы поступим?» спросил мужчина. «Когда встал, готовясь пройти в свою царапину. Наша следующая остановка Кынаха?» Наруто и Саски стояли напротив барушики, не решаясь атаковать первыми. Блондин, в свою очередь, предвкушал начало сражения. Он моментально бросился на седьмого, но тот успел среагировать на выпад. Саски в это время замахнулся мечом, пытаясь срезать рог на голове ученика. Мамошики понимал, что собирался сделать оппонент и вовремя заблокировал атаку. Наруто создал десять клонов и отправил их на своего сына. Воспользовавшись моментом, герои решили обсудить план действий. «Нужно, чтобы Мамошики поглотил технику с помощью кармы, тогда Баруто придет в себя», сказал Ичхо. «В прошлый раз именно это нас и спасло». «Хорошо, но как это сделать?» спросил седьмой. «Для начала можно попробовать стихию молнии, для этого ты должен отвлечь его в тай-джутсу», предложил Брюнит. «А если план не сработает?» поинтересовался Хакаги. «Тогда я применю Аматерсу, подойдя в плотную», ответил обладатель Шарингана. Наруто кивнул и приготовился к атаке. Барушики в это время как раз расправился с клонами. Он вовремя среагировал на удар седьмого и уклонился в сторону. Недолго думая, отец и сын сошлись в тай-джутсу. Даже имея прекрасную реакцию в режиме отшельника, Наруто не поспевал за скорость у мамушики. Он старался парировать удары, но натиск врага был сильнее. Спустя пару ударов ему удалось пробить защиту Хакаги и отправить его в блистаящее здание. Стихии молнии поток Чадари. Использовал технику Саски, находясь недалеко от парня. Стихии ветры штормовая ладонь. В последнюю секунду Барушики. Техники столкнулись и отскочили друг от друга. Саски побежал на блондина с целью использовать черное пламя. Но мамушики не дал возможности подумать о комбинации из трех ударов ногой откинул Чиху на несколько метров. Он надменно смотрел на героев Канохи, демонстрируя свое преимущество. «Вам со мной не справиться, просто смиритесь с этим и отдайте мне каваки», произнес мамушики. «Ни за что. Мы не сдадимся так просто, дать тебе я!» крикнул Наруто. Он бросился на барушики, намереваясь его ударить. Тот лишь хмыкнул и легко отбросил седьмого. Но Наруто еще в полете успел бросить огромный сурикен. Мамушики даже не собирался уклоняться, собираясь просто отбить его. Но на его удивление, он попался на этот прием уже во второй раз. На месте сурикена появилась клубка дыма, из которой виднелись красные глаза. Аматерасу произнес Саски, направляя технику на ученика. Барушики вспыхнул черным пламенем, почувствовал невероятную боль. Ему ничего не оставалось, кроме как поглотить технику своей кармой. Саски отпрыгнул в сторону своего друга, наблюдая, как мамушики поднялся на ноги. Но на их удивление никаких признаков пробуждения Баруто не было. Лишь тот самый снисходительный взгляд, который был присущ всем Аасуцуки. Наверняка вы думали, что, заставив меня поглотить технику, вы поможете мальчишке проснуться. Сказал мамушик и рассмеялся. Раньше это было бы именно так, но сейчас, когда вещество начало действовать и Аасуцуки фикансия продолжается, количество чакры не имеет значения. Учхо и Узумаки пребывали в шокированном состоянии. Неужели не остается иного варианта, кроме как убийства дорогого для них человека? И если Саски смирился с этим и постепенно готовился еще с момента победы на Душике, то для Наруто это настоящий удар. Он всячески отрицал вариант с убийством своего сына, как и всегда верив лучший исход. Брюнет заметил замешательство на лице Хакаги и крикнул «Соберись!» «Идиот! Ты чертов Хакаги забыл уже? Но я также отец!» Еле слышно прошептал седьмой. До того как Амада дал таблетки его сыну, Наруто несколько раз задумывался, а что если? Что если нужно выбирать между жизнью сына и безопасностью всей деревни? Его долг как Хакаги это защищать Канаху, даже ценой своей жизни. Но никак не ценой жизни Баруто. Именно так он тогда думал, все равно надеясь на спасение своего ребенка. «Я не смогу этого сделать!» В истерике кричал Наруто. Баруто как никто другой знает, что такое долг Шинобе долг перед своей деревней. Он был готов умереть в любой момент, пытался достучаться до своего друга Саски. Единственное, чего он хотел, это защитить дорогих ему людей, никого не напоминает. Седьмой, услышав это, дернулся и посмотрел на очиху. Разве он не поступал так же в свое время? Будучи в такой ситуации он бы принял единственное решение умереть, но защитить свой дом и своих близких. Выдохнув, седьмой собрался с силами, готовясь к атаке. Мамошики, издалека наблюдавший за этой сценой, лишь скривился. Это все очень трогательно, но боюсь вас разочаровать. Я убью вас раньше, чем вы успеете что-нибудь сделать, вымолвил Мамошики и бросился на оппонентов. Понимая, что в Тайджуцсу они уступают, они решили брать количеством. Наруто создал около пятидесяти клонов и вступил в бой. Барушики спокойно справлялся с копиями, но пропустил удар от оригинала, отлетев на пару метров. Разозлившись, он подлетел вверх, возвышаясь над соперниками. Он направил свою правую руку вниз и запустил огромное количество электрических разрядов, уничтожая здание всех клонов седьмого. Герои в это время укрылись под броней Сусана. Мамошики в очередной раз создал любимую технику Баруто. Расинган. В его руке вновь образовался огромный шар из чакры. Наруто с помощью одного клона ответил ему, создавая шар не меньше. Гигантский Расинган. Прокричал Хакаги и бросился на своего сына. Две огромные техники столкнулись, создавая огромную волну, которая сносила обломки домов на приличное расстояние. Барушики отлетел в огромный монитор, который находился в центре города. Он получил небольшой удар током, после чего ненадолго взял паузу, чтобы передохнуть. Наруто же откинуло в жилый дом, проломив несколько этажей. Саски хотел уже помочь своему другу, но его атаковали на огромной скорости, сломав ему ребра. За несколько минут до этого Амада собирался покидать свою лабораторию, зная, что мамошики пробудился. Собрав все самое необходимое, он поспешил покинуть кабинет. Вдруг за дверью раздались звуки ударов и падающих телефон. Резко дверь в кабинет выломали, создавая облако дыма, в котором виднелся силуэт с когтями. Давно не виделись, Амада поприветствовал его кода. Я решил прогуляться в Канаху и подумал, что было бы неплохо навестить старого друга. Амада не верил своим глазам. Он прекрасно понимал, почему внутренне пришел за ним. Он также заметил темно-волосого мужчину, у которого был лишь один глаз. Так ты и когуц уйти с собой взял, не думал, что ты так решительно захочешь добиться своей цели, пытался спокойно отвечать ученый. Давай не будем тянуть время, мы оба знаем, что ты сейчас сделаешь, произнес красноволосый. Он схватил старика, пронзив ему плечо своей когтем, вызывая у того сильную боль. Немедленно сними ограничители, иначе ты будешь долго и мучительно умирать. Ты прекрасно знаешь, на что я способен, прорычал Койда. Амада пытался продержаться около минуты, но понимал, что спасения не будет. Окончательно сломавшись, он произнес, нет никаких ограничений. Скада начал идти пар, а его тело начало меняться. Когда белое облако исчезло, Когутсу Тимок наблюдать за новым союзником. У него были белые волосы, а также глаза алого цвета. Он смотрел себя и вдохнул, вновь ощущая в себе былую мощь. Теперь я чувствую, что никому не проиграю, произнес Кода. Пока Кода и Когутсу Тимок наблюдали за тем, как изменился первый, Амада подполз к своему рабочему месту и нажал кнопку под столом. Резко лаборатория заполнилась белым паром и начала работать сирена. Ученого же больше не наблюдалось в кабинете. Он ушел, что нам делать? Спросил Хари. Далеко он уйти не мог, найди его. Он мне еще понадобится, приказал Беловолосый. Мужчина просто кивнул и отправился на поиски Амада. Внутренне тоже вышел из помещения и посмотрел в сторону взрывов. Недолго думая, новый Кода отправился на поле боя. Настоящее время Саски, скрипя зубами, смотрел на врага, чувствуя его силу. Учихи нетрудно было догадаться, что он сумел снять свои ограничители. Совсем скоро я отомщу за господина Джигена. И для этого я сотру эту деревню с лица земли. Прокричал Кода, готовясь убивать всех на своем пути, Амада медленно шел в сторону одного из укрытий. Рана на его плече не была смертельной, но доставляла старику много боли. Как назло, поблизости не было ни одного шиноби, наверняка в сене возле укрытия или в других районах деревни. Но не это было главной проблемой, в отличие от темно-волосого мужчины, который стоял в нескольких шагах от него, опершись на стену здания. Бежать бессмысленно, старик, спокойно произнес Кагуцути Хари. Амада решил не терять свой шанс и начал разговор с Одноглазым. Послушай, Кагуцути, рано или поздно, ну-ка до тебя предаст. Он уже вернул былую силу, а если они еще и получат плод чакры, то нашей планете, в том числе и тебе придет конец, предупредил мужчину Амада. Хари на пару секунд задумался над словами ученого. Проразмыслив, он задал вопрос, и что же ты предлагаешь? Как я понимаю, твоя цель это все еще убийство Учихи Саски. Поинтересовался ученый. Именно, а также его семьи. В придачу я хочу заполучить Шаринган, эта сила мне бы пригодилась, ответил ему темноволосый. Доставить тебе Учиху или его семью я, конечно, не смогу, но при правильном сотрудничестве мы сможем друг другу помочь, начался доволосый. Подумай сам, я ведь буду владеть всей важной информацией в Канохе и в случае чего подскажу, где он может находиться, или когда можно подобрать самый удобный момент для нападения. А что в таком случае требуется от меня? Задал последний вопрос Кагуцути. Быть возле Кадой и по возможности докладывать все его планы, так мне будет проще втереться в доверие к Анохе и быть начеку в случае чего, объяснил ученый. Мужчина ничего не ответил, полностью погрузившись в свои мысли. Вдруг недалеко послышались голоса, которые стремительно приближались. Я подумаю над твоим предложением, Амада, вымолвил Кагуцути Хари и скрылся в неизвестном направлении. Спустя пару секунд к ученому подошли несколько шиноби во главе с Саем. Они заметили старика и то, что он держался за плечо. Амада, ты в порядке? Что случилось? Взволнованно спросил глава Анбу. Со мной все были и меня нормально, хотя медик мне не помешает. Но вот насчет остальных, сказал ученый. Ты о чем? Произнес Сай. Кода в деревне, и он сейчас без ограничителей. Наверняка он уже на поле боя вместе с Седьмым и остальными, сообщил Амада. Вот черт. Нужно предупредить остальных о дополнительной угрозе. Минари, отведи профессора в безопасное место и найди для него медика, скомандовал Сай. Есть. Ответила молодая девушка и отправилась вместе с ученым. Пока они направлялись в укрытие, снаружи спокойная Амада, внутри был безмерно рад. Он практически на сто процентов был уверен, что ему удалось переубедить Кагуцути, тем самым заполучив ценную пешку и отличного информатора. Манипулировать людьми у него получилось прекрасно, даже Джиген ни о чем не догадывался, полностью доверяя ученому. Сегодня он был на грани, но, в конце концов, все обошлось. Пока у него есть туз в рукаве, Амада может быть спокоен. Именно Каваки является ключом к плану ученого. Главное, кто именно им воспользуется. Наруто встал из-под обломка в здании и посмотрел в сторону своего друга. Но он никак не ожидал там увидеть нового врага. Кады выглядел сильнее и опаснее, чем прежде. Вдвоем с Саски они могут и не победить его, а это не говоря уже о мамушике. Беловолосый же перевел свой взгляд Сучихина у Зумуки. Седьмой Хакаги, ты будешь первым, кого я убью. Прокричал Кады и молниеносно бросился к блондину. Благодаря большому расстоянию и режиму отшельника Наруто сумел увернуться от атаки. Он приземлился слева от внутреннего и создал мощную технику. Стихии Ветра Рысин Сюрикен запустил вихревой Сюрикен седьмой. Но скорость врага была на другом уровне, что позволило ему увернуться и с сильным ударом в живот отбросить у Зумуки на приличное расстояние. В это время Барушики набрался сил и наблюдал его. Поэтому блондин на огромной скорости полетел на Кода, ударив его в район груди. Ученик Джигена, не ожидавший атаки от обладателей Бьякогана, отлетел на несколько метров. Ты не ровни мне, я уничтожу тебя, как и всех жителей этой деревни. Но для начала ты расскажешь мне, где находиться десятихвост ишики, проговорил мамушики. Кода был очень зол, но он не мог убить Барушики, которые идеально подходят для плода. Но бездействовать тоже не вариант, поэтому Кода активировала свою карму и вступил в бой с Асуцуки. Самодовольное лицо мамушики вмиг исчезло с его лица, покуда Беловолосый реагировал на все атаки блондина. Они сражались на равных, но вскоре Кода начал превосходить врага. Ударом в челюсть он откинул Барушики в сторону, проламывая часть домов. Хакаги вместе с Учхой были в замешательстве. Они явно были слабее противников, при этом не понимая, кого из них атаковать. Но эта проблема решилась сама собой, когда Кода переключил свои внимания на них. Наруто создал огромный Росинган, направляя его в сторону внутреннего. Но на том месте его не оказалось. Беловолосый появился слева, выпрыгивая из своей царапины. Он хотел проткнуть Саски свои когтем, но Шаринган помог Учихе прочитать атаку, защитившись мечом. Сражавшись, они не обратили внимания на мамошеке, который левитировал в воздухе. Он сокрушительным ударом в живот атаковал Беловолосого, отбрасывая его на приличное расстояние. Брюнет в это время активировал свою любимую технику. Чидари. Попытался он убить Барушеке. Но блондин легко среагировал на выпад и комбинации из пяти ударов нейтрализовал Саски. Он подобрал с земли его меч и собирался прикончить обладателей Шарингана, но Наруто успел заблокировать атаку своим кунаем. Мамошеке лишь разозлился от этого и сильным ударом с ноги в бок отправил Наруто в сторону реки, что протекало через Канаху. Поднявшись, седьмой ощутил боль и упадок сил. Режим отшельника прекратил свое действие. Воспользовавшись моментом, Каду оказался перед Хакаги и замахнулся своим когтем. На этот раз атака получилась более чем удачной. Он ранил грудь седьмого, при этом оставляя рану также и на его животе. Вторым ударом он повалил у Зумаки, собираясь убить его, раз и навсегда. «Это тебе за господина Джигена!» Крикнул Кады и замахнулся на блондина. За мгновение до последнего удара его когти уменьшились и в него прилетело семь штырей. После чего беловолосым умолниеносно врезали по спине, ломая несколько костей. Взор всех участников боя был прикован к парню, на голове которого виднел сирок. Его карма была ярко-красного цвета, а левый глаз был с шестью треугольниками. «Ты поплатишься за то, что причинил седьмому этой деревне!» Грозным тоном сказал Брюнет. Кода, еле поднявшись на ноги, злостно смотрел на своего оппонента, Кавыки. Никто не ожидал увидеть Кавыки на поле битвы. Мамошики сразу же переключил свое внимание на Брюнета, так как он это его единственная возможность заполучить плод чакры. «Ну надо же, рад видеть тебя, Кавыки!» «Я как раз тебя искал», довольно произнес мамошики. Парень повернулся в его сторону, встретившись глазами с блондином. «С тобой я позже разберусь», спокойно вымолвил обладатель красной кармы. «Сейчас у меня другая цель». Он вновь посмотрел на Беловолосого и бросился в его сторону. Будучи раненым, Кода все равно был быстрый и сумел уклониться от атаки. Запустив еще парочку штырей, который враг отбил новыми когтями, Кавыки сделал то, что делал только Ишики. Сверху накода начали приземляться кубы, намереваясь его придавить. Благо, недалеко находилась его царапина, в которую он вошел. В это время барушики стоял над Саски и наблюдал за боем. Он просто игнорировал Ишики, изучая силу Кавыки. Воспользовавшись возможностью, Саски применил технику. Стихия огня огненный шар. Запустил шар огня мужчина. Мамошики повернул голову в сторону брюнета и спокойно поглотил огонь. Но Саски не собирался атаковать его всерьез. Пока блондин поглощал технику, Учхо сумел встать и отпрыгнуть в сторону седьмого Хакаги. Ты еще можешь двигаться. Хм, можешь пожить немного, пока я не разберусь с остальными, сказал мамушике. Саски наклонился над своим другом, проверяя его самочувствие. Наруто, ты как? Спросил Учхо. Все нормально, Саски, улыбнувшись ответил блондин, раны неглубокие, был бы у меня Курама, вмиг бы затянулись. Но у тебя больше нет хвостатого, не забывай об этом, напомнил друг. Да, я знаю, произнес голубоглазый и принял сидячее положение. Что будем делать? В данном случае просто ждать. А когда наступит момент, то мы поможем Каваке, предложил план обладатель Шарингана. Наруто кивнул ему в ответ и создал еще одного клона. Режим отшельника единственное, что он может предложить таким грозным врагам. Кадо вышел из своей царапины и посмотрел в сторону Каваке. Как бы он не хотел прикончить брюнета, штыри не исчезали и мешали внутреннему сражаться на полную. Черт, раньше он использовал только суконахикан, а теперь, ко всему прочему, он овладел Дайкокутином, призывая нужные вещи из другого измерения. В следующий раз нужно быть осторожней, раздумывал Кадо. Беловолосый предпринял еще одну попытку атаки, но и она не увенчалась успехом. Каваке уклонился от удара и своей механической рукой и замахнулся на внутреннего. Тот в свою очередь также среагировал на контрудар, заблокировал его когтем. Но брюнник нашел брешь в защите и ударом с ноги откинул Беловолосого. В этот момент штыри в его спине исчезли, позволяя лучше двигаться. Значит они исчезают спустя некоторое время или когда владелец сам их уберет, отметил для себя ученик Джигена. Но не успел он перевести дух, как его тут же впечатали в стену дома. Атакующий левитировал в воздухе, сосредоточившись только на обладателе красной кармы. Ладно, пора заканчивать с вами, ничтожество. Сказал мамушек и бросился на кавыки. Все тело когда болело, и он еле мог двигаться. Даже сняв ограничители, тягаться против всех участников боя довольно-таки тяжело. Решив отложить свой визит в Канаху на потом, он скрылся в своей царапине, перемещаясь на оговоренное с Кагуцути место. Для битвы осталось только два обладателя кармы. Они сражались в тай-джутсу на огромных скоростях, не уступая друг другу. Мамушек попробовал использовать молнию, но кавыки быстро поглотил стихию. В ответ он запустил парочку штырей в барушеке, но тот увернулся от них. Брюнет также выстрел лучом из своей руки, но теперь уже блондин поглотил чакру. Мамушек создал троих клонов для отвлечения внимания брюнета. Пока кавыки справился с копиями, блондин замахнулся на него кунаем, пытаясь ранить, но парень просто исчез. Вот черт, он уменьшился. Понял обладатель Бьякогана, но получил два штыря в свое тело. Один попал в ногу, а другой в бок. Мамушек еще больше разозлился, поэтому, как только кавыки вернулся в нормальный размер, он запустил в него необычную технику. Он создал огромный рассинган, а после, уменьшив, его и запустил в брюнета. «Рассинган», сказал блондин, направляя маленький шар чакры. Техника летела на невероятной скорости, но кавыки сумел среагировать в последний момент. Когда брюнет уклонился, ему в грудь прилетела такая же техника, но побольше. Исчезающий рассинган. Опять отмечу ее полезность, Барута и вправду создал отличную технику, самодовольно произнес барушеки. Он начал подходить к парню, но его тут же атаковали со стороны. Мамошеки заблокировал атаку Саски и отбросил его на пару метров. Наруто, вновь вошедший в режим отшельника, подловил момент для удара и отбросил барушеки в сторону деревьев. Блондин поднялся на ноги и яростно посмотрел на Хакаги. Он резко полетел на седьмого и ударил того в живот, а после этого и по спине впечатал того в землю. Саски вновь пытался атаковать барушеки, но тот, окончательно разозлившись, схватил его за руку, нанеся несколько ударов в живот, он подбросил его и ударом сверху отправил к Наруто. Находясь в воздухе, он в который раз создал эту технику, но сейчас она была больше обычной. Огромный рассинган произнес мамушеки и направил технику на героев Канохи. Каваки успел переместиться к мужчинам и начал поглощать чакру. Но, едва закончив, он был атакован барушеки, который сумел сломать его рог. Следом, комбинацией из трех ударов, он повалил брюнета на землю. Карма Каваки деактивировалась, и он ощутил упадок сил. Блондин размеренным шагом направлялся к Хакаге у Чихи, намереваясь прикончить их, а уже после забрать Каваки. Но блондин почему-то остановился и присел на колено, не осознавая, что происходит. Как он? Баруто, как будто во сне видел, что происходит вокруг, но он ничего не мог поделать. Мамошеки захватил полный контроль над телом, не оставляя шанса голубоглазому. Будучи на грани отчаяния, он почувствовал прилив сил и проснулся в своем подсознании. Невидомая сила, большая часть которой ощущалась в правом глазе, помогала Баруто вновь чувствовать свое тело. Зная, что ему нужно делать, он покинул подсознание. Он открыл левый глаз и пошевелил левой рукой. Хоть и частично, он мог управлять своим телом. Даже не смей, мамушеки. На выдохе сказал Баруто. Ничтожество. И как ты только проснулся. Недоумевала Асу Цуки. Услышав знакомый голос, мужчины обратили взор на блондину, наблюдая за переменами на его лице. Баруто, это ты? Взволнованно спросил седьмой и подошел к сыну. Пап, это не... Не успел договорить Баруто, как тут же ударил отца. Он еще не полностью вернул контроль, будь начеку, предупредил Саске своего друга. Узумаки пытался бороться с Асу Цуки, но выходило это довольно слабо. Сила, которую он ощутил ранее, исчезла так же неожиданно, как и появилась. Такими темпами Баруто вновь может уйти в подсознание, никак не остановив врага. Единственный выбор в этой ситуации Голубоглазый знал уже давно. Папа, дядя Саске, вы должны убить меня, пока я еще в сознании. Когда я потеряю весь контроль, он вновь захватит тело, сказал сын седьмого. Мужчины шокированно уставились на парня, обдумывая его слова. Хоть они и решились на это, но они не ожидали услышать это со стороны Баруто. Наруто вновь надломился, услышав просьбу своего сына. Он никак не мог принять этот факт. Пожалуйста, ты обещал мне, отец, ты обещал, что защитишь деревню и остановишь мамушки. Крикнул блондин. Ты Хокаги или неудачник? Наруто смотрел на сына и чувствовал его решимость. Он улыбнулся и встал на ноги. Даже в такой ситуации Баруто пытался его разозлить. Я не бросаю свои слова на ветер. Если я обещал защитить деревню, значит я это сделаю, дать тебе я. Прокричал седьмой. Саски также невольно улыбнулся, вспоминая былые времена. Баруто резко ощутил, как тело вновь перестает его слушаться. Уже не своим голосом, он произнес, да как вы смеете. Я убью вас. Негодовал мамушеки. Наруто и Саски встали напротив блондина. Чакра была на пределе, но они отдадут всех себя для защиты Канохи. Такой уж он долг Шиноби, и мужчины это прекрасно понимали. Собравшись с силами, они приготовились к финальной схватке. Барушеки бросился на героев Канохи, пытаясь покончить с ними. Наруто и Саски успели уклониться от атаки. Седьмой начал сражение в Тай-Джутсу со своим сыном. Хоть обладатель Бьякогны был быстрее, но у него не было такого преимущества, как раньше. Сражаясь с оппонентами, мамушеки параллельно противостоял Баруто, который мешал управлять телом. Из-за этого он упустил момент, когда очиха ударом с ноги отбросил его в обломки домов. Как же вы мне надоели? Крикнул Аасуцуки. Блондин поднялся на ноги и полетел на Наруто. Уклонившись от удара правой рукой, он врезал седьмому в живот, а потом ударом в челюсть повалил его на землю. Саски в это время напал на ученика со спины, пропитав свой меч молнией. Чидо Ригатана. Замахнулся он своим Кусанаги. Барушеки спокойно увернулся от атаки, ведет чиху своей Абьякоганом. Он пытался ударить мужчину в грудь, но Брюнец реагировал на выпад и попытался срубить рог на голове Баруто. Блондин подпрыгнул вверх и атаковал Саски в голову, сбивая его с ног. Меч упал рядом с обладателем, потеряв чакру молнии. Парень поднял оружие с земли и замахнулся над обладателем Шарингана, целясь прямо в сердце. Сконцентрировав все силы, Баруто попытался изменить траекторию удара, и у него это получилось. Атака пришлась в землю, на то место, где должна была быть рука. Да чтоб тебя, жалкий сосуд. Еще больше злился Мамошики. Воспользовавшись замешательством врага, Учхат бросил Блондина на несколько метров. Мамошики приземлился на свои ноги и пытался вернуть полный контроль над телом. Но герои Канохи не дали ему это сделать. Наруто создал парочку уклонов для отвлечения внимания, давая Саске подобраться ближе. Барушики сумел справиться с копиями седьмого и даже заблокировал атаку оригинала, но обладатель Шарингана был готов к использованию техники. Стихии молний поток Чадарии. Запустил он несколько молний в Блондина. Обладатель Бьяку Гана видел своим глазом брюнета, но не успел среагировать на его атаку и получил сильный разряд молнии, который двумя ударами отправил ученика в одно из немногих уцелевших зданий, припечатывая того к стене. «Давай, Наруто!» прокричал Брюнет. Из последних сил седьмой Хакаги создал огромную технику стихии ветра, форма которой была похожа на сюрикен. Он смотрел вперед, туда, где был его сын. Сомнения и жалость не покидали Блондина до самого конца. «Папа, сделай это, прошу тебя!» послышался до боли знакомый голос. Баруто видел, как тяжело его отцу, но он понимал, что это их единственный шанс. Сердце Наруто болезни нажалось, а из глаз начали течь слезы. Даже защищая деревню, даже если Баруто сам на это решился, он не мог представить, что именно так все закончится. Собрав всю свою решимость, седьмой сделает то, о чем будет долго жалеть. Он в последний раз посмотрел на своего сына, прощаясь с ним навсегда. «Прости, Баруто, и прощай!» еле слышно прошептал изумуки. Но Баруто понял, что сказал отец. Несмотря на все ссоры между ними, голубоглазый всегда восхищался и любил своего отца. И даже сейчас он испытывал лишь чувство любви и благодарности. «Росенсюрикен!» крикнул Наруто, запустив технику в барушике. Как только блондин увидел, что собирался сделать седьмой, он пытался предотвратить неизбежное. Тело плохо слушалось, но мамошеки смог поднять свою руку, пытаясь поглотить эту технику. Вторая рука блондина тут же схватила первую, опуская ее вниз. Асуцуки в ужасе смотрел на приближающийся вихревой сурикен, осознавая, к чему все идет. «Идиот, если не поглотить эту технику, то мы умрем!» в истерике кричал мамошеки. «Да, я заберу тебя с собой, раз и навсегда», ответил ему Баруто. «Ты говорил мне, что эти голубые глаза лишат меня всего, да?» «Так вот, я тоже тебе говорил, что остановлю тебя, любой ценой, даже ценой собственной жизни». «Нет!» прокричала Асуцуки перед столкновением с техникой. Младший Узумаки в это время был невероятно спокоен. Время как будто замедлилось, и он вспоминал все самые памятные моменты из своей жизни, рождение Химы, подарки родителей, как их семья часто проводила время вместе, поступления в Академию, друзья, тренировки, сражения. Баруто также думал о самых дорогих людях, «Мама, Хима, надеюсь, вы не будете долго горевать, хотя я понимаю, насколько вам будет тяжело. Папа, ты сделал то, что должен настоящий Хакаги, каковым ты и являешься. Защити нашу семью, надеюсь на тебя». «Каваки, я рад, что повстречал тебя. Хоть мы и не ладили хорошо с самого начала, мы смогли помочь друг другу». «Ты стал частью нашей семью, и я признал тебя, как своего брата. Защити наш мир, я знаю, ты сможешь». «Сарада, я благодарен тебе за все. Мы знали друг друга с детства. Хоть мы и часто ссорились, я всегда считал тебя сестрой. Ты не раз спасал и меня и всегда помогала. Прости, что не сдержу свое обещание. Но я верю, что ты исполнишь свою мечту и станешь великим Хакаги». Узума Кибаруто с улыбкой встречал свою смерть. Многое в его жизни было неидеально, множество вещей, которые блондин хотел воплотить в жизнь, он никогда уже не сделает. Но чтобы там не было, Баруто рад, что сумел прожить отличную жизнь в окружении таких прекрасных людей. Произошел огромный взрыв, когда техника достигла цели. На том месте был большой кратер, без каких-либо следов сына седьмого. Вот так и закончилась история юного Шиноби, даже не успев начаться. Истратив все остатки чакры, Наруто потерял сознание, испытав кроме физического, еще и эмоциональное истощение. Каваки, наблюдавшись за всем со стороны, еле поднялся на ноги. Это был невероятный удар для него. Баруто многому научил Брюнета, начиная от бытовых вещей и заканчивая такими понятиями, как дружба или любовь. Он признал его братом, которого у Каваки никогда не было. Но прямо сейчас он подошел к седьмому, проверяя его самочувствие. С ним все будет хорошо. Но его нужно доставить в больницу, позовя кого-нибудь, приказал парню Саски. Каваки кивнул в ответ и пошел в сторону ближайшего укрытия. Саски же решил еще раз осмотреть все своим шаринганом. Никаких следов чакры Баруто или мамошики, его ученик и вправду умер. Но неожиданно Брюнет заметил какой-то блеск недалеко от места взрыва. Подойдя поближе и подобрав вещь, его сердце пропустило еще один удар. Это был протектор Канахи с перечеркнутой эмблемой деревни Листа. Это был его протектор, которым подарил Баруто на последней тренировке. Он до боли сжал его в своей руке. Даже у Чеха Саски не робот. Он такой же человек, как и остальные. По его лицу стекала одинокая слеза в память о своем первом и единственном ученике. Брюнет повесил повязку себе на поезд, пообещав хранить ее до конца своих дней. Саски посмотрел в небо, где потихоньку темнело, предвещая скорое окончание этого дня. Дня, который запомнят на всю жизнь. Ведь именно сегодня умер Шиноби, который пожертвовал собой и остановил чудовище, спасая не только свою деревню, но и весь мир. Саски наблюдал, как луна становилась все ярче, а на небе появлялось все больше звезд. Смотря на этот красивый вид, он произнес, «Покойся с миром», у Зумаки Баруто. Постепенно луна становилась все ярче, освещая своим светом сущую темноту в одной из сильнейших деревень в мире Канохи. Но прямо сейчас вместо множества людей, которые обычно отдыхают в местных заведениях, вместо мирно прогуливающихся семей, в деревне было пусто. Никаких признаков ночной жизни, только лишь обломки зданий и гнетущая тишина, не присущие этому месту. Большая часть жителей находилась в укрытиях, охраняемых сильнейшими джоунинами. Люди сидели в ожидании, переживая за свою жизнь и жизнь своих родных, а особенно волновались те, чьи близкие были на поле боя. Одной из таких людей была Хината Узумаки. Некоторое время назад она заметила пропажу Каваки. Он мог просто затеряться в толпе, но женщина чувствовала, что Брюник наверняка уже на поле боя. Хоть он и был для их семьи чужим, она привыкла к его присутствию и чувствовала привязанность так же, как и остальное семейство Узумаки. Он практически стал для нее сыном, поэтому волнение за парня было сильным. А что уж говорить, когда прямо сейчас ее любимый муж сражается против их сына, телом которого завладела Асуцуки. Она молилась всем богам, лишь бы те спасли ее семью и все было как и раньше. Но у судьбы были другие планы. Каваки подошел ко входу в убежище, где его остановили охранники. Они не знали его так, как остальных в деревне, но вовремя подошедший Шикомару помог парню войти внутрь. Когда Сероглазый присоединился к остальным, все взгляды были перекованы к нему. Все закончилось. Никакой опасности больше нет, но Седьмый потерял сознание, его нужно доставить в больницу, произнес Каваки. Жители успели обрадоваться своему спасению, но также заволновались за главу деревни, надеясь, что он будет в порядке. Сакура сразу же среагировала, взяв с собой несколько человек, отправилась помочь другу. С ним что-то серьезное, спросил у него Шикомару. Я не уверен, но Саски говорил, что он в порядке, не слишком уверенно, сказал Брюннет. Все, кто услышал это, смогли немного успокоиться и порадоваться, что все уже закончилось. Но Хината чувствовала, как будто произошло нечто плохое. Ее материнский инстинкт подсказывал, что с ее сыном что-то случилось. Каваки, а где Барута? В взволнованном голосом спросила обладательница Бьякогана. Парень замялся с ответом, а его лицо вмиг погрустнело. Вокруг собрались все друзья блондины и некоторые родители. Каваки, скажи мне, что с ним случилось, он ранен? Уже громче произнесла Хината. Брюннет продолжал молчать, вызывая приступ паники у окружающих людей. Вдруг в убежище вошел мужчина с темными волосами и щелкой, прикрывающий левый глаз. Все смотрели на Учху Саски, ожидая его дальнейших слов. Брюннет осмотрел всех людей, в чьих глазах была благодарность вместе с надеждой. Наруто в порядке, со временем он придет в себя, начал Учхо. А Барута, он, он погиб, забрав Ацуцуки с собой. Все шокированно уставились на мужчину, не до конца понимая смысл его слов. Постепенно слезы стали наворачиваться у всех присутствующих, осознавая смысл сказанного. «Это же неправда, Саски! Он жив, он не мог умереть!» В истерике кричала Химата и посмотрела на Кавыке, лицо которого подтверждало слово Учихи. Бывшая Хьюга больше не могла сдерживаться. Слезы рекой текли из ее покрасневших глаз, а сердце ее сжималось, сама женщина кричала, не выдерживая душевной боли от потери сына. Химоваря, услышав это, тоже начала плакать, не желая принимать смерть любимого братика. Друзья Барута пребывали в немом шоке. Никто не мог проронить и слово, лишь слезы и грустные лица передавали их эмоции от гибели друга. Люди посочувствовали семье Хакаги, параллельно расходясь по своим домам, если они остались целы. Сарада не могла поверить в то, что этот блондин посмел умереть. Барута всегда мог выбраться из самой сложной ситуации, даже на грани смерти. Эмоции начали захлестывать юную чиху. Он был ей как брат, как вернейший товарищ, и тот, кто не раз ее спасал. Она бы расплакалась прямо на месте, если бы не рука, которая легла на плечо девушки. «Папа!» дрожащим голосом вымолвила Сарада. «Я, я...» Слово никак не давались брюнетки, но Саски так все понимал. Понимал, как никто другой. «Пойдем домой», тихо сказал мужчина. Девушка не стала сопротивляться и пошла домой вместе с отцом, дрожа и думая лишь о смерти Узумуки. Подруги Химоты немного успокоили ее и убедили проведать Наруто, а также начать подготовку к похоронам. Химову решили оставить в поместье Хьюго, чтобы она могла нормально поспать. Практически все покинули укрытие, лишь бледнокожий парнишка так и остался стоять посередине зала. Митсуки никогда не понимал чувств людей в полной мере. Он слышал о том, что такое любовь, дружба, преданность, радость. Постепенно он начал осознавать их, а иногда даже и ощущать все это. Но сын Ирачимару никогда не представлял, как можно испытать душевную боль. Из того, что он слышал, душевная боль ранила намного сильнее, чем физическая. До этого момента Митсуки не воспринимал эти слова всерьез. Лишь сейчас, когда его сердце неприятно болело, заставляя прислонить руку к груди, когда впервые в жизни из его глаз бежали слезы, он понял, что такое душевная боль. Его солнце погасло, не оставляя после себя ничего. Баруто многому научил Митсуки, давая осознать, что у него тоже есть своя воля и собственные желания. Неизвестно, сколько он мог бы еще простоять, если бы не какой-то шиноби, проверяющий все ли люди покинули помещение. «Эй, Митсуки!» окликнул змея парень. Желтоглазый даже не среагировал на голос, продолжая пребывать в шоковом состоянии. Лишь в третьей попытке шиноби удалось достучаться до него, заставляя пойти домой. Митсуки мог в считанные минуты оказаться дома, но он медленно передвигался, обдумывая все, что произошло. «Почему именно ты, Баруто?» Размышлял парень. «Этот вопрос будет преследовать его всю ночь, не давая нормально заснуть». Зайдя в дом, семья очих не проронила ни слова. Саски понимал, что чувствует его дочь и хотел поговорить с ней, но Сарада пожелала спокойной ночи и отправилась в спальню. Девушка не знала, что ей делать. Спокойно вздремнуть она не сможет, вспоминая все то, что было связано с Баруто. «Сарада, отдай, это мое. Ну держись у меня. Ай! Больно, дать Тибаса». Эти воспоминания вызвали в ней улыбку. Они часто ссорились, начиная с самого детства. Но Баруто всегда ее поддерживал и мог развеселить, даже в самых сложных ситуациях. Правильно Митсуки говорил, что он, словно солнце, но это солнце потухло и теперь не сможет греть ее душу. «Я не позволю навредить моим дорогим друзьям». «Ты же у нас хочешь стать Хакаги? Тогда я стану твоей правой рукой и буду тебя защищать. Мы все вместе станем сильнее, вместе победим врага и пройдем этот путь. Так ведь?» Ну разумеется вместе. Эмоции все больше брали на дни вверх, и ей уже не хотелось сдерживаться. «Я хотел сказать, что спасибо тебе за все». Девушка сползла по стене и в голос разрыдалась, прижав к себе колени. Она больше не могла сдерживать эмоции. Она потеряла одного из самых близких людей. Когда он улыбался, он словно сиял. Они всегда были вместе, несмотря ни на что. Он был ее лучшим другом, ее братом, и нет смысла отрицать, что Барута ей нравился. Но гордость никогда не позволяла Учихе сболтнуть лишнего. Все, что она могла, так это наблюдать за ним со стороны. Саски слышал ее всхлипы, но не стал вмешиваться. Ему приходилось только слушать ее рыдания и ждать. Проплакав около часа, девушка сумела встать и подойти к зеркалу. Ее темные волосы были растрепаны, одежда была мокрой от слез, а лицо покрасневшим. Посмотрев в свои глаза, она могла наблюдать за их красным цветом. Это был Шаринган, где, вместо привычных двух тамай, находилось три. Наруто очнулся в каком-то странном месте. Не то чтобы лес был чем-то удивительным для Узумаки, но он как будто ощущал необычность этого мира. Вокруг была полная тишина, такая, что седьмой мог слышать собственное дыхание. Пробав здесь пару минут, он услышал до боли знакомый голос, «Эй, папа! Давай играть!» Наруто обернулся и увидел пятилетнего мальчика с блондинистыми волосами, с ясными, как небо, голубыми глазами и двумя полосочками на щеках. На его глазах навернулись слезы, и он захотел поскорее его обнять. «Баруто!» крикнул Узумаки, идя ему навстречу. Мальчишка лишь рассмеялся и побежал прочь от Хакаги. Глава деревни тут же бросился за ним. Но удивляло то, что Наруто никак не мог его догнать. Они бежали вдоль длинной тропинки, ведущей непонятно куда. Во время бега внешность Баруто постепенно менялась, он становился старше, и его голос звучал уже по-другому. «Бать, ты отстаешь!» весело кричал Баруто. И вот они прибежали к огромному обрыву, перед которым уже тринадцати лет Мини Бландин остановился. «Эх, старик, похоже здесь наши пути расходятся», произнес голубоглазый. «Баруто, я не понимаю, о чем ты говоришь», вымолвил седьмой. Парень лишь улыбнулся своей фирменной улыбкой и повернулся спиной к отцу. Он подошел к краю обрыва и смотрел вниз. Наруто заволновался и уже хотел подойти к Бландину, но невидимая стена не позволяла этого сделать. «Баруто!» неистово кричал Узумаки, опасаясь за своего сына. Все еще улыбаясь, голубоглазый посмотрел назад на своего отца, развернув голову. «Спасибо за все, папа!» «Прощай!» тихо сказал парень и прыгнул в обрыв. «Баруто!» закричал Наруто. Наруто пробудился от своего кошмара, приняв сидячее положение. Осмотревшись вокруг он понял, что находился в больнице. За окном уже виднелся свет, а значит наступило утро. Седьмой тяжело дышал, он был весь в поту, даже футболка прилипла к его телу. Его сердце колотилось в бешеном ритме, что заставило его схватиться за ворот. Он надеялся, что это был плохой сон, но вскоре его поспешат разочаровать. В комнату, услышав звуки, зашли Сакура и Хинато. Брюнетка сразу же бросилась обнимать своего мужа. «Наруто-кун, как я рада, что с тобой все в порядке», прижимаясь к нему, вымолвила Хинато. «Как ты себя чувствуешь?» поинтересовалась Сакура. Немного голова кружится, а еще мне кошмар приснился, как будто Баруто погиб, отдышавшись, сказал Изумуке. В этот миг лица женщин приняли печальный вид, а у Хинато начали появляться слезы. И тут Наруто вспомнил все, что случилось за прошлый день. Он также не мог сдержаться и тихонько заплакал, крепче обняв свою жену. Сакура не хотела портить их скорбь, но все же решила им напомнить через пару часов похороны, так что, надеюсь, вы будете готовы. Пара кивнула в ответ и продолжила обниматься, разделяя эту боль на двоих. Спустя пару часов большая часть жителей Канохи собралась недалеко от кладбища, где похоронены самые сильные и известные герои их деревни. Почти цены седьмого Хакаги приехали даже каги других деревень со своими представителями. Все друзья блондинок, а также их родители, были одеты во все черное, и у многих в глазах стояла вода. Учиха Сарада не плакала. Этой ночью она выплакала, казалось, бы все, что только можно, поэтому сейчас просто невероятно грустила, находясь здесь. Ее отец, по совместительству учитель погибшего, он же Учиха Саски, стоял возле своего друга. Наруто находился возле гроба, рядом с ним были Хинато, Химавари, Хиаши, Ханаби, Каваки, Шикамару и сам Саски. Когда все собрались, Наруто вышел перед толпой. Он, как Хакаги и как отец, должен был сказать последнюю речь. Он долго не мог начать, но его никто не торопил, понимая, зачем все собрались. Баруто был очень близким человеком для многих из нас, начал Хакаги. Для Кагота это был любимый сын, для Кагота брат, а для Кагота хороший друг. Остальные же знали его, как сына седьмого. Наруто остановился перевести дыхание и совладать с эмоциями, но все присутствующие понимали седьмого и поддерживали его. Собравшись, Блондин продолжил, но вчера он доказал нам, что он не просто сын седьмого Хакаги. Он великий герой, спасший деревню от инопланетного пришельца по имени Мамушики. Баруто умер, до последнего защищая нашу деревню и всех ее жителей. Многие, кто даже не знал Блондина лично, были тронуты речью седьмого, которую он говорил от чистого сердца. И, несмотря на то, что он погиб, продолжил Наруто со слезами на глазах. Мы всегда будем о нем помнить, Шиноби, который знал свой долг и до конца его придерживался. Он навсегда останется в наших сердцах. Узумаки больше не мог сдерживать и громко заплакал. Многие тоже не могли сдержать эмоций. Он отошел к своей семье, крепко обняв каждого. Все по очереди подходили к могиле, отдавая дань уважения Баруто. Этот день изменил многих. Кто-то понял, что даже в мирное время нужно быть готовым ко всему. Некоторые задумались над тем, как именно они проживают свою жизнь. Другие же понимали, что им нужно становиться сильнее для защиты своих близких. Узумаки Баруто навечно останется в памяти людей, как улыбающийся блондин, чьи уверенности и желания защитить близких будут подавать в пример молодому поколению. А насколько сильно его смерть изменила дорогих ему людей. Мы наверняка узнаем это совсем скоро. Что такое смерть? Можно по-разному ответить на этот вопрос. С физической точки зрения это процесс, связанный с остановкой сердца и других жизненных органов. Но что происходит с человеком после смерти? Одни утверждают, что после того, как человек умер, он начинает жить новой жизнью в потустороннем мире. Либо в том мире, какой он пожелает выбрать сам, или же там, куда его отправит сама судьба. Другие же уверены в том, что смерть – это конечная остановка, после которой больше ничего нет. Узума Кибарута был уверен в своей смерти. Он не чувствовал боли или усталости, а также мамошики, управляющего его телом. Открыв глаза, он заметил неизвестные очертания вокруг себя. Блондин не мог до конца понять, жив он или же умер. Неужели так выглядит мир мертвых? Ненадолго задумался голубоглазый. Парень очутился в неизвестной комнате, сделанной полностью из камня, на котором во многих местах все заросло мхом. Внутри не было никаких приборов освещения, лишь лучи солнца пробивались из трещин в стенах. Это место выглядело заброшенным, словно здесь долгое время никого не было. Бород не был силен в знаниях потустороннего мира, но почему-то он представлял его подругому. В то же время это место казалось ему знакомым. Ты наконец-то очнулся, у Зумаки Бород послышался голос из темноты. Кто здесь? Перепугался блондин. Из дальнего угла помещения вышел человек, одетый в одежду, состоящий из белого с высоким воротником церемониального кимоно с черным поясом, поверх которого он носит бледнозельный пояс, повязанный над его правым плечом. У него была бледная кожа, лохматые белые волосы и выразительные черты лица. Бород уже видел этого человека, но теперь его внешность вызывала неприятные воспоминания. Асуцуки со злыми нотками произнес блондин. Я уже когда-то видел тебя, что тебе на этот раз нужно. Да, я из клана Асуцуки, но поверь мне, я желаю тебе и всем людям только наилучшего, ответил незнакомец. И почему я должен тебе верить? Спросил Узумуки. Причин доверять мне у тебя нет, но тебе ведь наверняка интересно узнать, где ты и как здесь оказался, спокойно сказал Беловолосый. Бород задумался, это место не является его подсознанием и маловероятно, что незнакомец появился здесь по чистой случайности. А что если он сумел выжить? Этот вопрос интересовал парня больше всего. Хм, а скажи мне, я жив? Задал вопрос обладатель кармы. Да, ты не мертв и сейчас находишься в одной своих вариаций подсознания, где можем находиться только мы, вымолвила Ацуцуки. В этот момент Бород чувствовал противоречивые эмоции. С одной стороны, он выжил и может продолжить свое существование, сделав все, что он планировал. С другой, это означает, что мамошики также сумел выжить, все еще угрожая всему миру. Узумуки оценивающий посмотрел на собеседника, отчетливо понимая его чувства. Я знаю, почему ты хотел умереть, это похвально, мамошики вправду очень опасен, произнес мужчина. Откуда ты знаешь о нем? И о том, что произошло? Удивился Бород Я наблюдал за тобой, ответила Ацуцуки. И я могу ответить на интересующие тебя вопросы. Но у меня мало времени. Когда ты очнешься, мои марионетки подскажут тебе направление. Придя к нужному месту, ты должен освободить меня с помощью кармы. Бород отверзали сомнения, не врет ли ему этот незнакомец. Хотя почему-то он чувствовал, что тот говорит только правду. Доверься мне, пожалуйста, сказал Беловолосый. Человек начал исчезать прямо на глазах у блондина. Бород решил, что он поможет этому Ацуцуке и узнает ответы на все свои вопросы. Но он не мог не задать один из них прямо сейчас. А как тебя зовут? Поинтересовался парень. Ацуцуки Танири напоследок произнес незнакомец, окончательно исчезая из этого подсознания. Бород очнулся и обнаружил, что лежит на полу, сделанным полностью из мрамора. Осмотревшись вокруг, он заметил, что все помещение было сделано из этого материала. На стенах висели неизвестные ему картины, вдоль проходов находилось множество колонн, а в некоторых местах находились статуи. Не успел изумаки как следует осмотреть интерьер, как тут же позади него появилась деревянная марионетка. Парень сначала с опаской смотрел на нее, но вспомнил, что Танири предупреждала подобным. Марионетка знаком показала ему следовать за ней, ведя блондина в главный зал этого храма. Спустя пару минут он добрался к месту и увидел Танири собственной персоной, правда он не двигался, будучи замороженным. Сам же зал не особенно отличался по интерьеру, разве что большая площадь и наличие большого стола делали его отличительным. Подойдя к Ацуцуки, Баруто догадался, что нужно сделать. Но страх очередного пробуждения мамошики не давал ему спокойно освободить незнакомца. Решив, что терять ему нечего, парень выдохнул и сумел активировать карму. Его тело не поддалось захвату, и он чувствовал себя вполне хорошо, поэтому он побыстрее приступил к поглощению техники. Через некоторое время он закончил с освобождением, подхватил Танери, так как тот начал падать. «Спасибо тебе, Баруто», тяжело дыша, произнес Ацуцуки. «Помоги мне пройти к столу». Узумаки помог ему дойти и усадил на стул, больше похожий на королевский трон. Танери жестом пригласил его присесть рядом, все еще пытаясь прийти в себя. Блондин не торопил его, пока беловолосый сам не задал ему вопрос, так что ты хочешь узнать в первую очередь? Где мы, и как я здесь оказался? Взволнованно спросил сын седьмого. «Мы находимся на Луне, в моем личном храме», шокировал парня Танери. «А переместился ты сюда с помощью своего особого дадюцу Джагана». Баруто находился в шоке, пытаясь осознать слово беловолосого. «На Луне!» «И что это за глаз такой?» недоумевал он. «Я клана Ацуцуки, а также здесь бывали твои родители», спокойно ответил хозяин храма. «Родители? А они здесь что забыли?» продолжал спрашивать Баруто. «Когда-то давно, более пятнадцати лет назад, я по-другому смотрел на мир и хотел уничтожить землю, перед этим взяв твою мать себе в жены, начал Танери. Тогда твой отец вместе со своими друзьями пришли спасти Химату и ее сестру. Вот значит все еще будучи в шоке спросил Узумуки. «Ну ты ведь сам его видел, вспомни все моменты связанные с ним», произнес Ацуцуки. Баруто задумался и начал перечислять все что он знает. Впервые он пробудился около года назад, помогая отслеживать негативную энергию. Он перемещал его в измерение Нуэ. Глаз также появлялся в битве с Мамошики и даже в сражении против Урашики. «Да, все верно», сказал Танири, послушав блондина. «Но даже в последней битве, когда Мамошики захватил твое тело, тебе ведь помогла неведомая сила, разве я не прав? Точно, я тогда почувствовал прилив сил, большая часть которых была сконцентрирована в правом глазу. Но как я спасся?» проговорил сын седьмого. За мгновение до твоей смерти Джаган самостоятельно открыл портал и переместил тебя в это место. «Ты спросишь как?» сказал Танири, смотря на уже открывающийся Радбарута. Подумай сам, в какие именно моменты он пробуждался. Тогда, когда тебе нужна была помощь, или же вследствие сильных эмоций. Сила этого глаза невероятная, я сам не знаю всех его способностей, так как этим додютсу обладали лишь некоторые представители главной ветви о Суцуке. «Так почему это вдруг этот глаз пробудился во мне?» вымолвил глубоглазый. Танири на секунду задумался перед тем, как спросить, «А что ты знаешь о мудреце шести путей?» «Ну, кое-что читал в книгах, знаю, что он появлялся на Четвертой мировой войне Шиноби, и что он сын Кагуя, почесывая затылок», ответил Барута. «Ну так вот, его чикрой обладал твой отец, Узума Киноруто. Твоя мать обладала чикрой Хамуры, брата-мудреца. Я же, перед тем, как твои родители покинули Луну, передал ей часть своей чакры, чакры чистокровного Асуцуки. Скорее всего, вследствие смешивания этих генов Джаганас умел пробудиться в тебе», попытался объяснить Танири. Голова Барута просто взрывалась от новой информации. Он несколько минут обдумывал все услышанное, узнать. Кто же Итуи как связан с кланом Асуцуки? Как пользоваться Джаганом? Ипочи. Танири остановил этот словесный поток, жестом указывая Барута замолчать. «У тебя слишком много вопросов». «Благо, мы сегодня никуда не торопимся, и я должен рассказать тебе всю правду». «Но мой рассказ и ответы на твои вопросы займут довольно много времени». «Ты точно готов к этому?» «У меня в Академии Шин Осенса рассказывал нам долгие и нудные «Я не думаю, что твой рассказ будет очень скучным». «Дать тебе баса», улыбаясь, сказал Узумуки. «В таком случае я начну издалека». Погода в стране железа была неизменной. Постоянные метели в перемешку с неимоверным холодом делали ее сложной для проживания. Но, придя домой, Кагуцу Тихари ощутил облегчение. Он большую часть своей жизни жил в таких условиях, ставшими для него уже родными. «Чего не скажешь о белолосом от одного только его вида?» После событий в Канохе, они встретились в лесу на условленном заранее месте. Решив немного передохнуть и подумать над дальнейшим планом, Кагуцу Тихи отправились домой к Брюнету, так как там было довольно безопасно. «И что же нам теперь делать?» — поинтересовался владелец дома. «Узумуки Барута умер, а значит ты не сможешь заполучить плод чакры». Да, но помимо Санишки Хакаги есть еще один обладатель Карумы, в теле которого распаковалось немалое количество данных, ответил ему Куда. «Каваки, но ты ведь не хотел использовать его в качестве пищи для десятихвостого?» — спросил одноглазый. Асу Цуки фикансы в его теле завершена, соответственно данных о Шике в его теле будет не больше девяносто процентов. Но его можно использовать для получения плода, правда он выйдет не таким большим и действенным. К тому же я просто ненавижу этого ублюдка, но теперь другого варианта и нет, подробно объяснил ученик Джигена. Немного поразмыслив над словами напарника, Кагу Цути задал следующий вопрос, «Но, насколько я понял из твоего рассказа, Каваки теперь еще сильнее, чем был до этого?» «Да, теперь помимо Сукуна Хиканы он может использовать технику Дайкакутина, а именно призывать из своего личного измерения все то, что было уменьшено его левым глазом, а также огромные кубы и штыри», сказал Беловолосый. «Да, проблематично будет его схватить, к тому же наверняка все пять великих стран ведут за нами охоту», задумался мужчина, наливая себе чай. «Возможно ты и прав, но и мы не будем сидеть сложа руки. Мы должны обустроить новую базу и найти новых людей для создания новой кары», уверенно произнес Кода. «Но на создание базы и поиск нужных людей может уйти не один год, ты точно в этом уверен?» задал вопрос Хари. «Ты сомневаешься в моих идеях», с угрозой в голосе произнес парень. Хоть и не сильно, но Когуцутти ощутил, как по его телу пробежала легкая дрожь. Излить Кода не стоило, поэтому он отрицательно помахал головой. Этот жест устроил Беловолосого, и он продолжил. «До этого мне нужно было поторопиться с плодом, так как мамошеки мог полностью переродиться в теле Барута. Сейчас же, как я и говорил ранее, количество данных в теле Каваки не изменится, а значит, времени у нас много», улыбаясь, проговорил ученик Джигена. Желание мести немного затмило разум Кода. Но, учитывая силу Каваки и поиски со стороны всех деревень, стоило более рационально подойти к делу. Не стоит жертвовать своими планами по захвату мира, только из-за того, чтобы отомстить тут и сейчас. Теперь же, когда новый план не ограничен во времени, он сделает все возможное, чтобы воплотить его в реальность. И уж тогда он точно отомстит за господина Джигена, а после станет одним из сильнейших Ао Цуцуки. Кагуцути Харри лишь смотрел на самодовольное лицо Кода и слушал его план. Он все больше осознавал, что сотрудничество с Беловолосым, скорее, приведет его к смерти, чем к отмщению Учихи. «Ну что же, Амада, я приму твое предложение и буду шпионить за Кода, точнее за новой организацией Кары», окончательно обдумался мужчина. Почему-то Кагуцути не сомневался в создании новой группировки. Наблюдая и ощущая силу Кода, он с уверенностью мог сказать, что тот точно сможет достичь многого. А что же из этого выйдет? Только время покажет. Танери молча сидел, готовясь к рассказу. Спустя пару минут он все же начал говорить, «Как ты уже знаешь, меня зовут Танери, и я из клана Ацуцуки. Я выходец из побочной ветви, которая жила на Луне после смерти Хамура Ацуцуки. Представители главной семьи посещали нас время от времени. В основном они давали нам задания или брали каких-то Ацуцуки с собой. После этого никто не возвращался». Танери сделал паузу, вспоминая события своего прошлого, представителей побочной ветви становилось все меньше и меньше. Я боялся за свою жизнь и жизнь своего отца. Я не знал, зачем они забирали нас и почему никто не вернулся. Тогда я был ребенком, просто хотел настоящих друзей вместо марионеток. Но спустя пару лет моего отца настигла та же участь. Он подошел ко мне и положил руку на плечо. Отец знал, что это наш последний разговор. Все, что он сказал мне, это жить дальше и пытаться достичь мира. Тогда я не очень понял эти слова, мне просто хотелось обнять его и не отпускать. И только потом я понял, что же он имел в виду. Барута завороженным взглядом смотрел на Танери, с интересом слушая его историю. Что было дальше? Задал вопрос Сузумуки. Я начал интересоваться делами главной ветви и в целом своим кланом. То, что мне удалось узнать, повергло меня в шок. Они просто уничтожали планеты, убивая всех на своем пути. И это только ради достижения силы и бессмертия, ответила Асуцуки. Если они забирали всех, кто жил на Луне, то как ты смог выжить? Спросил Блондин. На удивление, когда нас осталось меньше десятка, главная ветвь перестала приходить к нам. Мы не знали причин этого, но были очень рады. Правда, недолго я радовался. Вскоре многие начали уходить с Луны, желая открывать для себя новые планеты и новые возможности. Так я и остался один. У меня не было желания покидать это место, так как оно было моим домом. Мне пришлось еще больше углубиться в историю Асуцуки, параллельно наблюдая за Землей и за твоей матерью. Ты наблюдал за ней? Удивленный вскрикнул голубоглазый. Ну как? Да, мы с отцом задолго до этого наблюдали за этой планетой. Нас заинтересовал Каланг Юга, и мы даже посещали Землю, разговаривая с представителями их семьи. Что же касается Хинуты, то она смогла нас впечатлить, вследствие чего отец сказал, что в будущем она станет моей женой. Несмотря на ненависть к людям, Хинута показалась мне другой, и я по-настоящему влюбился, проговорил Томире. Ненависть к людям? Переспросил Барута. Да. Я ненавидел их за то, как они используют чакру. Они использовали ее как оружие для собственной выгоды. Постоянные войны, убийства невинных это все было ужасным. Но по отношению к Хинуте у меня не было чувства и ненависти. Я очень сильно ее любил, и мне было очень одиноко. Я просто хотел семью, которую я буду любить и всегда защищать, сказал Беловолосый. Это чувство было очень знакомым для Барута. Ради дорогих людей и он был готов на все. Узумаки почувствовал сопереживание и грусть Каасуцуки. Скажи кто-нибудь ему об этом еще пару дней назад, он просто посоветовал бы этому человеку сходить в больницу на осмотр. Но жизнь непредсказуема, мы никогда не можем быть во всем уверены. Из раздумий сына седьмого вывел голос собеседника. Так что ты еще хочешь узнать? Произнес Станири. Когда я прибыл сюда, ты был под действием техники. Кто тебя в нее заточил? Поинтересовался парень. Ты уже знаешь его, это был Рашики. Перед тем, как напасть на землю, он наведался ко мне. Ну а результат ты уже видел, сказал хозяин храма. Еще что-то. Подумав, обладатель кармы решил спросить, я хочу знать больше о Джагане. И почему ты сказал мне когда-то, что от меня будет зависеть судьба этого мира? Спросил Барута. Джаган это сильнейший дадюцу. Лишь некоторые представители клана Ацуцуки им обладали. Лично я видел его только единожды. Тогда главная ветвь в очередной раз наведалась к нам домой. Когда они забирали одного из жителей, его родня хотела помешать этому и напасть на гостей. Но один из них активировал глаз, который был синего цвета, а также имел затемневшую склеру и отсутствие видимого зрачка. Нападавшие вмиг были парализованы и рухнули без сознания, рассказал Томири. Это одна из его способностей? Задал вопрос Блондин. Скорее всего, но подробно узнать о ней я так и не смог. Все, что я знаю, это то, что Джаган умеет видеть потоки чакры, ощущать негативную энергию, открывать портал и видеть, когда кто-то другой его открывает. Помимо этого у него имеется собственное или же переместиться туда самому. У него есть и другие способности, но подробно я о них не знаю, проговорила Асуцуки. Тем не менее сила Джагана невероятная. Именно она должна помочь тебе против приближающейся опасности. Ведь скоро Земле и остальным планетам будет грозить большая опасность. Асуцуки злостно произнес Борута. Да, их силы на совершенно другом уровне. Несколько лет назад у меня было видение о том, что весь мир будет в большой опасности и только обладатель Джагана сможет его спасти. Я сразу понял, о ком идет речь, так что мне пришлось обратиться к жителям вашей планеты за помощью, сказал Танири. Ты о чем, Даттибаса? Недоумевал голубоглазый. Я обратился за помощью к одному ученому по имени Рачимару. Он должен был создать человека, который будет защищать обладателя Джагана. Тот, чьей задачей будет исключительно защита своего Солнца, ответил беловолосый. Не может быть! Митсуки! Шокированно крикнул блондин. Да, я предоставил Рачимару часть своих генов, желая, чтобы этот защитник был силен. Он в свою очередь достал образец твоей чакры, внедряя его в тело Митсуки. На создание ушла не одна попытка, но в конце концов результат был отличным, объяснил Ацуцуки. «Просто поверить не могу! Я знал, что Митсуки был искусственно создан, но не думал, что ради моей защиты!» Прокричал Изумуки. «Тем не менее ты подружился с ним и даже смог привить ему собственную волю и желание!» «Ты вправду невероятен, Барута!» улыбнулся собеседник. Сын Седьмого вновь погрузился в свои мысли. Сегодня он узнал много новой информации, большая часть которой была для него шоком. Но был еще один, наверное, самый важный вопрос. Мамошики все еще находятся в моем теле, а значит Ацуцуки фикансия продолжается. Как нам его остановить, кроме посредства моей смерти?» Задал вопрос голубоглазый. Джаган может в этом помочь. С помощью его силы можно будет попробовать запечатать мамошики. Конечно, Ацуцуки не обязательно должен находиться в теле, чтобы процесс распаковки не останавливался. Но если у тебя выйдет убрать его из своего тела, ты сможешь повлиять на саму карму, на Чултамире. Если попробовать запечатать уже саму печать, то ее действие также прекратится. После этого распаковка данных будет остановлена, и ты больше не сможешь активировать карму. Проблема только в том, что это все гипотетически. На деле в истории клана Ацуцуки такого никогда не было. Поэтому это большой риск, я не уверен, что я согласен. Громко произнес Барута. Я хочу остановить его любым путем и готов использовать любую возможность. Я и не сомневался в тебе, вымолвил Танире. Но для освоения этого глаза понадобится много времени, возможно, несколько лет. Что? Удивился блондин. А быстрее никак. Ты даже не можешь самостоятельно активировать Джаган, не говоря уже о том, чтобы им управлять. Тем более он забирает большое количество чакры, а значит тренироваться без остановок не выйдет, проговорил Беловолосый. Если на его использование нужно много чакры, то как мне им управлять? Спросил Голубоглазый. С тренировками, научившись использовать его, объем необходимой чакры будет уменьшаться, объяснил Ацуцуки. Барута начал обдумывать все услышанное. Он наверняка будет невероятно скучать за своими близкими. И им, наверное, очень тяжело, учитывая факт того, что для них он, скорее всего, умер. Но вопреки этому, ради их защиты, у него нет других вариантов. Пока угрозы в лице мамошики существуют, они будут в большой опасности. К тому же овладеть силой Джагана жизненно необходимо, иначе шансов выстоять против Ацуцуки не будет. Я готов к обучению и тренировкам, даже если это займет несколько лет, спокойно сказал Узумуки. Вот отлично. Я покажу тебе твою новую комнату, а к тренировкам перейдем завтра, сообщил Тони Ри, вставая из-за стола. Эх, надеюсь, здесь неплохо кормят. Да, Тибаса, весело подумал парень и пошел следом за Ацуцуки. Не таким он представлял себе свой путь не нельзя. Но если судьба решила проверить его на прочность, то так тому и быть. Он не сломается и сделает все возможное, чтобы стать сильнее. Именно от него зависит очень многое. Сможет ли он, Узумуки Барута, стать спасителем этого мира? Время покажет. Сегодня было яркое солнечное утро. Легкий ветерок освежал еще сонных людей, а пение птиц придавало хорошего настроения. Несмотря на столь ранний час, в деревне скрытого листа уже вовсю кипела жизнь. Многие торопились на работу, даже не успев как следует насладиться красотой предстоящего дня. Одним из таких людей является глава этой деревни Узумуки Наруто. Спасибо за завтрак, дорогая, обратился седьмой к своей жене. Да ни за что, улыбнулась женщина. Супруги принялись за пищу, попутно разговаривая на бытовые темы. Дети еще спали, поэтому они могли насладиться этим утром в тишине. Кстати, Хинато, давай сходим куда-нибудь этим вечером. Предложил голубоглазый. Хинато удивился этому предложению и сначала не поняла суть вопроса. Хинато окликнул ее мужчина. А, прости, просто я никак не могу привыкнуть, что ты теперь меньше работаешь и у тебя больше свободного времени, неловко вымолвила бывшая Хьюга. Это ты меня извини, за что уделял вам так мало времени, с погрустневшим лицом произнес Наруто. Все хорошо, Наруто-кун, я не обижаюсь на тебя. Я согласна прогуляться с тобой вечером, но что насчет детей? Спросила обладательница Бьякогана. Ну, Химовари может пойти в поместье Хьюга и заодно проведать своего дедушку. А у Каваки сегодня миссией. Кстати, не забудь разбудить его, иначе проспит, ответил Узумуки. Еще немного посидев, Хакаги попрощался со своей женой и поспешил на работу. Решив сократить путь, он как в старые добрые времена запрыгнул на крышу и отправился в сторону резиденции. По дороге он наблюдал за огромным количеством жителей, которые уже трудились на благо деревни. Смотря на Канаху, так и не скажешь, что около года назад часть деревни была разрушена. Восстановление не заняло много времени, однако все прекрасно запомнили тот период. Наруто тяжело переносил смерть своего сына. Ему снился один и тот же сон, где в конце Баруто падал в обрыв. Хоть он увидел его множество раз, эмоции каждый раз были как в первый. Тогда Шикамару временно взял управление деревней на себя, а седьмого отправили домой отдохнуть несколько недель. Благодаря поддержке со стороны семьи всей деревни Узумаки смог прийти в себя. Однако тот самый сон снился ему и по сей день, хоть и намного реже. Спустя пару минут Наруто был уже у дверей своего кабинета. Когда блондин вошел внутрь, он, как и обычно, застал своего советника, перебирающего какие-то бумаги. Поздоровавшись и обговорив некоторые дела, Хакаги принялся за свое обычное занятие подписания разных документов. Мирный сон спящей девушки нарушил громкий звук будильника. Учиха Сарада как всегда ответственно подходит к миссиям, поэтому просыпается заранее. Сладко зевнув, брюнетка потянулась и пошла в ванную. Посмотрев на себя в зеркало, она опять наслаждалась своими волосами, которые за последний год успели отрасти до уровня плеч. Сделав все утренние процедуры, обладательница Шарингана выдвинулась на кухню, откуда уже доносился вкусный запах блинчиков. Доброе утро, поздоровалась Сарада. Доброе, синхронно поприветствовали ее родители. У тебя сегодня седьмой говорил, что-то связанное с сопровождением, ответила девушка, параллельно садясь за стол. Наверняка это будет неблизкий путь, поэтому как следует подкрепись, посоветовала ей Сакура. Кстати, Саски-кон, ты же вроде тоже скоро отправляешься в путь? Да, нужно поскорее найти кода, он не сидит на месте. За последние пару месяцев были несколько случаев кражи ценных технологических материалов, не знаю, что он задумал, но оставлять это просто так мы не можем, рассказал Брюннет. Просто быть осторожен, как и ты, Сарада, взволнованно произнесла женщина. Посидев за разговорами еще несколько минут, все семейство выдвинулось по делам. Сакура, как обычно, пошла в больницу, Саски отправился к выходу из деревни, а юночиха направилась в сторону резиденции Хакаги. Братик, ешь быстрее, а то опоздаешь, громко говорила милая девочка с темно-синими волосами. Да знаю я, сонным голосом вымолвил Брюннет. Хима, ты сегодня пойдешь к дедушке Хиаши, мы с папой хотим прогуляться вечером, предупредила Хима-то свою дочь. Хорошо, давно я его не видела, как и тетушку Ханаби, улыбалась Хима-Варе. И вот еще, Каваки, я приготовила тебе еду. Наруто Кун говорил, что дорога будет длинной, наверняка проголодаешься, сказала бывшая Хьюга. Да, спасибо, мам, с задержкой произнес парень, заставив женщину улыбнуться. Он еще не привык ее так называть. Каваки давно считал семью Зумаки как свою родную, но только месяц назад они официально усыновили его. Поначалу Брюннет отказывался, не желая становиться заменой Барута. Но Наруто, как будто прочитав его мысли, убедил, что они в любом случае считали его своим сыном, планировали усыновить рано или поздно. Также Каваки стал официальным членом команды номер 7. Они хорошо ладили и не раз сражались вместе, поэтому не было никаких проблем. Закончив с едой, Узумаки двинулся в сторону главного здания в Канахе. Наруто продолжал заполнять разные бумаги, как вдруг в его дверь тихонько постучали. Войдите. Привычным тоном вымолвил он. В кабинет вошла вся команда номер 7. Все они немного изменились за этот год, как внешне, так и в плане силы. Сейчас они являлись одной из лучших команд в деревне, будучи Чуниным и Гениными. Вы вызывали нас, господин седьмой, начало Сарада. Да, у меня для вас новая миссия. Нужно сопроводить одного влиятельного человека в деревню скрытого водопада. Проблема в том, что он очень влиятельный и многие пытаются его убить. В Кунохе он был по делам и его сюда привели Шенобитумана, а по пути обратно вы займетесь охраной этого мужчины. Все ясно. Закончил Наруто. Так точно. Хором произнесла команда номер 7 и уже собиралась уходить. И еще одно, Када начинает действовать все чаще и чаще. Будьте начеку, предупредил их Хакаги. Ребята кивнули и покинули кабинет главы деревни, оставляя его в тяжелых раздумьях. На удивление они молча шли по главной улице, пока их не окликнул знакомый голос. Эй, ребята, давайте к нам, предложили ему ваби и металли, направляясь в бургерную. Я не особо голоден, кратко отрезал Каваки. Я бы заказал что-нибудь, не ел ничего с самого утра, позитивно сказал Митсуки. Пошли, Каваки, посидишь за компанию, произнесла Сарада, желая встретиться с друзьями. Эх, черт с вами, вымолвил Брюнет и двинулся за остальными. Зайдя в заведение, они нисколько не удивились увидеть здесь весь свой выпуск. Поздоровавшись со всеми, они сели на свободное место. Как у вас дело? В последние пару месяцев редко вас видели. То на миссиях, то тренируетесь, поинтересовалась Чачо. У нас все хорошо, просто сложный период, улыбнулась Учхо. Вот только Шокодай видел, что эта улыбка была фальшивой. «Я прекрасно вас понимаю и чувствую то же самое», спокойно произнес Нара. «Ты о чем, Шокодай?» спросила Наджин. «Желание стать сильнее, чтобы защитить дорогих людей», ответил другу Брюнет. «Ты о том случае сборы?» хотела сказать Чачо, но тут же заткнулась. Атмосфера в компании резко стала значительно другой. Никто не смеялся и даже не разговаривал. «Извините, я не хотела». Пыталась оправдаться Рыжеволосая. «Нет, Чачо, он прав. Я не могу сидеть сложа рука, зная, что Борута пожертвовал собой ради нас. Я не могу допустить, чтобы кто из моих друзей умер, иначе какой из меня тогда Хакаги?» Серьезно заявила Сарада. «Да, она права. Нам всем было очень тяжело после его смерти. У нас нет выбора, мы обязаны стать сильнее», сказал «Борута всегда защищал нас, друзья были для него всем. Даже не верится, что уже год прошел», грустно вымолвил Митсуки. «Все так же погрустнели, вспоминая жизни радостного блондина. Этот случай повлиял на всех нас. Я уверен, что все вы решили стать сильнее». «Борута был для нас примером, и его смерть не будет напрасной. Ведь именно на наши плечи ляжет защита деревни от будущих врагов», уверенно проговорил Шокодай. Слово Нары заставили остальных задуматься. Он был прав, все они стали сильнее и находятся на правильном пути. Ребята прекрасно понимали, что такое долг Шиноби и большая заслуга в этом принадлежит их другу Зума Кибарута. В сотнях километров от Канохи, недалеко от деревни скрытой скалы находилась, на первый вид, безобидная пещера. Но, проследовав вглубь, можно было обнаружить еле заметный проход. Кагуцутихари бывал здесь уже множество раз, поэтому просто зашел внутрь. Мужчина оказался в небольшом коридоре с несколькими проходами. Пройдя в левую дверь, мужчина оказался в помещении, больше похожем на лабораторию. Здесь находилось два человека. Один был высокого роста и с белыми, словно снег, волосами. На его плечах покоился черный плащ с фиолетовыми вставками, а на лице был железный протез. Рядом с ним находилась девушка с длинными рыжими волосами. Ей темные голубые глаза сверкали, а татуировка на шее в виде тигра придавала ей грозности. Одета девушка была в короткие серые шорты, которые были чуть выше колен. На ней также был темный костюм с небольшим декольте и сверху на одежде сидела одноглазого кода. К сожалению, никаких следов Джера, он действительно умер, проговорил одноглазый. Досадно, люди нам нужны. Но хотя бы Рэн принесла нам хорошие новости, произнес кода. Именно, есть один способный парнишка, но он заточен в замке Хазуки. Если мы освободим его, я думаю он с радостью нам поможет, сообщил рыжеволосая. Значит, я должен его освободить и привезти сюда. Задал вопрос Кагуцути. Не ты, а вы. Не стоит рисковать, безопасней будет если вы отправитесь вдвоем, приказал кода. Но мы немного отличаемся стилями боя и техниками, вымолвил Хари. Какая разница, вам не обязательно сражаться вместе. Просто приведите мне его, настоял на своем мучении Джигена. Мужчина с девушкой лишь многозначительно посмотрели друг на друга, а после отправились готовиться к дороге. Когда они ушли, Када не мог сдержать улыбки. Совсем скоро к ним присоединится еще несколько участников, делая их группировку куда более опасной. Этот парень будет четвертым. Что ж, пора наведаться к пятому, подумал-ка да и направился к одной из своих царапин. Совсем скоро новая организация Кара начнет действовать. И уже тогда всему миру Шинаби придет конец, а я в свою очередь заполучу плод чакры, ликовал у себя в мыслях беловолосый. Мы еще увидимся, кавыки. Перед твоей смертью я уничтожу все, что тебе дорого. Уже вслух произнес Кода, скрываясь в своей царапине. После встречи с друзьями команда номер семь разошлась по домам, дабы взять все необходимое для миссии. Спустя полчаса ребята были на точке сбора, ожидая того самого заказчика. Благо, он не порядком посидевшими волосами. Его одежда была достаточно обычной, на первый вид и не скажешь, что это влиятельный человек. Так значит вы будете меня сопровождать? Сразу спросил мужчина, даже не поздоровавшись. Здравствуйте, да, лично госп... Хотела сказать сарада. Не могли кого-нибудь постарше дать, за такие-то деньги, недовольно пробурчал бородатый. Кавыки моментально разозлился и уже хотел начать спорить с заказчиком, но очахововремя успел толкнуть его в бокс-локте. Митсуки, воспользовавшись этим, решил продолжить разговор, поверьте, мы достаточно хорошая команда. Скажите, а как вас зовут? Мужчина оценивающий посмотрел на змея и фыркнул. Они даже не удосужились сказать вам. Мое имя Токаши Акада, советую вам хорошенько запомнить это, высокомерно произнес мужчина. Домытип... Вновь хотел возмутиться у Зумки, но в этот раз удар брюнетки был посильнее. Мы обязательно запомним. Токаши сон, давайте начнем наш путь, попыталась улыбнуться лидер команды. Акада лишь тяжело взглянул на Шинобе, бормоча под нос свое недовольство, выдвинулся в дорогу. Митсуки сразу же пошел за ним, оставляя Кавакесараду чуть позади. Почему ты меня остановила? Я бы рассказал этому ублюдку, кто он на самом деле. Яростно высказался он. Не будь дураком, Каваки. Нам не нужны лишние проблемы, или ты хочешь подвести седьмого? Подняв одну бровь, спросила девушка. Нет. Обиженно насупился парень. Ну вот, мы с Митсуки тоже. Хотя я согласна с тобой, он тот еще выпендрежник, выдохнула Сарада. Ладно, пошли уже, а то он еще будет выговаривать, что мы не охраняем его. Побыстрее бы эта миссия закончилась, шел вслед за Учихой. Замок Хазуки поистине уникальное место. Он находится в деревне скрытой травы, одиноко возвышаясь посреди бушующего моря. Кровавая тюрьма именно так прозвали это место. Самые опасные преступники отправлялись в это место, дабы отбывать заслуженное наказание. Охраны здесь было предостаточно, но не она была главной проблемой, не позволяющей злодеям выбраться наружу. Особая техника стихии огня, который обладал надзиратель этого замка, небесная тюрьма. С помощью нее ограничивает преступников, не давая им возможности использовать чакру. В противном случае тело человека восплабо меняется, постепенно сжигая его дотла. Каждый, кто однажды здесь побывал, никогда не забудет ужасы и страдания на территории этого замка. Молодой парень с короткими коричневыми волосами и яркими зелеными глазами уже успел ощутить атмосферу этой тюрьмы. Райдон, а именно так звали этого парня, мало чего боялся в этой жизни. После смерти его родителей более десяти лет назад самым большим страхом в его жизни стала боязнь потерять дорогого человека. И этот человек был в его жизни. Прекрасная Нами, его любимая девушка. Смотря на нее, у Райдона перехватывало дыхание, а его сердце билось в несколько раз быстрее. Когда они начали встречаться, парень был на седьмом небе от счастья. Он пообещал защищать ее во что бы то ни стало. Зеленоглазый упорно тренировался, становясь все сильнее и сильнее. Райдон не являлся сильнейшим воином в деревне скрытого облака, но многие отмечали его физическую силу и владение стихией молнии. Но, несмотря на все это, он не сдержал свое обещание. В один день, когда он возвращался с миссией, его встретил друг. Не придав этому особо значения, Райдон поприветствовал его, пока не заметил грустные выражения лица мужчины. Новость, которую он сообщил, заставила парня потерять сознание. Особо опасная банда при нападении на самый большой банк деревни убила всех работников, включая молодую девушку по имени Нуами. Очнувшись уже у себя дома, Райдон не знал, как ему жить дальше. Решив покончить с собой, он отправился на одно из своих любимых мест, в высокую гору недалеко от деревни. Он часто приходил сюда еще в детстве, наслаждаясь прекрасным видом страны молний. В тот день погода была как будто в бешенстве. Сильный ливень напорос могучей грозой никак не помешали парню осуществить желаемые. Но за несколько секунд до прыжка вниз удар молнии пронзил все его тело, вызывая нечеловеческую боль. Очнувшись уже во второй раз за несколько часов, зеленоглазый ощущал странное чувство. Он не умер, но при этом практически не чувствовал боли. Его переполняла неведомая сила, что заставило изменить его планы. В тот же день он вычислил место обитания этой банды. Райдон убивал всех направо и налево. Свежая кровь заполняла все вокруг, вызывая в воздухе специфический запах. Даже Джоунины деревни облака, убитый без особых проблем. Только личная охрана Райкаги смогла остановить обезумевшего парня. Он пожизненно был отправлен в замок Хазуки, находясь здесь уже несколько лет. У Райдона не было друзей или врагов, все старались обходить его стороной, что в целом его устраивало. Но парень даже не подозревал, что Каек очень заинтересован в нем. Неторопливо к замку подплывало небольшое судно. На нем виднелся мужчина, у которого были длинные темные волосы. Рядом с ним сидела девушка, рыжие волосы которой были хорошо заметны на фоне Синящего моря. Высадившись на берег, Кагуцу Тихари устремил свой взгляд на этот величественный замок. Он много чего слышал о нем, но проверять на практике как-то не хотелось. Рэн, недолго думая, выдвинулась ко входу, и мужчине ничего не оставалось, кроме как пойти за ней. Охранники на входе запаниковали и направили свое оружие в сторону неизвестных. Стоять. Посторонним вход запрещен. Если у вас нет приказа, то не успел договорить мужчина, как тут же был убит точным ударом в шею с помощью куная. Второй же даже не успел опомниться, как был отброшен одноглазом в каменную стену. Напарники спокойно зашли на территорию тюрьмы и начали расправляться со всеми, кто был на их пути. В основном это были охранники, лишь некоторые глупцы среди заключенных попытались напасть на прибывших, за что поплатились жизнью. Стихия огня огненный поток использовал технику Кагуцути. Огонь сносил всех на своем пути, сжигая цель за целью, охватывая пламенем. Даже в Тайджуцу участникам новой кары не было равных. В это время зеленоглазый парень со стороны наблюдал за происходящим, не желая вмешиваться в этот бесполезный бой. Стихия огня цветы феникса полетели в неизвестных множество огненных шариков. Стихия вода водяная стена прокричала Рэн и заблокировала атаку наблюдателя замка. А вот и ты, Муя, произнесла девушка, яростно смотря на мужчину с седой бородой. Рад вновь тебя увидеть, Рэн, спокойно сказал наблюдатель замка, что привело в аксуда. Нам нужен один человек. «Но раз уж ты заглянул на эту вечеринку, предлагаю не тянуть время и покончить с этим», ответила ему девушка и бросилась на брюнета. Хари в это время подошел к молодому пареньку, что сидел возле соседнего здания, опираясь на стену. Судя по описанию, это был тот, кто ему нужен. «Ну здравствуй, Райдон. Меня зовут Кагуцути Хари, и я представитель Кары». Слышал об этой организации. Задал вопрос «Одноглазый». «Приходилось, но я думал, что ее больше не существует», произнес Шатен. «Сейчас формируется новая организация, и мы заинтересованы в твоих услугах», проговорил Брюнет. «Хм, а если я откажусь?» поинтересовался парень. «Я бы не опишел с отказом, наш босс говорил, что у него есть хорошее предложение для тебя. К тому же не думаю, что ты наслаждаешься курортом в этой тюрьме», вымолвил Кагуцути. «А я и не говорил, что отказываюсь, каких-то целей у меня нет, так что я выслушаю его предложение», сказал Райдон. «Но для начала нужно снять с меня эту технику». Парень указывал на красные линии на его груди, которые не допускали использования чакры. Мужчина просто кивнул и посмотрел в сторону боя. Никто не владел явным преимуществом, блокируя атаки друг друга. Девушка невероятно злилась, никак не превосходя оппонента. «Мы слишком неудобные соперники друг для друга», сражаясь с ней в Тай-Джуссу, подметил Муи. «Этим ты меня всегда и бесил, я давно бы уже тебя прикончила». Агрессивно огрызнулась девушка. Наблюдатели замка резко откидываются на несколько метров. Он неприятно ударился о каменную колонну, на миг потеряв концентрацию. «Сила кары на совершенно другом уровне», хладнокровно произнес Хари. «Стихия лавы лавовый поток». Придя в себя, Муи сумел уклониться от атаки, но спустя пару секунд был шокирован. «Стихия льда ледяные иглы». Несколько десятков игл из льда полетело в сторону брюнета. Скорости не хватило, чтобы уклониться от всех, поэтому его немного зацепило. «Откуда ты, знаешь эту технику?» Спросил наблюдатель. «Ты еще многого обо мне не знаешь, а теперь будь добр, сдохни». С язвительной улыбкой произнес Ларон. Муи почувствовал боль в районе груди и обнаружил, что был проткнут насквозь мечом. Зеленоглазый шатен попал прямо в район сердца, заканчивая жизнь великого Шиноби. Мужчина рухнул на землю без признаков жизни. В этот момент техника небесной тюрьмы прекратила свое действие, освобождая всех преступников этого замка. Райдон вдохнул полной грудью, наконец-то почувствовав прилив сил. «Ну так что, выдвигаемся к этому вашему боссу», задал вопрос шатен. «Да, здесь мы закончили», ответил Кагуцути. «Наша следующая остановка, база Кары». Куда в очередной раз был в пределах страны железа. Этот холод пробирал его до нитки, но сейчас он старался не обращать на это внимания. Беловолосый подходил к огромному зданию, что находилось в нескольких километрах от местной деревни. Возле врат не оказалось ни одного охранника, что удивило парня. Зайдя внутрь, он не обнаружил ни единой живой души. Но, на его счастье, в проходе дверей показался старик, который был низкого роста и имел густую бороду. Он в шоке и со страхом уставился на Беловолосого, никак не ожидая его здесь увидеть. Давно не виделись, Бак, добрым тоном сказал Кода. Кода, рад приветствовать, что привело тебя сюда. Не ощущаю ничего, кроме страха, произнес старик. Но мне по личному делу, скажем так. У тебя остались еще киборги, которых хранил Бора. Задал вопрос ученик Джигена. Нет, конечно. Их всех давно уничтожили, я. Хотел сказать Бак, пока его не схватили за воротник. Отвечай правду, иначе я заставлю тебя страдать. Рыкнул Кода. Клянусь. Более года назад поступил приказ от Амада уничтожить всех киборгов, что остались. Это место даже перестало охраняться, только не убивай. Уже почти плачу умолял Бородатый. Чертов Амада. Прикончу предателя. Ну а ты, Бак, очень жалок, проговорил Беловолосый и бросил «Ты мне нужен в новой организации». «Новая организация. Но я бесполезна и ничего не умею», пытался отговорить собак. «Не ври мне. Я знаю, что ты работал с Амада в свое время и приглядывал за киборгами. Нам нужен такой человек, поэтому выбирай, либо ты идешь со мной, либо я тебя убиваю прямо сейчас», злобно улыбнулся Кода. Особого выбора у старика и не было, поэтому вместе с парнем от отправился на свою новую базу. Спустя несколько часов в главном зале подземного укрытия находилось пять человек. Все они стояли в кругу и смотрели друг на друга. «Я рад, что мы все здесь собрались ради единой цели», начал Кода. «Мы все желаем смерти мерзким шинобе и хотим заполучить частичку плода чакры». Когуцути, Рен, Райдон, вы все входите во внутренний круг. Ваши номера со 2-го по 4-й, «Я же буду первым». «Кто еще не знает, это Бак. Он будет нам прислуживать и находиться под пятым номером». «Этот жалкий старикашка». «И чем же он нам поможет?» спросила третья. «Поверь, ты явно недооцениваешь его потенциал в науке и технике», успокоил ее новый лидер. «И какие наши дальнейшие действия?» поинтересовался зеленоглазый парень. «С этого дня внешних членов кары, заводя крыс во всех великих деревнях. Нашей основной целью будет нападение на Канаху. Именно с этой деревни начнется конец всего мира Шиноби». «Давайте остановимся, я устал и хочу перекусить», потребовал Такаши Акада. «Но мы...» хотел взразить Каваки. «Да, согласны с вами, мы сделаем перерыв», сказала Сарада, заткнув руку и рот сакомандника. Они уже несколько часов были в дороге и прошли уже больше половины пути. Компания двигалась в обычном темпе и для Шиноби не было проблемы добраться туда намного быстрее, но их заказчик особо не торопился. Такаши успел достать специальную коробку, внутри которой находилось достаточно много еды. Седьмая команда тоже решила перекусить, пользуясь моментом остановки. «Как же он меня бесит», вымолвил Узумаки, наслаждаясь вкусной едой Хинуты. «Тише, а то услышат еще», выговорила ему командир отряда. «Я и сама не в восторге от этой миссии, но мы профессионалы в первую очередь». «А ты что скажешь, Митсуки?» Змей молчаливо сидел и смотрел вдаль. Его серьезное выражение лица вызывало беспокойность. «Митсуки, что случилось?» спросила у него «Я отправил своих змей на разведку местности, в радиусе 50 метров находиться около 30 человек». «Похоже на то, что это те самые преступники», предупредил всех сына Рачимару. Шиноби сразу напряглись и сконцентрировались на предстоящем сражении. У них не было страха или опасений, они успели выполнить много тяжелых и опасных миссий. Быстро обсудив план, компания вместе с Токаши выдвинулась в путь. Пройдя несколько десятков метров, Митсуки резко повернулся в сторону леса. Стихии молнии Змейная молния. Использовал он технику. Послышались вскрикивания некоторых людей, после чего уже все бандиты вышли им навстречу. Заказчик не был слишком напуган, но то, что его охранники это дети, не добавляло уверенности в собственном спасении. «Отдайте нам старика, иначе вы сильно пострадаете», сказал друзьям один из главных. Хм, «У меня есть идея получше, давай, Митсуки!» крикнула Сарада. Стихии ветра прорыв. Отправил мощный поток ветра генин. Добрую половину преступников откинуло в сторону, после чего начался бой. Учхо активировала свой шаринган и начало сражения в тай джутсу. Ее скорость и физическая сила порядком выросли за последний год, поэтому она с легкостью вырубала каждого, кто попадался ей под руку. Каваки даже без использования кармы превосходил своих противников. Стихия огня огненный шар. Использовал технику сын седьмого. Шар огня достиг целей, и многие враги получили сильные ожоги. Митсуки тоже без особых проблем одолел бандитов и направился к друзьям. Не так быстро. Прокричал тот самый главарь банды и приложил куны к горлу такаши. «Если сделаете хоть шаг в мою сторону, я убью его». Шиноби выглядели перепуганными. Каваки не выдержал и бросился к врагу. Тот лишь вздохнул и перерезал горло мужчине, которого держал в заложниках. Ожидая увидеть панику на лицах оппонентов, он непонимающе смотрел на улыбку Сарады. Ее взгляд был направлен на него. «Черт, гендюцу!» Успел догадаться главарь, но было уже поздно. Открыв с огромной скоростью летела та девушка. «Получай, Шинара!» Крикнула Сарада и впечатала врага в землю. Земля треснула в том месте, а мужчина потерял сознание, если вообще остался в живых. Такаши Акадо в шоке смотрел на этих детей, поражаясь их силе. К тому же он был уверен, это далеко не все, на что они способны. «Все целы?» спросил Очиха. «Да, я даже не вспотел, зевая, вымолвил Каваки. Более чем, это было довольно просто», улыбнулся Мицуки. «А вы, Такаши Сан?» посмотрел на заказчика девушка. Не в силах что-либо сказать, он просто кивнул, давая понять, что все хорошо. «Ну тогда отправляемся», скомандовала Чунин. Компания молча выдвинулась в сторону деревни скрытого водопада, больше не встретив на пути никаких преступников. «Насколько сильно отличается жизнь на Луне от жизни на Земле?» Узумаки Баруто с уверенностью сможет ответить на этот вопрос. Последний год для блондина был крайне тяжелым. Помимо постоянных тренировок с Тони Ри, на Луне было очень плохо. Привыкший к хорошей жизни, парень с трудом мог есть местную еду. Здесь не было любимой мамы, которая готовит лучших всех на свете. Нет любимых бургеров, которые Баруто мог бы есть вечно. Но он вот и всю жизнь есть только Луну и Эду, лишь бы здесь были его любимые друзья. Главной проблемой было отсутствие какого-либо контакта с людьми. Тони Ри всегда был открыт к разговорам, но он о Цуцуке, и, помимо истории своей жизни, им особо нечего было обсудить. Другое дело друзья, с которыми ты знаком несколько лет. Посиделки в бургерной, поездки на крышу поездов, ночевки на природе все это в кругу родных людей. Кроме друзей, Барута сильно скучает и за своей семьей. Как поживает мама с Химой, наверняка сестра уже подросла. Возвращается ли батя домой хоть иногда? Насколько сильно изменился Каваки? Узумаки невероятно соскучился за своей деревней и временем, проведенным с близкими. Но просто вернуться домой он также не может. За время, проведенное здесь, они так и не смогли остановить Асу-Цуки-фикацию, а значит мамошики Асу-Цуки все так же может переродиться в его теле. Тогда весь мир будет в опасности. Допустить такое Сын Седьмого не может при любых обстоятельствах. Но все же тренировки Станере не прошли даром. Все они были направлены на усиление физической формы парня и освоение особого Дэудюцу Джагана. Этот глаз невероятно быстро расходует весь запас чакры, поэтому первые полгода были направлены именно на это. Увеличение запасов и улучшение контроля чакры позволили использовать Джаган дольше, чем минуту. Но этого все равно было мало, поэтому тяжелые тренировки продолжались. Буквально несколько раз Барут активировал карму. Он боялся и не хотел использовать эту силу, хоть Сенсы и настаивал на этом. Мамошики не пробуждался с того самого дня, но риск этого всегда оставался. Барут подрос на пару сантиметров и его мышечная масса увеличилась. Вследствие чего он почувствовал, что его любимая одежда становится неудобной. Учитывая всевозможные факторы и усталость за этот год, во время сегодняшнего обеда Узумаки решил попросить Танери об одной услуге. Сенсы Танери, я хотел кое-что у вас спросить, начал голубоглазый. Конечно, спрашивай, приготовился слушать и отправиться на землю. Произнес Барут смотря в глаза напротив. Зачем тебе это? Поинтересовался Асуцуки. Я хочу прикупить новую одежду, так как это стало маловатой. Я давно не ел вкусной еды и не видел своих близких, я очень скучаю. Довольно тихо проговорил Барут Ты хочешь вернуться домой? Но ведь твое дело, хотел сказать Танери. Нет, я и сам все прекрасно понимаю, мне нужен буквально один день, пожалуйста, проговорил Блондин. Танери внимательно осматривал ученика и думал над своим ответом. Спустя пару секунд он выразил свое мнение. Хорошо, я позволю тебе отправиться в Канаху. Но ты ни в коем случае не должен быть узнанным. Используй технику перевоплощения или найди какую-то маскировку, а также изменя свою манеру речи, если будешь разговаривать со знакомыми, предупредил его Танери. Ура! Спасибо, Датти, то есть просто спасибо. Немного эмоционально произнес Барута. Он буквально вылетел из зала, готовясь к отправке. Видимо, его желание поскорее увидеть дорогих людей было очень огромным. Барута был в предвкушении. Почти год он не был на своей родной планете, не говоря уже о доме. Быстро собравшись, он стоял перед своим сенсом о Суцуке Танери. Я готов дать Тибаса. Можете открывать портал, радостно воскликнул Узумуки. Тут такое дело, начал Танери. Это лучшая возможность проверить, чему ты научился за последний год. Этот портал создашь ты, с помощью своего глаза. Чего? Возмутился блондин. А если меня закинет далеко от Канохи? В другую страну или того хуже? Я понимаю, но практика также необходима. К тому же открытие порталов дается мне довольно непросто, сейчас я не могу этого сделать. Так что, если хочешь попасть на землю, используй силу Джагана, проговорил Беловолосый. Парень просто насупился и обиженно смотрел на Сэнсэй. Хоть он и хотел вернуться домой, но добираться туда неопределенное количество времени не сильно хотелось. Но другого варианта не было, а значит нужно постараться. «Попробуй представить место, куда хочешь переместиться, направь чакру в свой глаз и открывай портал», подсказал ученику Танире. «Да помню я, помню, несмотря на собеседника», ответил Барута. Спустя мгновение в его глазу виднелась темная склера и светло-синий зрачок внутри. Сконцентрировав чакру в правом глазе, Узумаки попытался представить страну огня, «Канаху», его дом. Постепенно перед ним начал материализоваться портал, внутри которого виднелась непросветная тьма. «До встречи, Барута!» «Будь осторожен», вымолвил Танире. «Не переживайте, скоро увидимся с Энсой». Улыбнулся парень и прыгнул в портал, перемещаясь на родную планету. Погода недалеко от страны чая была не очень. Солнце беспощадно палило с самого утра, доводя всех путешественников до предела. Лишь легкий ветерок время от времени спасал положение. Но рыжеволосые девушки с татуировкой тигра на шее, это особо не помогало. Када приказал отыскать важную информацию в стране чая, добыв для этого нужные документы. Ром ничего не оставалось, кроме как отправиться на задание. Ее настроение с самого утра было ужасным, так еще и эта дурацкая миссия. И вот разу. Решив немного отдохнуть от этой жары, Ром присела под великим деревом, в тени которого можно было немного расслабиться. Она устало прикрыла глаза, и на нее вновь накатили воспоминания. Ее жизнь была достаточно хорошей. Ром не жила в нищете или в одиночестве. У нее была прекрасная мать и не любящая сестра. По словам близких, она была веселым и энергичным ребенком. хотела стать Шиноби. Взрослые в деревне Тумана отмечали ее необыкновенный талант и владение особой стихией и стихией льда. Она любила тренироваться с сестрой, оттачивая свои навыки. И вообще, Мива, а именно так звали ее сестру, значило в ее жизни очень много. Мать хоть и заботилась о них, но из-за отсутствия отца, вынуждена была вкалывать на миссиях практически без выходных, так что воспитанием занималась именно Мива. Сестра хоть и была Шиноби, но из-за юного возраста чаще оставалась дома или уходила на непродолжительные задания. Ран устраивала такая жизнь, но все изменилось с началом Четвертой мировой войны Шиноби. Уходили все без исключения, в том числе и ее родные. Юная девочка плакала, переживая за их жизни. Единственное, что могла пообещать Мива, так это то, что они вернутся. Но в душе она понимала, что война так просто их не отпустит. Ран ждала их, но прибывшие после войны люди с горечью сообщили ей о смерти матери и сестры. Для нее это было тяжелым ударом, с которым она была не в силах справиться. Долгие годы она не могла принять этот факт, не понимая, за что жизнь так ее наказала. Лишь ближе к 20 годам девушка решила чем-нибудь заняться. Норан не стала шинобе, она стала убийцей. Ей было наплевать на жизнь, девушка решила жить в свое удовольствие, убивая и получая все, что пожелает. Ее навыки позволяли оставаться безнаказанной, хотя тогдашний наблюдатель замка Хазуки, Муя, был близок к тому, чтобы убить ее. В тот день в стране травы выдался тяжелым, Норан опять вышла сухо из воды. Все эти годы она жила который показался ей достаточно симпатичным. Девушка принялась легкостью, но выполнять задание в далекой стране под обжигающим солнцем девушка больше не будет никогда. Барута выпрыгнул с портала ощутив под собой настоящую землю. Прекрасный густой лесопение птиц обрадовали его как никогда в жизни. Даже невыносимая жара не помешала ощутить парню наслаждение этим моментом. Однако спустя минуту его Джаган Лена. Черт, перемещение отняло у меня достаточно много чакры. Да и, судя по окрестностям, я нахожусь чересчур далеко от Канохи, задумался Барута. Он впервые пользовался своим порталом, поэтому ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Решив долго не ждать, он перевоплотился в высокого и мускулистого брюнета, внешность которого он запомнил, единожды увидев его в Канохи. Барута никак не мог налюбоваться этим прекрасным пейзажем, летним ветерком и ярким голубым небом. Хотя даже так, этот путь оказался достаточно длинным, что не очень радовало сына седьмого. Пройдя пешком буквально около часа, Барута четко ощутил присутствие одного человека. Активировать свое даудюцу он не мог, так как потратил приличное количество чакры. Поэтому нужно было быть собранным и ожидать возможной атаки. Иузумаки был прав, в его сторону полетело несколько сюрикенов, которые он без проблем отразил. Стихия водоводяной дракон. Послышалось слева. Стихия земли стены из грязи. Использовал свою новую стихию Барута. Техника успешно заблокировала дракона, защитив парня. Вскоре перед ним показалась девушка. Ветер развивал ее длинные рыжие волосы, а взгляд зеленых глаз был направлен на него. Хм, а ты довольно неплох, произнесла неизвестная с татуировкой на шее. Кто ты и почему напала на меня? Спросил у нее Брюнет. Скажем так, у меня не самое хорошее настроение, так что ты попал под горячую руку. А еще твоя чакра, она показалась мне довольно странной, ответила ему Рон. Вот же. Я забыл скрыть свою чакру, в следующий раз нужно быть внимательней, дать Тибаса, в мыслях выругался Барута. Плохое настроение говоришь? Уже вслух сказал Узумуки. Может, мы поговорим, и я попробую тебя развеселить? Рыжеволосая на это заявление лишь рассмеялась и с хищной улыбкой посмотрела на оппонента. А ты довольно забавный, жаль, что я уже решил убить тебя. Уже серьезно вымолвил Рон. Но парень не испугался этих слов. Даже несмотря на небольшое количество чакры, уверенности ему было не занимать. Барута давно не сражался с кем-то, кроме марионеток Томири. Так что он впервые за долгое время смог ощутить это чувство перед боем. Желание выяснить, кто же сильнее выйти победителем из схватки, овладело им. Барута стукнул своим кулаком в ладонь и выкрикнул «Что если ты так хочешь меня убить, можешь попробовать. Но я покажу тебе, на что я способен». Несмотря на жаркий летний день, многие люди, к большому сожалению, вынуждены работать, дабы не отказывать себе ни в чем. Учил по имени Амада не был исключением, однако его целью была далеко не беззаботная жизнь. Его статус в Канохе заметно вырос за последний год. Вместе с доктором Катаски они изобретали новые нинджеты, протезы и много других полезных для повседневной жизни вещей. Ко всему прочему, Амада часто докладывала о возможных планах кода, ссылаясь на надежные источники или обычную логику. Все это в совокупности помогло ученому попасть в Верховный Совет Деревни, а также иметь там свое право голоса. Сегодня как раз было одно из таких собраний. На нем присутствовали седьмой Хакаги, его личный советник, глава Анбу, Хатаки Кукаши, Учхо Саски, собственно, сам Амада. Все они собрались обсудить последние действия кода и план по поиску его нового убежища. Что ж, не буду затягивать, что нового удалось узнать? Начал разговор Наруто. Я обследовал местность около деревни Песка, но ничего подозрительного не заметил, сообщил Саски. Анбу тоже не нашли следов кода, хоть и действовал он не очень-то и скрытно, сказал Сай. Другие деревни также безуспешно пытаются его найти, никакой новой информации они нам не предоставили, проговорил Шакамару. Эй, Амада, а что насчет твоих надежных источников? Ученый выждал паузу, приковывая к себе взгляды всех присутствующих. На его лице не дрогнул ни один мускул, сохраняя спокойствие и хладнокровие. По последним данным, у нас могут быть проблемы, вымолвил Амада, напрягая весь совет. Кады собрал новую организацию Кара. Что? Выкрикнуло несколько человек. Ты в этом уверен? Спросил Саски. Да, можете не сомневаться. Моя информация абсолютно точная, я думаю вас не нужно в этом убеждать, произнес ученый. Если бы ты еще и рассказал, кто твой информатор. Иначе я... Немного разозлился советник Хакаги. Успокойся, Шикамару, мы уже обсуждали это, выдохнул Наруто. Амада, сколько людей в этой организации и знаешь ли ты об их местоположении? Нет, господин седьмой, я лишь знаю, что туда входят еще несколько людей помимо Кады и Кагуцуте, но точное количество мне неизвестно, как и возможное место их убежища, с немного злым выражением лица проговорил мужчина. Но, может, ты знаешь об их этого кукаши? Это хороший вопрос, господин шестый, чуть улыбнулся ученый. Насколько я знаю, их глобальной целью является получение плода чакры. Что касается локальных проблем, то они попытаются завербовать к себе новых внешних, так как после развала старой кары, многие просто прекратили выходить на связь. Хочешь сказать, что даже в нашей деревне были и есть эти внешние? Задал вопрос Сай. Я не уверен, так как организация только-только собралась. Их представители еще не успели как следует проникнуть в большие деревни. Я думаю, они начнут с малых деревушек, предположил Амада. Я считаю, что нам стоит сообщить всем об этом, пусть другие усилят охрану и будут тщательнее проверять жителей своей деревни, предложил Шакамару. Да, ты прав. Займись этим, рассчитываю на тебя, согласился Хакаги. Если новостей или вопросов больше нет, мы можем закончить наш совет. Все переглянулись между собой, но никто не вымолвил слова. Вскоре люди встали из-за своих мест и ушли по своим делам, оставляя в зале седьмого с его советником. Ты веришь словам Амада? Спросил у друга Брюнет. Не знаю, я не могу верить ему на все сто процентов, но за этот год он принес много пользы, как в плане технологий, так и в плане информации, которая практически всегда была точной, ответил изумуки. Вот морока, устало выдохнул Нара. Новая кара, внешняя. Чувствую, дело у нас будет не в проворот. Да, но мы сделаем все для защиты нашей деревни и всего мира, уверенно произнес Наруто, смотря на друга. Хм, а разве когда-то было иначе? Немного улыбнулся советник. Седьмой на это ничего не ответил, и они вместе пошли дальше выполнять свою работу. В это время Амадо шел в сторону лаборатории, как вдруг он услышал звук звонка в своем левом ухе. Я слушаю, сказал ученый. Это я, Кагуцути. Кадан начал свою деятельность. Он отправил некоторых людей на поиск и добычу некой информации. А также к нам присоединился новый представитель, его зовут Райдон. С виду тихий парень, но я уверен, что он обладает огромной силой. Мы вместе с Райдон освободили его из замка Хазуки. Я думаю, ты можешь узнать о нем побольше информации. А еще в нашей организации появился Бак. Ты помнишь, кто это? Хадо говорит, что тот может нам помочь. На этом пока что все, закончил свой монолог Хари. Я тебя понял, спасибо за информацию. Если что появится, сразу сообщай мне. Атак ждет дальнейших указаний, сказал Амадо и отключился. Кагуцути, который находился в лесу недалеко от страны молний, осмотрелся вокруг. Здесь не было ни единой души, однако страх быть услышанным все равно присутствовал. Ввязавшись в эту игру с предательством, он только недавно понял, что зависит от Амада. Если попробовать предать ученого, он найдет способ сообщить Кадо о предательстве, а уж против него у Хари нет никаких шансов. Его судьбой управляют сразу несколько человек, а он является очередной пешкой, которым могут пожертвовать при любых обстоятельствах. Недолго думая, Ран и Баруто столкнулись в тай-джутсу. Физическая сила Узумаки порядком выросла, что позволяло даже немного превосходить оппонентку. Хоть девушка и поспевала блокировать выпады брюнета, но скорость парня позволила ударить врага в живот, откинув на несколько метров. Черт, а то и вправду неплох, немного раздраженно сказал Ран. Хотя я надеялась, что ты не бьешь девушек. Девушек, может, и не бью, ухмыльнулся Баруто. Но только если они не грозятся меня убить. Стихия водоводяной град. Прокричала рыжеволосая. Целый шквал водяных пуль стремительно летел в сторону парня. У Баруто было пару секунд, чтобы слишком много, поэтому он решил использовать технику. Стихия ветра двойная штормовая ладонь. Крикнул Узумаки, выставляя обе руки перед собой. Мощный поток ветра просто остановил воду, защищая пользователей воздушной техники. Сын седьмого решил не отсиживаться в обороне, поэтому быстро создал несколько теневых клонов. Но не успел он придумал план массовой атаки, как оппонентка использовала необычную технику. Образовала водяной шар девушка. Из этого шара начали выходить множество струй воды, каждая из которых пронзала клонов парня. Барута удивленно наблюдал за этой техникой, тем самым упустил момент складывания печатей. Стихия вода бегущая водяное копье. Из той воды, что осталось на земле, образовалось огромное копье, проткнув стоящего над водой брюнета. Теперь с тобой покончено, хотя вмиг на ее лице отобразилось недопонимание, когда на месте полуживого парня была клубка дыма. Клон, когда он только не успела сказать девушку, как тут же услышала стихии молнии стрела громового раската. Крикнул появившийся сверху парень. Поток молнии ударил девушку, вызывая невероятную боль. Сама техника усилилась благодаря той самой воде, которая была на всем поле боя. Именно на это Баруто рассчитывал, вкладывая в технику почти все остатки чакры. Хух, это было непросто, дать Тибаса выдохнул изумаки, приземлившись на землю. Он начал подходить к бессознательному телу, но вмиг оно исчезло, оставляя после себя лужи воды. Водяной клон промелькнуло в голове у парня. Не успел он осмыслить этот ход врага, как в его тело прилетело несколько штырей, сделанных из-за льда. М-м-м, черт, стихи льда, ну как? Сдержанный выругался Баруто, держась за свою левую руку. Один из штырей как раз таки попал в руку изумаки, еще один пронзил правую ногу и последний оказался в животе, хоть и вонзился неглубоко. Из-за дерева показалась та самая девушка, волосы которой развивал внезапно появившийся ветер. В этот раз ты недооценил меня, за это то и поплатился, высокомерно посмотрел на врага Рон. Но стихи льда, как такое возможно? Недоумевал сын седьмого, у всех из нас есть секреты. Совсем скоро весь мир узнает о моей силе, потому что кара поставит всех шиноби на место. Злостно ухмыльнулась третья. Кара? Но ведь ее больше не существует. Еще больше был Шакир Иван Баруто. Новая организация кара уже начала свою деятельность. Я бы с радостью рассказал тебе побольше, но пришла пора тебе умереть, вздохнула девушка и начала медленно подходить к раненому парню. Дерьмо. Чакры и так было мало, она уже на исходе, я даже не могу активировать Джаган, чтобы переместиться. А с такими ранениями мне далеко не уйти, размышлял Узумуки. Разве что карма. Баруто до сих пор боится ее использовать. Проблема с мамой Шаке не разрешилась за этот год, хоть он больше не появлялся. Но он не для этого вернулся сюда, чтобы рисковать жизнями многих людей. Хотя в данной ситуации он рискует своей. Неожиданно в Рон направляется огромный шар огня, непонятно кем и откуда запущенный. Стихия вода водяная стена. Заблокировала атаку девушка. К ней выпрыгнул высокий брюнет, одетый в синюю безрукавку и имеющий римскую цифру 9 на лице. Решив не вступать с ним в бой, она отпрыгнула на ближайшее дерево. Через пару секунд возле него появилось еще двое шиноби. Это было понятно исходя из протекторов деревни Листа, которые находились на лбу у каждого. У Барута в этот момент перехватило дыхание. Он невероятно сильно хотел встретить своих близких, но сейчас он не мог вымолвить ни слова. Ведь перед стояла его родная команда команда номер 7. Эй, вы в порядке? Спросил у него Мицуки. Барута просто кивнул, даже позабыв о том, что в него воткнули три ледяных штыря. Мицуки, помоги этому парню, а я займусь врагом. Каваки, если что будет начеку, вдруг к ней прибудет подмога, скомандовала Учиха Сарада. Выражение Лицарен моментально поменялось, а в ее голову пришло понимание того, кто перед ней стоит. Каваки, так вот значит как ты выглядишь, произнесла девушка. Мы знакомы. Удивился он. Ранна это ничего не ответила. Она порядком вымоталась после боя с незнакомцем, а тут еще и Каваки, который, по словам Кода, обладает невероятной силой. Она выпустила несколько штырей в сторону Шиноби, которые с легкостью заблокировали Сарада и Каваки. Но этого было достаточно, чтобы девушка сумела сбежать. Каваки уже собирался пуститься в погоню за ней, но Учхо остановила его. Пусть уходит, нам незачем сражаться с ней, спокойно сказала обладательница Шарингана, после чего повернулась в сторону другого брюнета, которого уже лечил Мицуки. С первого взгляда она увидела в нем нечто знакомое и в то же время родное. Но, отбросив ненужные мысли, она решила задать ему несколько вопросов. Значит так, как тебя зовут и откуда ты? Спросила Сарада. Барута никогда бы и не подумал, что это могут быть одни из самых сложных вопросов в его жизни. Перед своим возвращением на землю Барута задумался над тем, чтобы изменить свой внешний вид. Но он не планировал вступать в разговор со знакомыми, поэтому вопрос Сарады застал его врасплох. А, ну, я просто мямлил Узумуки. Ты точно в порядке? Засомневался Квуки. Конечно. Меня зовут Шиначку, друзья зовут меня просто Шин, улыбнулся парень. Он вспомнил какую-то старую книгу, которую прочитал в детстве. У одного из персонажей было это имя почему-то это первое, что пришло в голову. Я родом из деревни Бамбука, жил там всю свою жизнь, придумывал на ходу Барута. Вот держал путь в Канаху, но на меня напала эта преступница. В Канаху. А зачем тебе туда? Поинтересовался Митсуки. Ну, у меня там живут родственники, хотел проведать Года уже не видел, уверенно сказал Брюннет. Седьмая команда молча переглянулась между собой. Они сразу поняли, что незнакомец врет, но последняя фраза была сказана очень уверенно. Да и причем думать, что он тоже какой-то преступник особо не наблюдалось. Вот только они не знали, кто перед ними находиться. Барута отлично знают свою команду и только из выражения их лиц сразу все понял. Я не хочу причинить вреда вашей деревне, только хочу увидеть родных. Поверьте мне, пожалуйста, попытался убедить друзей Узумуки. Эх, ладно, пошли. Мы как раз направлялись в деревню после миссии, так что проследим, чтобы никакие девушки на тебя не нападали, чуть ухмыльнувшись, произнесла Сарада. Парень на это заявление искренне улыбнулся и отправился в путь вместе с Шиноби. Вот так вся команда номер семь собралась воедино, даже не подозревая этого. Они немного разговаривали по дороге. Делиться своей историей и жизнебород особо и не хотел, так как кроме имени и предыстория, выдумывать что-то было довольно сложно. Остальные члены команды подустали после миссии, да и у них не было желания рассказывать что-то неизвестному парню. Они лишь изредка отвечали на вопросы незнакомца, дабы утолить его любопытство. Митсуки, молчавший всю дорогу, с интересом наблюдал за брюнетом. Хоть и незначительно, но он замечал в нем знакомые особенности. Почесывание затылка, искренняя улыбка, легкое общение с людьми, которых видишь впервые все это было присуще его солнцу, а именно Зума Кибарута. Он не ощущал чакру друга в этом парне, его чакра была как будто недоступна. Это немного насторожило змея, однако причин паниковать не было. Так что в относительной тишине они двигались в сторону деревни Листа. И вот наконец-то впереди показались до боли знакомые ворота, при виде которых у Барута появилось желание немного ускориться. Никто из охранников даже не стал проверять прибывших, сразу узнав в них шинобе Листа. Так что на темноволосого парня никто и не обратил особого внимания. Ну вот мы и прибыли в Канаху, надеюсь ты разберешься, где искать дядю, обратилась к тому сарада. Да, спасибо, дад. Просто спасибо. И кстати, а что вы будете делать? Спросил у ребят Узумуки. А тебе какое дело? Немного раздраженно ответил Кавуки. Да я просто думал, что вы могли бы показать мне деревню, улыбнулся парень. Ты прости, но мы немного устали. К тому же нам нужно сдать отчет о миссии господину седьмому, огорчил незнакомца Митсуки. Ну ладно, тогда до встречи. Может увидимся еще, с грустью в голосе проговорил Барута и поспешил скрыться в неизвестном направлении. Странный он какой-то, хотя я не думаю, что он опасен, смотрел ему вслед Кавуки. Эй, ты себя вспомни, когда ты только появился в Канохе. Вот что значит странный, со смешком сказал Очиха, ударив локтем в бок со командника. Митсуки же не разделял общей атмосферой, задумчиво всматриваясь в то место, где только что было Шиначику. Митсуки, ты чего такой задумчивый? Поинтересовалась обладательница Шарингана. Я все думаю об этом парне. Он никого вам не напоминает? Неожиданно задал вопрос Змей. Ребята немного растерялись после такого вопроса, но в их голову пришел почти мгновенный ответ. Однако каждый из них решил умолчать об этом, дабы не портить настроение друзьям. Странно и то, продолжил сын Рачимару, что когда мы пришли к нему на помощь, та девушка уже была порядком измотана. Либо она в таком состоянии напала на него, либо же он самый настоящий Шиноби и обладает неплохой силой. Да, я тоже об этом задумалась. Но было сразу понятно, что в этой ситуации он был жертвой, да и не выглядел как преступник. И к тому же мне почему-то хотелось верить ему. Как-то тихо вымолвила Сарада. Парни на это ничего не ответили и понимающие посмотрели на подругу. Решив поскорее закончить с делами и отправиться домой, команда отправилась в сторону резиденции Хакаги. Баруто шел по заполненным улицам Канохи, вспоминая былые времена. Раньше Зумаки любил одиночество, наслаждаясь моментами единения с собственными мыслями. Но сейчас толпы постоянно спешащих людей, крики обозленных клиентов, детский плач и искренний смех все это грело душу парня, ведь этого всего ему не хватало. Конечно, было приятнее провести это время с близкими друзьями, но сказать правду он не мог, да и они устали после миссии. Проходя мимо любимой бургерной, Баруто увидел некоторых одноклассников, отдыхающих после задания. Недолго думая, он вошел в заведение и заказал свой любимый громовый бургер. Он не хотел разговаривать с ребятами, он для них обычно незнакомиться и поговорить на какие-то общие темы не представлялось возможным. Вкус бургера был, как и всегда, на высоте, заставляя вкусовые рецепторы вновь ощущать невероятно жгучий вкус. Помимо еды, было приятно наблюдать за вечно зевающим шокодаем, постоянно жующий чачу или же закрят клевом вабе. Даже увидеть хмельком посидев еще полчаса, Барута решил заказать еще десяток бургеров. Он еще очень нескоро сможет вновь ощутить их вкус и решил заранее взять про запас. Попросив о том, что он заберет их позже, Узумаки выдвинулся в сторону ближайшего магазина одежды. Но пройдя уже половину пути, парень понял, что у него больше не осталось денег. То ничтожное количество, что Барута смог найти еще на Луне, и где они только там взялись, ушло соматься кражей он не намеревался, поэтому, не придумав ничего лучше, Барута пошел в сторону своего дома. Зайти через парадный вход было максимально глупо, а значит можно пробраться через окно. Убедившись, что он точно скрыл свою чакру, сын седьмого тихонько пробрался в до боли знакомую комнату, где он и прожил большую часть своей жизни. Она не изменилась за этот год, даже некоторые вещи также лежали на своих местах. Однако сложно было не заметить образцовую чистоту, которой не должно было быть. Видимо, мама все так же убирался в ней, дать тебе все, подумал Барута и почему-то погрустнел. Он не ощущал присутствия людей в доме, но тем не менее оставался максимально осторожным. Открыв тумбочку, что под столом, он нашел свой бумажник, где осталось немного денег, заработанных за выполнение заданий. Дабы не рисковать, Узумаки побыстрее покинул некогда свою комнату, хоть желание уходить становилось все меньше и меньше. Барута вышел наружу и захотел еще немного прогуляться по деревне. По воле случая он оказался возле входа в парк Синджук, где он был ровно год назад вместе с Арадой. И, как бы удивительно это не было, именно здесь он ее и увидел во второй раз за сегодня. Девушка стояла возле перил, устремляя свой взгляд на прекрасный вид сильнейшей деревни в мире. Желание с ней заговорить было неимоверным, поэтому он не смог удержаться и подошел к ней. «Эй, Сарада, рад снова тебя видеть», окликнул брюнеткой Узумаки. Девушка немного вздрогнула, не ожидая услышать свое имя. Тем не менее она обернулась и посмотрела на голубоглазого парня, который встал возле нее и также начал смотрел на канаху. «А, это ты? Шиначику кажется. Вижу, ты решил исследовать нашу деревню?» спросила у него Чиха. «Ну да, кто знает, когда мне еще выпадет возможность здесь побывать», ответил ей Барута. «А ты почему здесь одна стоишь, не думаю, что ты впервые наблюдаешь за этим прекрасным видом? Просто я люблю быть в одиночестве и задумываться о разных вещах. Осмотря на нашу прекрасную канаху, мне как-то двигаться легче. Хотя мое любимое место это каменные лица Хакаги, с них открывается по-настоящему удивительный взор на деревню», откровенно проговорила Сарада. «У нее нет проблем с общением, она ко всем относится хорошо. Но не каждый мучиха может открыться, предпочитая удерживать в себе свои переживания». Однако этот незнакомый парень почему-то вызывал легкость и желание довериться, что девушка заметила еще после их первой встречи. «Вот значит как?» Тихо прошептал Барута. «А о чем именно ты задумываешься? В основном я думаю над тем, как мне побыстрее стать сильнее и что меня ждет в будущем. Я ведь хочу стать Хакаги, однако если я буду слабой и не смогу защищать друзей и деревню, какой из меня тогда Хакаги?» Спокойно произнесла Учиха. Эти слова заставили уже самого Барута немного вздрогнуть. Его отец и он ведь постоянно так говорил. Парень не слушал его, как обычно жалуясь на тупого старика и его титул. Но разве он с самого начала был неправ? Ведь именно в этом есть долг настоящего Хакаги и Сарада прекрасно это осознает. «Я уверен, что ты достаточно сильная и сможешь исполнить свою мечту», немного улыбнулся Узумаки и перевел свой взгляд на девушку. «Но я уже потеряла своего друга и не смогла его спасти, поэтому я не могу останавливаться», уверенно сказала обладательница Шарингена. «Ведь именно он обещал мне, что будет моей правой рукой и всегда будет меня защищать». В этот момент Барута стала грустно и больно от осознания ситуации. Как бы ему не хотелось сейчас признаться, а затем обнять и поддержать свою подругу, он не может этого сделать. Чертов мамошики не позволят спать покойно, пока есть риск его пробуждения. А если все узнают, что сын седьмого жив, обратно на Луну его уже не отпустят. «Он и вправду был для тебя так дорог?» задал вопрос парень. «Да, с течением времени я еще больше убедилась в этом. Он был для меня как брат, а может даже немного больше, еще больше задумалась Сарада. Хотя это сложно сказать. В любом случае мне безумно его не хватает». Борото с силой сжал металлические перила, опустив свой взгляд вниз. Помимо грусти, обладатели Джагана окутывали злость и отчаяние. Слушать это было больно, а еще больнее осознавать то, что он ничего не может сделать. «Слушай, Сарада, спасибо тебе за то, что открылось мне», попытался приободриться у Зумуки. «Хм, это тебе спасибо. Я сама не ожидала от себя такого, но теперь на душе как-то легче стало», улыбнулась девушка. «Но мне пора домой, наверняка мама уже там и ждет меня». «Да, конечно, не буду тебя задерживать». «Кто знает, может, мы еще увидимся», посмотрел в темные, словно ночь, глаза Барута. «Не знаю почему, но мне кажется, что это точно произойдет», в ответ посмотрела в его светло-голубые глаза Сарада. Учхо отправилась домой, чувствуя облегчение. Она как будто поговорила со старым другом, которого она знает уже очень давно. Ее настроение улучшилось, а решимость становиться сильнее только усилилась. Барута все так же стоял на месте. Несмотря на противоречивые эмоции, парень запомнит этот момент надолго. Ведь эта девушка действительно невероятно много значит для него, как он для нее. Тяжело выдохнув, Барута решил заглянуть в последнее место перед уходом из Канахи. На улице уже вечерело, окутывая в темноту каждый закоулок деревни. Высокий брюнет длинными шагами подходил к местному кладбищу, где были похоронены Барута сразу заметил их. Женщина с темно-синими волосами, а рядом с ней маленькая девочка. Она была невероятно похожа на свою мать, лишь цвет ее глаз и полоски на щеках говорили о том, что она дочь Узумаки Нарута. Семья стояла возле могилы, не в силах сдерживать накатывающие слезы. Барута, вновь недолго думая, решил подойти к ним. «Здравствуйте, вам что-то нужно?» Вежливо спросила у него Хината, вытирая слезы своим рукавом. У парня казалось пропал дар речи, настолько он рад был их видеть и настолько больно ему было от того, почему они здесь находились. «Я? Я знал вашего сына, и мы даже были друзьями, поэтому я решил проведать его могилу, кое-как смог заговорить Барута. Мой дом находится очень далеко, и меня не было на его похоронах, но при первой же возможности я пришел сюда. Это здорово. Я уверена, Барута рад этому, там, на небесах. Он всегда оценил своих друзей, так что хорошо, что вам удалось сюда добраться, немного улыбнулась Хината. «Мама, а братик также радуется, когда мы приходим к нему?» спросила Химовари. «Конечно, солнышко, он всегда будет рад, с болью и нежностью в голосе произнесла женщина. И даже когда мы приносим ему цветы или рассказываем какие-то истории, все никак не унималась девочка. Да, несомненно, он всегда готов вас выслушать», резко вмешался в их разговор Барута. «Я думаю, для него это очень важно, и он очень сильно хотел бы вернуться к вам, обнять и сказать, что все будет хорошо». Двое узумаки удивленно смотрели на него, даже не зная, что ей ответить. Он уже не мог сдерживаться, его сердце болезненно сжималось при виде заплаканных мамы и сестры, лишь остатки здравого мышлений подсказывали Барута не раскрывать свою личность, в то время как эмоции и чувства говорили об обратном. «Да, наверняка именно так и есть», посмотрела на парня обладательница Бьякогана. «Я рада, что у Барута были такие замечательные друзья». От одного ее взгляда, руки узумаки начали дрожать, а из глаз начали течь слезы. Но, благо, мама и сестра этого не заметили, так как было уже довольно поздно. «Что ж, Хима, пошли домой. Нужно приготовить ужин для папы и братика Каваки», положила руку к плечу дочери Химата. «Да, и я хочу тебе помочь». «Пошли скорей», обрадовалась Химоваре. «До свидания», попрощались с парнем девушки. «До свидания», еле слышно прошептал Барута, смотря вслед за семьей. Совладав с эмоциями, он посмотрел на надгробие, где большими буквами было написано «Здесь похоронен великий герой», отдавший свою жизнь ради защиты деревни Узумаки Барута. Парень протянул свою руку вперед, сжав ладони в кулак и произнес «Дождитесь меня. Я обязательно вернусь до Аттибаса». Постояв еще пару минут, Барута поспешил купить все то, что он изначально планировал. Спустя минут сорок Узумаки находился уже за пределами деревни. В его руках находилось два пакета, один с Кикатана, которую он купил на последние деньги. В последний раз взглянув на Канаху, Барута направил всю чакру в свой правый глаз, тем самым активировав Дэудюцу. Отчетливо представив Луну, он сумел открыть портал и незамедлительно прыгнул в него. В мгновении он оказался в уже привычном замке. Вернувшись в свой обычный облик, Барута поспешил сбросить все вещи в своей комнате. После этого он уверенным шагом направился в главный зал. Танери уже ожидал его, как будто читая мысли своего ученика. Остановившись напротив учителя, парень произнес Танери сенсей, «Я хочу как можно быстрее освоиться с Джаганом и стать сильнее. Можем ли мы увеличить количество тренировок или же их длительность?» А Суцуки оценивающий на него посмотрел, наблюдая в его глазах еще небывалую уверенность и решимость. «Несомненно, это маленькое путешествие на Землю и пошло ему на пользу. Я вижу, что ты готов. Поэтому так тому и быть, с завтрашнего дня начинаем усиленные тренировки. А пока ты можешь рассказать мне, как прошел твой визит в Канаху», сказал Танери. Барута позволил себе немного улыбнуться и сел за стол к владельцу замка. Он станет намного сильнее и остановит мамушки. Узумаки не сомневался в этом. Он сам правит своей судьбой и пройдет все ее испытания. Тем более если у тебя есть те, ради кого ты готов на невозможное. И он сделает все, чтобы находиться рядом с ними. Ведь Узумаки Барута имеет то место, куда всегда хочется возвращаться. С тех пор, как Каваки стал полноправным членом семьи Узумаки, прошло уже два года. За это время он еще больше сблизился с родными, а также стал более дружелюбным к окружающим. Однако его характер и основы воспитания были неизменными, что часто приводило к ссорам с Сарадой или разными заказчиками. Хотя это никак не мешало седьмой команде быть одной из лучших во всей Канухе. Не так давно они с Митсуке стали чунименами, именно это событие они празднуют сегодня вечером. Хина-то, как обычно, накрывала праздничный стол, а 13-летняя девушка по имени Химова реактивно ей помогала. Хима уже успела окончить академию Ниндзя и решила пойти по стопам своего брата и своих родителей. Наруто, который довольно часто появлялся дома, в этот раз тоже освободился пораньше. «Поздравляем тебя, Каваки!» одновременно прокричала семья Узумуки. «Спасибо, всем вам, без вас я бы не справился», улыбнулся Новый Чунин. Атмосфера за ужином была, как и всегда, дружественной и семейной. Каваки рассказывала о своих миссиях, Химовари делилась первыми шагами их команды генинов, а Наруто тяжело вздыхал, желая вновь ощутить эти моменты радости и азарта от получения новых заданий. Поужинав, семья помогла Хинати с уборкой и отправилась спать, так как утром всем нужно рано вставать. Каваки прошел в свою комнату и устал и лег на кровать. Он перевел свой взгляд на тумбочку, где находилось много разных вещей и всего лишь одно фото. На нем была его семья, вот только она была в полном составе. Фото было сделано три года назад, когда надоедливый блондин и его названный брат был еще жив. Каваки отвернулся и посмотрел на свою ладонь, где была черная метка в виде ромбика. Да, он стал сильнее с того момента. Теперь у него нет проблем с управлением второй формой кармы и способностями Асуцуки и Шики. Но он особо не полагается на эту силу, потому что она довольно опасная, и Каваки желает использовать свои собственные навыки, что уже получалось довольно неплохо. Решив не забивать голову лишними мыслями, сын седьмого прикрыл глаза и заснул, радуясь сегодняшнему вечеру. Вот только не все сны в доме у Зумаки были беззаботными. Выражение лица Наруто было обеспокоенным, а сжатая челюсть говорила о том, что ему снится кошмар. На самом деле ему снился тот самый сон с Баруто. За последние два года он видел его буквально несколько раз, но он никак не пропадал. Оно и неудивительно, смерть первого сына, да еще и от твоих же рук не проходит бесследно. Хоть седьмой знал, чем все закончится, но он не мог не пойти за своим пятилетним сыном по знакомому пути. Как и всегда, они подошли к обрыву, а Баруто было уже тринадцать. Теперь Наруто даже не пытался его остановить, заведомо зная, что у него не получится. Спасибо за все, папа. Прощай, тихо сказал парень и прыгнул в обрыв. Хакаги в очередной раз закрыл глаза и жал кулаки, переживая этот момент вновь. Однако на его удивление, сон не закончился и случилось что-то необычное. На его плечо легла рука, заставив Наруто вздрогнуть. Не переживай, отец. Все будет хорошо, прямо возле уха прозвучал голос. Узумаки обернулся и застыл в шоке, не веря своим глазам. Перед ним стоял его сын, но он был заметно старше. Он был ростом как сам Наруто, одет в белую футболку, черную кофту с красными вставками, пояс с заметно более короткими черными брюками и обычные сандалии Шиноби. А также его правый глаз, черная склера и прозрачный зрачок. Седьмой никогда не видел такого глаза. Баруто, это ты? Все еще не вери, переспросил Хакаги. Да, я скоро вернусь, обещаю. Напоследок вымолвил парень. Наруто резко подскочил на своей кровати, тяжело дыша от увиденного. Этим самым он разбудил свою жену, что обеспокоенно всматривалось в лицо мужа. Наруто Кун, все хорошо? Тебе плохо? Взволнованно спросил Хинато. Нет, не переживай. Просто плохой сон, дать тебе я, успокоил ее Наруто. Когда они обратно легли спать, женщина заснула почти моментально, а вот глава семьи уже не мог. Впервые его сон изменился, и Узумаки не знал по какой причине. Но ведь этого не может быть. Его сын умер три года назад и не мог выглядеть именно так. Да еще и это необычная деудюция его обещания. Наруто и не заметил, как из его глаз потекли слезы. Как бы он хотел, чтобы это все было правда и его сын вернулся домой. Что ты хотел сказать этим сном, Баруто? Утро в доме у Чих было довольно тихим. Сакура с самого утра была в больнице, так как в последнее время участились несчастные случаи с гражданскими. Саски, как обычно, был на своей разведывательной миссии по поиску информации. Новая организация Кара хоть и не была такой же секретной, как прошлая, но проблем доставляла немало. Поэтому в полном одиночестве 16-летняя девушка с длинными темными волосами собралась и стала делать себе завтрак. Сараде было не впервые оставаться дома одной, однако она надеялась на скорое возвращение отца, дабы отпраздновать важные события. Ее команда добилась значительных успехов, а Митсуки Каваки стали Чуниными. Но и сама девушка не стояла на месте. Благодаря тренировкам с отцом и стремлению стать сильнее Сарада порядком улучшила свои навыки. Вследствие всех успехов ее повысили до звания Джоунина, что не могло не радовать юнуку Наичи. Ведь ее мечта о титуле Хакаги была еще за стол и приступая к еде, она невольно взглянула на тумбочку, где были все фотографии. Но ее взгляд задержался на их первом совместном фотокоманде номер 7. Тогда они только окончили академию и начали свой путь Ниндзя. Конечно же она смотрела на голубоглазого парня, который был ее лучшим другом и главной поддержкой, помимо родителей. Уже почти три года прошло с момента его смерти, оказалось, что уже целую вечность она не видела его милой улыбки и не слышала его заразительного смеха. Наблюдая за мной, Баруто, вот увидишь, я исполню свою мечту и стану Хакаги, вслух проговорила Сарада. Однако ее лицо погрусмело, и желание есть моментально пропало, стоило ей опять задуматься о бывшемся команднике. Однако как же я стану Хакаги, если рядом не будет тебя? Задумалась Учха. Тяжело вздохнув и сдержав накатывающие слезы, Сарада убралась со стола Седьмой уже ждет ее, ведь он говорил о важном задании связанном с Карой. Приведя свои чувства в порядок, капитан Седьмой команды направилась в резиденцию Хакаги. Узума Кибаруто тяжело дышал. Подстекал по его телу, а правый глаз был закрыт. Только что он работал над особой способностью Джагана, над запечатыванием техник. Эта способность позволяет запечатать свои техники или же техники противника, что позволит использовать их в любой момент боя. Однако это было достаточно непросто и требовало немало времени. Если со своими техниками можно хоть несколько минут запечатывать, то вот в бою будет не больше пары секунд. Также запечатать можно ограниченное количество техник, все зависит от их объема и типа чакры. Хорошая работа, Баруто, похвалил его сенсы, он же Асу Цукитамири. За два года они хорошо потренировались. Баруто был достаточно высоким, и его мышцы заметно окрепли и увеличились. Скорость, реакции, контроль чакры все это тоже было улучшено. Ну и конечно основная работа велась над его Джаганом. Они определили, что глаз умеет считывать движение противника, и подобно Шарингану. Поэтому пришлось изучать эту сторону необыкновенного даудюцу, хотя было непонятно, можно ли накладывать с его помощью гендюцу, это предстояло еще проверить. Кроме всего этого, были еще некоторые способности, над освоением которых Баруто активно старается. Еще Зумаки был хорош в кендюцу, однако практика саски явно не помешала бы. Сенсы, как думаете, я готов? Отдышавшись, спросил Баруто. «Ты однозначно стал сильнее, однако это очень серьезный шаг, второго шанса может и не быть», проговорил Танири. «Но мы ведь не знаем, на каком этапе сейчас отсутся кификации. Что если он скоро пробудится? Нужно действовать как можно быстрее». Эмоционально высказался Узумаки. «Я понимаю твои опасения и желания вновь уведяться с родными, жить нормальной жизнью, торопиться не нужно. В худшем Асуцуки. Но я устала ждать. Я то и дело, что тренируюсь без остановки, и я уже действительно стал сильнее, пытался уговорить Баруто. «Просто дайте мне шанс, вдруг у меня». Однако договорить парень не успел, так как увидел, что Танири начал падать без сознания. Узумаки молниеносно среагировал и подхватил Асуцуки, а затем посадил на ближайший камень. «Что случилось с что-то плохое?» выдохнув, сказал Танири. «Я не знаю, что именно, но чувствую, что это произойдет в ближайшее время». «И что же нам делать?» поинтересовался парень. «Хм, похоже, ты вернешься на Землю раньше, чем я ожидал», вымолвил Асуцуки. Баруто удивленно посмотрел на учителя, осознавая его слова. Танири не отпускал его на родную планету из-за угрозы мамошики, да и Баруто сам это прекрасно понимал. Поэтому и хотел побыстрее запечатать его и вернуться домой. Но если сейчас Танири решил, что он может вернуться, даже не победив мамошики, значит надвигается действительно что-то плохое. Похоже, для Мирышин обновь настали трудные времена. Солнце решило не показываться на это утро, отдавая предпочтение сырой и дождливой погоде. Но одноглазый мужчина с длинными темными волосами стремительно прыгал с ветки на ветку, не обращая на это никакого внимания. Кагуцуте опаздывал на очередное собрание Кары, а злить их босса очень не хотелось. За эти годы, что он работает вместе с Кода, Хари все чаще убеждался в своей ошибке. Ведь вместо того, чтобы самостоятельно найти и убить Учху Саски, ему приходится выполнять опасные задания. Да, будучи членом группировки Кары, шансов получить нужную информацию и выйти на Учху было больше. Но за это время жажда мести поубавилась, сменившись банальным желанием выжить. Как бы Кагуцуте не жаждал убийства врага, но это не являлось целью, ради которой он был готов умереть. Даже Амада наверняка имеет грязное дело для мужчины. Все же Хари надеялся, что старик будет полояльнее и в случае чего не убьют его как первую ненужную пешку в этой шахматной партии. Придя на конец в заброшенную пещеру, Кагуцуте прошел через секретный проход и попал на главную базу Кары. Интерьер здесь был не очень-то креативный, одинокие лампы и бесконечное количество дверей было в каждом коридоре. Будучи здесь уже более двух лет, Хари так и не успел изучить каждое помещение этой базы. И вот впереди уже виднелся свет, а значит собрание началось. Благо, мужчина опоздал буквально на пару минут и ничего важного еще не произошло. Простите за опоздание, извинился Кагуцуте. Были некоторые трудности по пути сюда. Все присутствующие обратили внимание на прибывшего. Единственная девушка в компании лишь раздраженно фыркнула, но ничего не сказал. Ее внешность была очень заметной, начиная от ярких рыжих волос и заканчивая татуировкой тигра на шее. Молодой парень с пронзительным взглядом своих зеленых глаз лишь понимающий кивнул, хотя ему на самом деле было все равно. Низкий старик с длинной седой бородой, казалось бы, вообще забыл, что когота здесь не хватало. И лишь главный в этой группировке, чья сила и мощь ощущалась даже на расстоянии нескольких метров, был явно заинтересован причиной опоздания своего подчиненного. Так что же случилось, Кагуцути? Очень спокойно спросил Кода. Но мужчина знал, когда босс разговаривает таким тоном, он явно недоволен и хочет услышать лишь правду, которая, естественно, его устроит. Шина бетумана, господин Кода. Они немного задержали меня и стали свидетелями убийства курьера, поэтому пришлось честно ответил Хайри. Пристально всматриваясь в лицо мужчины, глава организации не заметил ничего подозрительного и решил начать обсуждение. Итак, каковы наши успехи за эту неделю, спросил Кода. Рен, как продвигался миссия по отбору людей в стране песка? Все отлично, босс. Лишь самые достойные кандидаты, протестующие против политики Казикаги, были приняты в ряды организациям. Общая численность внешних в Суне на данный момент семь человек, часть из которых приближена к верхушке деревни, проинформировала девушка. Просто чудесно. Райдон, что скажешь о добыче секретной информации в деревне камня? Обратился Кода к Шатену слева. Никаких проблем, господин. Внешне помогли мне добыть данные о поставках и схему защиты самой деревни, они находятся в нашем главном отделе с документами, отчитался парень. Это хорошо. Кагуцути, так что же в итоге со свитком? Повернулся в сторону мужчина беловолосый. Как я и говорил, курьеры вместе с Шинадой были убиты, а свиток доставлен нужному человеку. Он обещал доставить новую партию металла уже в ближайшие дни, рассказал Хари. Услышал тебя. Ну и ты, Бак, надеюсь не разочаровал меня в этот раз, угрожающе произнес Кода. Никак. Нет. Господин, я сделал все, как вы и просили. Специальные сенсорные датчики будут фиксировать каждое движение, сделанное живым существом, они будут расставлены по всем нашим ключевым точкам, высказался старик. Хорошо, если чертовы Шинаби опять найдут наш склад, и мы даже не узнаем об этом, ты знаешь, что тебя ожидает. Немного яростно прорычал глава Кары. Бак лишь испуганно сглотнул, потирая еле зажившую руку. Каждый внутренний выжидающий смотрел на своего лидера, ожидая финального слова. Вы все хорошо поработали. Я тоже не сидел без дела и узнал новую и очень важную информацию. Но для начала я должен ее проверить, так что подробнее расскажу вам позже. Если ничего не осталось, то предлагаю завершить наше собрание, проговорил Кода. Я оповещу, когда будет следующий сбор. Кивнув на прощание, каждый ушел по своим делам, оставив лидер в одиночестве. Он однозначно пребывал в приподнятом настроении и не скрывал своей злостной улыбки. Все движется строго по плану. Совсем скоро все великие деревни падут, а от Шиноби останется лишь упоминание. Уж это мне точно поможет, мечтательно представлял Кода. Это стало возможно лишь после снятия ограничителей, так что теперь осталось проверить это на практике. Когда все внутренние закончат свои миссии, можно будет приступать к атаке. И лишь время покажет, готов ли мир Шиноби к этому. Сенсой, а вы уверены в этом? Взволнованно спросил Барута. Может, я все-таки сражусь с мамошики и попробую его запечатать? Нет. Хоть ты и стал сильнее, но тебе нужно еще немного времени для усовершенствования навыков Джагана, объяснил ему Танири. Если ты проиграешь, мамошики навсегда завладеет твоим сознание. Но если ничего не предпринять, то он и так захватит мое тело, а асуцукификация ведь продолжается, дать Тибаса. Негодовал Узумуки. У нас еще есть время, так что, когда прибудешь на землю, не торопись с этим, попросил Танири. Но я изучил практически все доступные возможности моего глаза. Не думаю, что смогу узнать что-то новое. Вы ведь сами говорили, просто потренируйся над тем, что уже изучил. А по поводу полной силы этого глаза, ты ведь знаешь, почему она тебе недоступна, вымолвил владелец храма. Да, да, я помню. Я не истинная асуцуки, у меня всего лишь один глаз, цокнув языком, произнес Барута. Я понимаю твою боль и твое состояние. Ты хочешь побыстрее одолеть мамошеки и вернуться к семье, но прислушайся ко мне. Я учеником. Так что я не хочу, чтобы Узумаки Барута исчез, а вместо него вернулся асуцуки мамошеки, искренне высказал ситанири. Сэнсэк, прошептал Узумаки. Эх, не переживайте. Сражусь с ним, когда буду уверен в себе и своих силах на сто процентов. Вот и славно, улыбнулся хранитель луны. А теперь отправляется на землю. Ты должен защитить ее. Но вы так и не сказали от кого? Поинтересовался парень. Я почувствовал несколько угроз и наверняка сказать не могу. Познаю, что это связано с теми, кто уже довольно давно находится на планете, проговорил Томири. И не забывай, ты надежда нашего мира. Я верю в тебя. Спасибо, учитель. Вы останетесь здесь? Спросил напоследок Барута. Да. Но если что-то случится, я дам тебе знать, ответил Асуцуки. Тогда до встречи, Тонирисон. И еще раз спасибо за все, поклонился Узумуки. Это тебе спасибо, удачи, попрощался Тонири. Барута улыбнулся, после чего активировал Джаган. С помощью Даудюцу он сумел открыть портал прямиком на землю, а точнее, в лес, что находится в пределах Страна Огня. Узумуки вошел в него, перемещаясь домой впервые за два Тонири еще несколько минут смотрел в пустоту, где недавно находился его ученик. Они очень привязались друг к другу за это время, и он не хотел расстраивать этого парня. Хоть Тонири не мог видеть все, но свою скорую смерть он ощущал отчетливо. Кто знает, может, судьба изменит свои планы, но вероятность этого крайне ничтожна. Наруто, как и всегда, сидел в своем кабинете, лениво перебирая разные документы. Однако его мысли точно были заняты не поставками новой партии нинджетов или же разрешениями на торговлю особым видом алкоголя. Хакаги думал о деятельности новой организации Кара, которая в последнее время активизировалась во всех странах. Он держит связь со всеми Каги и получает практически одну и ту же информацию. Внезапные убийства определенных людей, кражи особой ценной информации, странное поведение некоторых жителей. Даже несмотря на то, что Кара особо и не скрывает свое существование, остановить все это никак не получается. Усиленная охрана никоим образом не влияет на план организации, как будто ее и вовсе не существует. Шиноби не могут справиться с врагами, а свитки с информацией могут пропасть даже без единого намека на вторжение. Вне всяких сомнений, круг внешних определенно увеличился, что, конечно же, только усложняет задачу. Да еще и этот сон с Баруто. Это довольно больная тема для Наруто, каждый раз наблюдать смерть своего сына всегда тяжело. Но каким образом его сон изменился? Является ли это знаком свыше или же его мозг выдает желаемое за действительное? Ответов на эти вопросы у Хакаги не было. Но пришло время откинуть все мысли на потом, ведь в его дверь настойчиво постучали. Войдите. Привычно отозвался Узумуки. В кабинет вошли трое подростков, которые являлись одной из лучших команд в Канохе. Довольно высокий парень, который был одет в длинную безрукавку синего цвета и обычные черные брюки, немного зевал, зайдя в кабинет. За ним зашел еще один парень, глаза которого были словно у змея. Мицуки был одет в привычные длинные белосиние кимоно, под которым виднелась темная водолазка. Его светлые волосы отрасли уже до уровня плеч, ну и закрывала делегацию лидер команды. Она же единственный джоунин в ее возрастной категории. Длинные темные волосы, отросшие уже до лопаток прикрывали герб клану очха. Короткие черные шорты и длинные челки гармонично дополняли платье красного цвета. Даже через стекла очков ее взгляд анексовых глаз мог прожечь любого, так же, как было у отца девушки. Здравствуйте, господин седьмой, поздоровалась седьмая команда. Рад вас видеть, ребята, немного улыбнулся Наруто. У меня для вас есть очень важная миссия Рангээс. Это как-то связано с Карой? В лоб спросил Каваки. Да, у нас есть предположение, какова их следующая цель, серьезно проговорил Хакаги. Скорее всего, это специальная лаборатория, расположенная в центре деревни Тумана. Как вам удалось об этом узнать, или это всего лишь догадки? Поинтересовался Митсуки. Нам сообщил Амада, его источники, как и всегда, узнают секретную информацию, объяснил Наруто. И ты все еще ему веришь? Немного повысил голос Каваки. Я же просил обращаться к седьмому нову в резиденции, толкнула парня в бок Сарада. Я понимаю тебя, но его информация всегда оказывалась правдивой. К тому же он, как и все, старается на благо деревни, поэтому у меня нет причин не доверять ему, спокойно сказал старший Зумуки. Каваки лишь недовольно нахмурился, но больше ничего не говорил. Это довольно опасная миссия, так что вы отправляетесь туда вместе с десятой командой. Сбор будет через несколько часов, добавил седьмой. Есть вопросы или возражения? Не услышав ничего в ответ, Хакаги отпустил Шиноби и устало потер свои виски. Его голова все еще была забита мыслями и переживаниями, поэтому он решил дождаться Шикамару. Когда тот наконец явился в его кабинет, Наруто явно уловил нотки сигаретного дыма. Видимо, не он один сейчас не может сосредоточиться на работе. Шикамару был неглуп и сразу отметил состояние своего друга. Они давно знакомы и прекрасно понимают их нынешнюю ситуацию. Попросив немного заменить его, Наруто вид. Узумаки редко удавалось наслаждаться красотой Канохи, ввиду своей постоянной занятости или усталости. Однако сейчас он чувствовал спокойствие и умиротворение, наблюдая за течением жизни в деревне. Простояв несколько минут ни о чем не думая, седьмой глубоко вдохнул и выдохнул. Работа не стоит на месте, а новая угроза с каждым разом становится все ближе. Но, как Акаги, Наруто сделает все возможное, дабы защитить и сохранить свой дом. Взбодрившись, Узумаки вернулся в кабинет, продолжая заниматься своей рутиной. Райдон был немного недоволен. Вместо заслуженного отдыха Кады послал его для добычи каких-то сверхважных данных из лаборатории в стране воды. По его словам, они помогут Богу в улучшении технологий. Парень не очень в этом разбирался, ему было плевать. Его волновало лишь то, что у них давно не было свободного времени. Не то чтобы Райдону было чем заняться, но, после нескольких лет в тюрьме, привычка ничего не делать осталась. Поначалу, может, ему и было это интересно, свобода действий и безнаказанное убийство людей, что может быть веселей. Ну и, конечно, обещание Кода, который сказал, что плод Чакры поможет воскресить его возлюбленную. Верил ли он в это? Не особо, но отказаться от предложения вступить в Кару было бы глупо. И хотя энтузиазма и поубавилась за эти два года, Райдон все так же продолжал выполнять разные задания, задумываясь, к чему же это в конце концов приведет. В это же время сам глава организации находился в необычном месте, хотя он бывал здесь уже множество раз. А все из-за его козыря Десятихвостого. Он был ключом ко всему и надеждой Кода на Плод Чакры. Но это было не все, чем он мог быть полезен. Глава организации неоднократно пытался сделать это, но мощи его тела не хватало. И, спустя два года, украв достаточное количество информации и материалов, вместе с Багом они смогли улучшить тело Кода. И теперь время пришло. Десятихвостый при виде парня громко зарычал, на что ученик Джигена лишь улыбнулся. Давно не виделись, зверек. Надеюсь, ты хорошо себя вел? Произнес Кода и направил свою руку на существо. Огромные ремни обхватили все тело хвостатого, постепенно сжимая его в размерах. Раньше былой мощи не хватало для создания такого количества царапин, но сейчас все по-другому. Десятихвостый представляет собой огромный сгусток чакры, которую с удовольствием можно позаимствовать. Добавив к этой чакре свою собственную и немного крови, Кода с восторгом наблюдал за результатом. Шипы на ремнях стали увеличиваться и постепенно превратились в новых существ. Они имели человекоподобный вид, за исключением огромного хвоста сзади и наличием лоб вместо ног. Также часть их тела была покрыта этими самыми царапинами. Кода устала присел на одно колено, потратив приличное количество сил. Даже так он смог разделить десятихвостого лишь на три существа. Основное же тело осталось целым, но достаточно маленьким и сейчас мирно заснуло. Существа недоуменно оглядывались по сторонам, не понимая, кто они и где. Силой мысли Кода заставил их повернуться и смиренно стоять перед своим хозяином. Хвостатые неприкосновенно ему подчинялись. Глава Кара не мог нарадоваться своему успеху, не сдерживая своей улыбки. Все эти годы были потрачены не зря. Весь мир познает истинную силу Кара и падет во мрак. А потом я доберусь и к тебе, кавыки. Ты по-настоящему осознаешь, что такое отчаяние. Высокий парень с немного отросшими светлыми волосами и голубыми глазами перепрыгивал с ветки на ветку, направляясь в сторону деревни Листа. Он был одет в белую футболку, черную кофту с красными вставками, пояс с заметно более короткими черными брюками и обычные сандалии Шиноби. На нем был накинут темный плащ с капюшоном, а сбоку красовалась катана. Барута вновь вернулся на землю, однако не ощущал того трепетного восторга, как раньше. Сейчас он был сконцентрирован на том, чтобы выяснить побольше о каре. Ведь с прошлого визита он узнал, что организация возобновила деятельность, а значит являет собой опасность. Это можно было понять как минимум после сражения с рыжеволосой девушкой, обладающей стихией льда. Не имея никаких зацепок, Узумаки первым делом решил направиться к себе домой, дабы разузнать нужную информацию. Ну и, конечно же, увидеть дорогих людей хотелось уже давно. Лично заявиться пока невозможно, но хотя бы посмотреть на них со стороны. По пути в Канаху, Барута услышал взрыв ближе к главной тропе. Узумаки, не задумываясь, поспешил в сторону происшествия. Придя на место, он видел, как банда из пяти человек наблюдал за мучениями бедных Шиноби. Некоторые болезни надержались за поврежденное место, а другие лежали без сознания. Судя по некоторым ящикам, они сопровождали груз. Во главе этих людей был мужчина с яркими красными волосами, татуировка на лице которого, была Барута очень знакомой. Такой же он видел год назад, у той девушки из Кары. Поняв, что к чему, Узумаки поспешил вмешаться в эту ситуацию. Вы слабы, установить взрывчатку и взорвать в нужный момент было проще просто, издевался лидер. Парни, берите груз, а я помогу этим людям побыстрее отправиться в мир мертвых. Он уже занес меч над еле живым Шиноби, как в него внезапно прилетела техника. Стихия водоводяная струя. Выпустил изо рта поток воды Барута. Мужчину, явно не ожидавшего посторонних в этих местах, снесло в сторону ближайшего дерева. Банда обратила внимание на незнакомца, чье лицо скрывал капюшон. Отчего то, им стало не по себе от одного взгляда на него. Ты еще кто такой, кретин? Яростно спросил лидер и поднявшись на ноги. Я тот, кто избавляет мир от подобных тебе ублюдков, спокойно произнес Барута, доставая свою катану. Парни, убейте его. Скомандовал мужчина с татуировкой тигра. Барута не дернула мускулом, сохраняя спокойствие. Они даже не знают, с кем сейчас связались. Парень с удовольствием продемонстрирует, что происходит с теми, кто прислуживает кари, бандиты, недолго думая, бросились на незнакомца в капюшоне. Барута с легкостью заблокировал выпад первого и с разворота откинул его на несколько метров. Также Узумаки успел выставить катану, отбивая летящие в него куная. Взмахом своего оружия он тут же перерезал горло одному из врагов. Этот момент заставил парня немного вздрогнуть, ведь до этого он видел смерти, но сам никого не убивал. Даже сейчас это было больше на автомате, а не с целью убить преступника. Но он больше не маленький мальчик, так что, быстро сконцентрировавшись, Барута продолжил. Он решил попробовать разобраться с ними в тай джутсу, что получалось очень удачно. Скорость, ловкость и силы Узумаки была на ином уровне, что позволяло легко избивать бандитов. Лидер банды с татуировкой тигр на шее испугался такой силы и решил использовать технику. Стихия огня огненный шар. Запустил он шар огня. Барута мог бы увернуться от техники, но решил сделать по-другому. Стихия вода водяная стена. Призвал стену из воды блондин. Техники столкнулись, образовывая облако пары вокруг места боя. Мужчина занервничал, не имея возможности видеть противника. Когда туман начал испаряться, он мог наблюдать свою банду, которая была убита. Не успев осознать это, он даже не среагировал на Барута, который мощным ударом с ноги впечатал его в дерево. Некоторые кости лидера были сломаны, а он сам чудом остался в сознании. Узумаки подошел к мужчине, возвышаясь над его поверженным телом. Ответь мне на несколько вопросов, вымолвил парень. Еще чего, ублюдок, вымолвил мужчина, за что получил еще один удар в челюсть. Отвечая немедленно, ты из коры? Спросил Барута. Да чтоб тебя. Да. Доволен? Со злостью выплюнул мужчина. Какого цели организация? Задал второй вопрос сын седьмого. Мне то откуда знать. Я всего лишь исполняю мелкие задания, честно ответил лидер банды. А что ты знаешь о другой девушке из кары, которая имеет такую же татуировку, что и у тебя? Продолжил расспрос Узумаки. Рэн, я ничего тебе не скажу. Можешь пытать меня сколько угодно. Агрессивно заявил мужчина. Барута задумался на несколько секунд, но все же решил, что практика будет получше теории. Он посмотрел в глаза мужчины, излучавшие лишь злость и ненависть. Кайра было все равно на свою смерть, но он переживал за свою сестру. Когда Рэн начала преступную деятельность, мужчина сначала пытался ее отговорить, ссылаясь на законы мира Шиноби. Но увидя успехи своей сестры, он решил, что это хороший способ разбогатеть. Однако она была куда сильнее его, поэтому и справлялась со всеми проблемами. Кайра же довольно слабо и быстро попался в лапы охранников, совершая очередное преступление. Просидев в тюрьме около двух лет, Рэн пришла его спасти и успешно сделала это, даже не наводя лишнего шума. На вопрос и почему так поздно как у нее получилось незамеченной пробраться к нему, она ответила, что это благодаря влиятельным людям. Позже выяснилось, что она находилась в одной из опаснейших группировок Кайра. Кайра никогда не видела лидера организации, но слышал, что он один сильнейших людей в мире. Сестра устроила брата как внешнего и предоставила собственную банду. С тех пор Кайра выполнял мелкие поручения, заключающиеся в краже какого-то груза. Благодарирован он смог наслаждаться легкими деньгами и властью, но даже помимо этого, он все же любил ее. Он не мог защищать сестру, ведь она была сильнее него в несколько раз. Но если понадобится, Кайра сделает все ради нее. И вот сейчас он не расскажет этому незнакомцу ничего, даже если это будет означать его гибель. Но выражение лица мужчины поменялось из злого в удивленное, ведь помимо яркого голубого глаза, он увидел другой, обладающий темной склерой и белым зрачком. Бород активировал Джаган и пробрался в голову мужчины. Он впервые использовал эту способность, но глаз как будто подсказывал ему. Узумаки просматривал события, которые случились с Кайра в ближайшее время. Использовать эту способность длительное время невозможно, но зато жертва не вспомнит вторжение в свое сознание. Помимо распития алкоголя, отдыха с девушками и каких-то похождений, Бород увидел встречу мужчины с той самой Рен, которая происходила в какой-то деревне. Парень узнал в ней деревню Тумана, где он уже бывал несколько лет назад. Задумавшись, Узумаки все же решил наведаться домой немного позже. Создав двух клонов, Бород приказал одному охранять бессознательных Шиноби, а второго отправил за помощью в Канаху. Оригинал направился по следам девушки, которая в прошлый раз хорошенько его потрепала. Возможно, хотя бы она поведает ему все секреты преступной организации. «Ребята, давайте сделаем обеденный перерыв», предложила Чачо. Шиноби уже находились в деревне Туманное, разделившись по парам, патрулировали окрестности близ лаборатории. «Жируха, мы только два часа назад пообедали», в своем стиле ответил ей Наджин, который патрулировал вместе с Митсуки. «Как ты меня назвал? Слушай ты, уже хотела возмутиться Акимич». «Так, а ну хватить, Шинара!» крикнула Сарада. «У нас серьезные задания, так что давайте будем собранными. Поедим немного позже». Не услышав выражений, Учха отложила специальный наушник со встроенным микрофоном и присела на ближайшую скамейку. «Опять они спорят?» спросил только что подошедший Каваки. «Да, они как всегда, устало выдохнула Сарада. И зачем только отец отправил их вместе с нами, от них никакой пользы», недовольно произнес Узумуки. «Не говори так. Во-первых, они наши друзья, а во-вторых, ты их недооцениваешь», сказала девушка. Он ставился в другую сторону, продолжая наблюдение. Так же поступила и Сарада, посидев несколько секунд. Ничего не предвещало беды, но через полчаса Шинаби услышали голос Энаджина, «Ребята, у нас враг, он очень силен, прокричал Янимануко, пока связь не оборвалась. За десять минут до этого, Райдон наконец-то прибыл в положенное место и осмотрелся вокруг. Лишь несколько откровенно слабых охранников находились поднимать лишнего шума, Шатен незаметно пробрался сквозь большую часть Шинаби, вырубив по пути лишь двоих. Спустя пары сотен метров он увидел вдалеке огромный комплекс, который являлся особой лабораторией страны воды. Но не успел он как следует приблизиться к комплексу, как в него тут же прилетел кунный, который он с легкостью отбил. Перед ним оказалось два парня с протекторами деревни листа. Дальше ты не пройдешь. Заявил Инаджин. Хм, а может у меня есть пропуск в лабораторию? Произнес Райдон. Именно поэтому ты осторожно пробирался сюда, стараясь не привлекать внимания. Ответил ему Мицуки. Четвертый лишь нахмурился и решил пробиться с силой. Конечно ему этого не особо хотелось, но другого выбора и не было. Член кары напал на парней, начав сражаться с ними в Тайджутсу. Инаджин хотел сообщить остальным об угрозе, но Райдон успел пробить ему грудь, откидывая Яманоко в сторону. Тут же на него напал Мицуки, схватив его своими удлиненными руками. Четвертый просто провел разряд молнии через свое тело, поражая ей змея. Стихии молнии электромагнитное убийство. Выпустил потоки молнии Райдон. Скорость техники была высокой, но Мицуки решил контратаковать. Стихии молнии Змеи и Молнии использовал свою любимую технику сына Рачимару. Техники столкнулись, создавая яркий свет и всплески молний. Ни одна из техник не уступала, что очень удивило Райдона. Хм, а то элемент молнии неплох, давно я такого не встречал. Но ты мне неровнее, произнес Шатем, а затем усилил свою технику. Мицуки, не ожидавший такого напора, не сдержал стихию и был поражен молнией. Шатем молча смотрел его, понимая, что этого достаточно, чтобы Шеноби потерял сознание. Ребята, у нас враг. Он очень силен, прокричал Яниманоко, но тут же получил удар в подбородок. Вот же ублюдок. Значит у них есть подкрепление, нужно поторопиться, подумал Райдон и направился в сторону лаборатории. Стихия ветра прорыв. Послышался голос позади. Сильный поток ветра откинул члена кара на пару метров, сбивая его с ног. Поднявшись, Шатем видел уже стоявшего на ногах Мицуки, взгляд которого был направлен на него. Но как? Тот разряд молнии должен был вырубить тебя. Недоумевал четвертый. В отличие от остальных, мое тело обладает необычными свойствами, спокойно объяснил змей. В это же время на поле боя присоединились остальные отряды. Шикадай сразу же подбежал к Инаджину, закинув его руку себе за шею и отпрыгнул к остальным. Вы как? Спросила Сарада. Блиемини, но противник очень силен, сказал Мицуки. Он обладает сильной стихией молнии. Похоже на то, что его зовут Райдон. Он мастер этого элемента и силен физически это все, что известно, сообщил Шикадай. Значит так, Мицуки, ты вместе с Чачо помогите Инаджину, а мы вступим в бой с врагом, скомандовала Учхо. Друзья кивнули и приступили к действию. Райдон лишь обозленно смотрел на Шиноби, раздражаясь от лишних проблем. Однако его взгляд остановился на Кавыки на его цифре девять, выбитой на лице. Понимание сразу пришло в голову четвертого, а также вероятное изменение плана. Рад встрече, Кавыки. Хорошо я встретился с тобой, ведь ты тот, кто нам и нужен. Крикнул член Кары. Он слышал о силе Кавыки и о его карме, но Шатен был очень уверен в себе. Он быстро убьет остальных, а после заберет парня, доставляя его прямиком к боссу. Ну что же, пришло время продемонстрировать свою настоящую силу, самоуверенно вымолвил Райдон, приготовившись к сражению. Решив больше не ждать и действовать в неожиданный момент, когда осмотрел своих существ и мысленно дал им команду выдвигаться. Имея его чакры и кровь, а также ремни по всему телу, хвостатые могли перемещаться сквозь царапины. Лидер организации расставил метки возле больших деревень в целях удобного перемещения. И сейчас к этим царапинам перемещались его монстры. Каждый из них прибыл в определенную страну, а именно деревню облака, камня и песка. Кадо приложил руку к глазу, перемещая его к одному из существ. Учитывая это, что на их теле были те самые царапины, ученик Джигена легко мог передвигаться между ними или же передвигать отдельные части своего тела. Он мог наблюдать высокие скалы, позади которых виднелась деревня. Кадо приказал хвостатым тут же выдвигаться туда, перемещая глаз обратно к своему телу. План по уничтожению Шиноби начался, а самому Кадо также нужно выдвигаться в путь. Спустя более трех лет пора наведаться в Канаху. Гара как обычно сидел в своей резиденции и слушал отчет советника. Дел в деревне Песка шли не лучшим образом. Деятельность организации Кара существенно повлияла на все деревни, так что они не исключения. Начиная с кражей секретной информации и заканчивая многочисленными убийствами на все это накладывалось и возможное предательство некоторых недовольных жителей, значительная часть которых осуждала политику действующего правителя. Однако не успел Гара дослушать отчет, как к нему забежал один из подчиненных Казика Гесома. У нас беда нападения на деревню. Что он есть силы кричал средних лет мужчина, одетая во все черное. Не может быть Кара? Сколько их? Сразу же спросил Каги. Всего лишь один, но это не человек, со страхом в голосе сообщил Шиноби. Что ты имеешь ввиду? Не думи Волгара. Думаю, вам лучше взглянуть самому, предложил подчиненный. Шиноби деревни облака в страхе использовали все техники, однако на врага это никак не действовало. Большое человекоподобное существо, имеющее длинный хвост и лапу вместо ног, надвигалось на них, уничтожая все на своем пути. Стихии молнии луч молнии. Прокричали сразу несколько человек. Лучи одновременно направились в существо, однако никакого существенного урона ему не нанесли. Кожа монстра была необычной и пробить ее не получалось даже у сильнейших стражей. Что касается метательного оружия, то оно просто отбивалось от него, даже шинобе, всего лишь прибивая ее хвостом к земле. Физическая сила врага была на невероятном уровне. Рай Каги деревни, он же Даруя, не опешил самостоятельно вступать в бой. Для начала нужно было сообщить остальным Каги о потенциальной угрозе нападения. Это невероятно. Их силы на совершенной высоте. Быстро говорила Куроцучи. На ее деревню также было совершено нападение, причем существо двигалось все дальше и дальше, вглубь селения. Помимо большой физической силы и неуязвимости он использовал небольшие бомбы, подобные бомбам хвостатых зверей. Вследствие таких атак вашистая часть деревни камня была разрушена. Вероятнее всего, это дело рук Кары, но что это за существа? Высказал Сичоу Джура. Судя по их технике и хвостам, Амада предположил, что они частички Десятихвостого, сказал Наруто, повергнув остальных Каги в шок. Но разве это возможно? Удивился Даруя. Конечно, мы знаем, что у него есть хвостаты, который достался от Ишики, но чтобы самостоятельно его разделить, я согласен с Даруя, к тому же, насколько мы помним из Четвертой мировой войны Шиноби, Десятихвостый создавал разных монстров, но они ни разу не были человекоподобными, поделился своим мнением Гара. Мы также не уверены в этом, но другого происхождения этих существ просто не можем найти, произнесший Камару. В любом случае, взял слово Хакаги, будьте осторожны и внимательны. Если это действительно части хвостатого, они обладают невероятной мощью. Я направлю помощь во все страны, она прибудет через пару часов. Надеюсь, им останется только помогать раненым и убирать обломки, а иначе просто держитесь. Я также отправлю всех свободных Шиноби к вам на помощь, рассчитывайте на меня, проговорил Мизукаги. Хорошо, если что, держите нас в курсе ситуации и сообщайте о дальнейших событиях, произнес Казикаги, после чего все отключились. Наруто откинулся на спинку своего кресла и взволнованным взглядом посмотрел на советника. Тот прочитал мысли своего друга, но никак не был с ними согласен. Наруто, ты не можешь отправиться им на помощь. Тебе не стоит объяснять, что случится, если монстры нападут на Канаху, а тебя здесь не будет, уверенно сказал Шикамару. Эх, да знаю я, дать тебе я. Но они в большой опасности, если теория Амада действительно правдивая. Ты знаешь, на что способен Десятихвостый, посмотрел в окно Седьмой. Да, но также я знаю, что у тебя больше нет Курамы, и ты не можешь сражаться с любым противником и не переживать за свою жизнь. Несмотря на мирное время, каждый должен думать о своей деревне и о том, как ее защитить. Ты нужен нам здесь, Наруто. Целым и невредимым, помни об этом, высказал Синара, после чего вышел из кабинета. Узумаки задумался над этими словами, ведь смысла в них было достаточно. В первую очередь он Хакаги, работа которого защищать Канаху и всех ее жителей. А уже потом он отважный герой, готовый броситься на помощь в любую точку мира. Вот что значит ответственность и долг, благо, Наруто это прекрасно понимал. Все Шиноби отчетливо ощутили изменение чакр противника. Из его тела исходили разряды молнии, а взгляд парня стал безумным. Я убью вас, ничтожество. Крикнул Райдон и бросился на ребят. Каваки, Сарада и Шикодай сразу отпрыгнули подальше, решив обсудить тактику боя. Ребята, попробуйте измотать его и привезти вон в то место. Когда наступит нужный момент, я использую теневой паралич, дабы сковать его движение, после чего мы сможем задержать врага или убить, зависит от ситуации, быстро проговорил Нара. Друзья быстро сообразили, что к чему, и просто кивнули. Сарада активировала свой трехтаму и Шаринган и бросилась на врага. Райдон с легкостью уклонился от атаки и собирался уже вырубить девушку, но она смогла предсказать его действия и вовремя уклонилась. Чертов Шаринган! Разозлился четвертый, но тут же была такованка Вики. Узум Аки активировал свою кибернетическую руку и атаковал оппонента, но Райдон опять без проблем уклонился и контратаковал парня. Каваки заблокировал удар, скрестив руки, однако тот был достаточно сильным, чтобы сдвинуть парня на несколько метров. Сарада переглянулась со своим сокомандником и сразу же уловила ход его мыслей. Хорошо, тогда как тебе такое? Стихия огня огненный шар. Выпустила огромный шар огня очха. Думаете, техники вам помогут? Снисходительно улыбнулся Райдон и просто отпрыгнул в сторону. Внезапно позади него появился Каваки, в левом глазу которого было необычное даудюцу. Парень кулаком пробил врагу челюсть и повалил на землю, где его тут же схватили особые тени. Техника теневого паралича завершена, произнес Шокодай. Отличная работа, ребята. Однако, на всеобщее удивление, Райдон начал подниматься, хотя все еще был скован тенями. Что за? Стихия молнии и разряд молнии. Противник Шокодай направил в того потоки молнии, из-за чего Шиноби ничего не оставалось, кроме как увернуться от техники, освобождая врага. Сарада быстро сориентировалась и начала сражаться с Райдоном Тайджутсу. За последний год она улучшила свои навыки в этом аспекте, что вкупе с Шарингоном давало неплохое преимущество. Но их силы были наравне, а меньшую скорость Учхо компенсировала своим Тайджутсу. Райдон был вне себя от бешенства из-за невозможности прикончить этих детей сразу. Громко прокричав, он решил использовать всю силу, несмотря на возможные риски. Его тело окружило оболочкой с чакры молнии, а волосы поднялись вверх. Похожим режимом обладал лишь один человек во всем мире Шиноби. Хоть это и далеко от оригинала, но Райдон долго тренировался, дабы достичь этого. Особый элемент молнии вместе с улучшенным телом позволяли использовать этот режим. Хотя риск быть сожженным через большой выплеск чакры становился высок. По злости члена кары была выше этого, да чтобы он и проиграл слабым Шиноби. Он этого не допустит. Райдон воспользовался замешательством Сарады мощным ударом отбросил ее на десятки метров, но туз спас вовремя подоспевшую Митсуке. Все хорошо? Спросил сын Рачимару. Да, спасибо. Однако его удары стали сильнее, нужно быть осторожными, громко сказал Очхо. Каваки решил попробовать вновь напасть на оппонента, но и сам ощутил тяжесть его ударов. Однако важнее, что скорость Райдона возросла в два раза, что позволило комбинации из трех ударов проломить ближайшие издания тела Каваки. Инаджин решил отвлечь его своими зверями, но враг уничтожил их обычными молниями, выпущенными из рук, даже не используя технику. Что будем делать? Задала логичный вопрос Чачо. В Тайджуц мы ему проигрываем так же, как и в скорости. Он легко уклонится от любых предсказуемых атак, рассуждал Шокодай. Его элемент молнии тоже хорош, и мы его не превзойдем. Как вариант, можем одновременно напасть или использовать техники, тогда вероятности уклониться у него будет поменьше. Предлагаю не ждать, а просто покончить с ним, начал злиться только что подошедший к Вики. Ребята успели обговорить план вовремя, так как на них полетел шквал молний. Решив следовать идее Шокодая, она начали использовать разные техники, нападая на врага со всех сторон. Райдон ловко уворачивался, иногда блокируя техники молнией. Но он явно не ожидал атаки увеличенным кулаком от Чачо, с трудом ее отбивая. Из-за этого Митсуки успел ударить ему в живот, откинув на пару метров. Друзья одновременно подбежали к нему, не давая шансов уклониться. Стихия молнии в освобождении. Выпустил всплеск молнии вокруг себя Райдон, откидывая шинобей в разные стороны. Радиус этой техники составлял около 30 метров, и та поразила молнией все вокруг. Четвертый сел на колено и откашлил по себе опасен, а после использования данной техники тело напрягается еще больше. Но Райдон плевать хотел на перерыв головные убить этих выскочек, первая из которых станет проклятая учиха. Сарадока как поднялась на локтях и смотрелась вокруг, некоторые друзья лежали без сознания, а кто-то пытался понять, что произошло. Но взор девушки остановился на парне, чей взгляд был направлен на нее. «Умри, мерзкая девчонка!» прокричал Райдон и запустил в нее молнию. Голова Сарады соображала не очень хорошо, а тело немело после техники врага. Она лишь успела услышать громкий голос Митсуки, кричавший ее имя, после чего перед глазами возник яркий ослепляющий свет. Довольная улыбка появилась на лице члена кары, однако стала медленно исчезать после того, как его молния начала поглощаться. Перед учихой стоял парень с выставленной вперед рукой, на которой появились странные метки, а техника исчезла в этих символах. «Эй, урод! Мне кажется, что совсем скоро ты умрешь», злобным голосом произнес Кавыки, пока метки распространялись на его глаз. «Я лично сотру тебя в порошок». Райдон, как и все, кто был в сознании, ощутил эту перемену в Кавыки. Хоть он всегда был уверен в себе и своих силах, сейчас впервые за долгие годы почувствовал, что значит быть жертвой. Барута в ускоренном темпе двигался в сторону страны воды. Он не хотел тратить лишнюю чакру, поэтому решил не использовать Джаган для перемещения. Нужно побыстрее узнать, что же задумал Кода, ведь Танери предупреждал о большой угрозе. Внезапно Узумаки приземлился на одну из веток, а на его лице застыли замешательства и непонимания. Изменив свои планы, он активировал Джаган и открыл портал, в который без промедлений прыгнул. За несколько минут до этого клон Барута постепенно приближался к Анохе, все больше и больше узнавая эту местность. И вот наконец-то впереди показались знакомые врата, через которые Узумаки проходил не раз. На входе стояли два охранника, яро обсуждая какую-то тему. Они даже не заметили незнакомца в черном плаще с капюшоном, что находился буквально перед их носом. Прошу прощения, объявил о своем присутствии Барута. А, здравствуйте. С какой целью прибыли в Канаху и есть ли у вас пропуск? Сразу же спросил мужчина средних лет. Я хотел сообщить вам, что в нескольких километрах от деревни было совершено нападение на ваших людей. Они лежат без сознания и нуждаются в медицинской помощи, проговорил парень. Откуда мы можем знать, что это не ловушка? Задал вопрос уже другой Шинобе, имеющий ярко-зеленый цвет глаз. Аката буквально полчаса назад действительно выдвинулся отряд, доставляющий особый груз, как минимум. Нужно проверить это место, сказал подошедший, судя по виду, Джоунин. Муракамисама, а вы что здесь делаете? Удивился охранник. Готовляюсь к отправке в страну Молния, вы ведь слышали о нападении и приказе седьмого о помощи, произнес Мураками. Что еще за нападение? Удивился Барута. А ты разве не знаешь? Хотя если ты был в дороге, то наверное нет. На три великих страны Молния, Песка и Земли напали неизвестные существа, начал Шиноби. Их физическая сила превосходит человеческую в несколько раз, а мощь так просто поражает. Шиноби не могут справиться с ними, даже имея численные преимущества. Узумаки шокированно переваривал новую информацию, пытаясь понять, что это за монстры такие, кто их призвал. Черт, наверняка это дело рук кода, дайте боса. Нужно скорее поспешить на помощь, но куда отправиться сначала? Размышлял сын седьмого. В песке есть дядя Гара и шинки, они должны справиться. В стране Молния много сильных Шиноби, да и дяди Даруи не промах. Значит, остается страна земли, первую очередь поспешу туда. Кивнув на прощание людям Канохи, Барута отправился подальше от родной деревни. Однако он не стал двигаться вдоль дороги, а быстро свернул в сторону леса. Осмотревшись, Узумаки сложил нужные печати и развеялся, передавая информацию оригиналу. Ужасающий ляурт исходил от силуэта высокого все пространство. На запястье начали отчетливо проявляться первые признаки кармы, разрастаясь красными узорами до открытой шеи. Его золотистая радужка в левом глазу говорила о неизбежности, а взгляд был направлен на Райдона. Сарада окончательно пришла в себя и понемногу отходила от шока. Прошло довольно много времени, когда Кивыки последний раз применил свою карму во время миссии. Кивыки, ты уверен? Забеспокоилась девушка, смотря в спину своему напарнику. Не вмешивайся, Сарада, холодным тоном произнес Узумаки, посмотрев на девушку, иначе можешь пострадать. Обладательница Шарингана давно не ощущала подобные моменты, когда перед тобой не твой друг или товарищ, а нечто ужасное, заставляющее дрожать от чувства страха и опасности. Как будто в один миг ты теряешь все, что так долго выстраивал. Превосходство и сокрушимость силы Асуцуки все сильнее чувствовалось во всем теле, заполняя собой последние надежды на спасение от самого себя. Даже несмотря на первую форму кармы, один взгляд Каваки давал понять, что живым отсюда вряд ли кто-то уйдет. Асуцуки, решивший не вмешиваться в разговор, принялся помогать бессознательным друзьям, параллельно наблюдая за оппонентом. Райдон был в условной панике, не понимая, какая стратегия ему обеспечит наибольшее преимущество там, где его казалось бы быть не должно. Но такими темпами Каваки действительно его убьет, а значит, нужно действовать на опережение. Стихия молнии, раскаленная молнией, прокричал четвертый, запуская быстрый поток смертоносной молнии. Каваки, до этого смотревший на Сараду, спокойно протянул руку вперед, поглощая технику. Член кары решил воспользоваться моментом напасть на соперника во время поглощения, но юноша резко пропал из поля зрения Райдона. Не успел он понять, куда делся его враг, как обладатель Аллы Кармы пробил ему в живот, откидывая в ближайшие постройки. Парень едва поднялся из-под обломков, держась при этом за кровоточающую рану. Карма порядком увеличивала физические показатели носителя, в том числе и силу. Да чтоб его! Я убью тебя, прямо сейчас! Разозлился Райдон и бросился на Каваки. В особом режиме скорость члена Кары была на высоком уровне, что позволяло наносить удары по Узумаке, который не успевал среагировать и просчитать движение наперед. Используя все свои силы, он смог прижать Каваки и воспользоваться своей последней техникой. Стихия молнии яркая вспышка. Воскликнул Райдон, используя технику, суть которой заключалась в том, чтобы пронзить все тело врага тысячами мелких ударов током, выводя нервную систему из строя. Яркая вспышка света ослепила всех шиноби на поле боя, не давая возможности скоординироваться и помочь другу. Когда свечение стало поглощаться тьмой, присутствующие смогли разглядеть картину, где истощенный враг сидел на одном колене без возможности нормально управлять своими внешними органами. Особый режим чакр пропал, а из правой руки Райдона шла кровь. Его план сработал, но теперь ему, скорее всего, не удастся уйти от остальных жителей Канохи. Ступор и удивление можно было разглядеть на знакомых лицах, ведь только что их друг умер, исчезая навеки. Митсуки и Сарада также успели испытать это чувство, пока не почувствовали знакомую чакру. За несколько лет работы в команде, они научились быстро определять чакру своих напарников. К тому же ребята прекрасно знали истинную силу и возможности некровного сына седьмого. И это твоя максимальная сила, ублюдок! Услышал знакомый голос Райдон. Мороз вновь пробежался по коже, заставляя тело окаменеть. Уменьшенный кавыки сидел на его плече, всматриваясь в перепуганное лицо врага. Член кары попытался замахнуться на него рукой, что у него, конечно же, не получилось. Вместо этого, спустя секунду, в его плече находился черный штырь, пронзая руку насквозь. Но это, ведь, невозможно, как и говорил Райдон, держась за правое плечо. Ты не мог успеть. Твои познания оказались не глубже лужи, кретин. Я просто испытывал тебя, и, сказать честно, ты меня не особо впечатлил, объяснил ему Узуумаки. Райдон не считал себя слабым, хоть и понимал, что существуют особи гораздо сильнее его. Но чтобы кавыки. Осознание сказанного никак не хотело наступать, ведь это означало лишь то, что сила Узуумаки действительно на ином уровне. А теперь пора бы тебе сдохнуть, произнес обладатель Кармы, вернувшись в свой нормальный размер. Он направил левую руку на врага, пока тот не мог и пошевелиться. Помимо физической боли, член Кары никак не мог признать свою откровенную слабость. Но безысходность быстро его настигла, как и понимание своего конца. На миг, совсем скоро мы вновь встретимся. Надеюсь, ты не сильно долго меня ждала, последнее, о чем думал Райдон. Может смертью не такой уж плохой вариант? Ведь вместо того, чтобы тешить себя ложными надеждами, можно просто умереть и увидеться с любимой девушкой. Наверное, это положительный исход, учитывая все обстоятельства. Эта мысль помогала Райдону спокойнее принимать неизбежное. Из руки кавыки образовался красный луч, что становился все больше. Узумаки выстрелил им, убивая четвертого члена Кары навсегда. Когда враг был уничтожен, печать дезактивировалась, а сам парень начал падать, но его подхватила Сарада. Ты как, кавыки? Забеспокоилась Учхо, пытаясь положить друга на землю. Все нормально, уже спокойным голосом ответил Узумаки. Просто давно не использовал силы Ишики столь длительное время. Остальные также пришли в норму, и теперь просто с опаской смотрели на кавыки, все еще ощущая его силу. Мицуки, видевший замешательство на лицах друзей, поспешил их успокоить, не переживайте, все будет хорошо. Эта сила и впрямь невероятная, но кавыки умеет с ней обращаться. Узумаки посмотрел на змея мысленно поблагодарил его за поддержку. Он и сам заметил, что когда использует карму, разум как будто затуманивается, а в голову приходят разные мысли. Еще раз посмотрев на свою печать, кавыки поднялся на ноги, обещая себе выяснить, какие еще секреты таит в себе карма. Разрушенные скалы, обломки домов и крики шиноби вот чем встретила Барута деревня камня. Это поселение тяжело было сравнить с тем, что Узумаки видел практически 4 года назад. Выйдя из портала он сразу уже ощутил эту необычную чакру, словно она и не принадлежит человеку. Но, помимо неизвестной чакры, было парни задуматься и действовать поскорее, благо долго искать проблемы не пришлось. Громкий рев раздался ближе к центру деревни, вызывая мурашки на телах мирных жителей. Шиноби отчаянно сражались за свой дом и сумели немного ранить монстра, используя техники стихии земли одновременно. Это вызвало такую бурную реакцию у существа, которая, недолго думая, убила всех противников всего за пару секунд. Вдруг в монстра прилетело несколько разрядов молнии, что заставило его обернуться в сторону атаки. Высокий парень в плаще с капюшоном стоял на скале и смотрел на человекоподобное существо. Борута был уверен, что в первую очередь нужно спасти жителей, так что лучшей идеей было выманить монстра за пределы деревни. Не обладая особым интеллектом, существо побежало в сторону обидчика. Узумаки развернулся и побежал в противоположную от поселения сторону, заманивая монстра подальше. Это заметили рядовые шиноби, вытаскивающие раненых товарищей из-под завалов. Эй, мечи, а что это за парень за которым побежало чудище? Спросил у друга Ичера, всматриваясь в спину незнакомцу. Не знаю, кто он такой, но сейчас этот парень здорово нас выручает. Пока монстр отлегся, предлагаю помочь раненым как можно скорее, ответил мечи, отбрасывая очередной тем временем Борут отбежал на достаточно приличное расстояние, дабы спасти жизни невинных людей. Он остановился среди каменистой местности, на которой изредка виднелись небольшие возвышения в виде горбов и довольно редкая растительность. Громкета подзнаменовал о быстром прибытии монстра, что был готов убивать назойливого человека. А он быстр, дайте баса, подумал Узумуки. Надо бы проверить его на прочность. Стихии ветра штормовая ладонь. Направил поток ветра сын седьмого. Техника не произвела никакого эффекта на существо, однако заставила немного отвлечься, чего и добивался обладатель кармы. Стихия огня огненный шар. Прокричал Борута. Он впервые использовал эту стихию в бою, однако шар был приличного размера. Техника попала ровно в цель, однако существенного урона она не нанесла, лишь немного подпалила кожу. Хм, огонь неплохо сработал, но я довольно слаб в этом элементе. Вот бы здесь был дядя Саски, размышлял Узумаки, пока человекоподобное существо не оторвало его от раздумий. Видимо, ему не понравилось быть поджаренным, поэтому он быстрым выпадом бросился на боруто. Тот, в свою очередь, сумел уклониться от атаки, но не ожидал атаки хвостом, за что и поплатился. Хлесткий удар прошелся по ребрам парня, откидывая на несколько метров. Боль была ощутимой, но кости остались целы. Решив действовать осторожней, Узумаки создал десяток клонов и отправил их в бой. Пока копии сражались и умирали от чудища, оригинал продумывал дальнейший план действий. Может попробовать использовать Росинган? Сомневаюсь, что он пробьет его крепкую кожу, предполагал боруто, внимательно наблюдая за боем. Может, сжатый Росинган, но старик Кокаши предупреждал о возможных последствиях. Да и в последний раз только благодаря Мицуке моя рука осталась целой. Попробую-ка молнию. Пока монстр уничтожал последнего клона, сын седьмого запустил в него несколько разрядов молнии, от которых существо успешно уклонилось. Оно стремительно приближалось к Узумаке, намереваясь прикончить его. Чудище открыло рот и начало создавать нечто вроде огромного сгустка чакры, о котором боруто приходилось слышать. Вот черт! Только и успел подумать парень, перед тем как в него запустили бомбу Хвостатого. Снаряд довольно быстро прилетел в цель, взрываясь и создавая огромную волну воздуха. Взрыв был слышен и виден на сотне метров, что, конечно же, заметили решен обе камни. Сайори, иди проверь, что там случилось, живо! Скомандовал опытный Джоунин. Но, такие русы мы. Хотел возмутиться юный паренек, пока не заметил бушующий взгляд командира. Когда облако пыли рассеялось, монстр видел, что от противника ничего не осталось, поэтому в сторону. Стихии молнии стрела громового раската. Прокричал Барута сверху. Огромная стрела молнии ударила по явно неожидающему этого монстру, нанося чувствительный урон чудищу. Приземлившись, Узумаки ударом ноги пробил в челюсть противнику и откинул того в сторону. Обладатель кармы хладнокровно смотрел на существо, которое в ответ таращилось на него своим недоумным взглядом, пытаясь подняться. Ветер развивает плащ Барута, а из темноты накинутого капюшона наблюдалось синее свечение. Однако, откуда ни возьмись, появился огонь, который начал сжигать монстра. Чудище кричало и билось в огонь, но пламя не исчезало. С помощью Джагана Барута увидел, что к туловище чудища была прикреплена маленькая паровая жаба. Вскоре владелец этого животного показался лично. Барута увидел высокого мужчину, который имел черные глаза и длинные белые волосами, частично собранные на макушке в аккуратный пучок, а стальные пряди же свисали на крепкие плечи. Его борода была белой, как снег, а со внешних углов его глаз стекали красные полосы, простираясь вплоть до щек. Примечательной чертой незнакомца являлась особая маска, которая скрывала верхнюю половину его лица, равно как и черный плащ с бордовой подкладкой и капюшоном. Баруто уже видел его раньше, три года назад, когда его карма впервые активировалась. До этого хладнокровное лицо Узумки приобрело некую удивленность, ведь этот человек должен был умереть от руки Шики Асуцуки, а сейчас стоит перед ним, наблюдая, как догорает человекоподобное существо. Рад вновь увидеться с тобой, Узумки Баруто, спокойным голосом произнес мужчина, не отрывая своего взгляда от монстра. Кашин Каджи практически прошептал сын седьмого, поднимая свой взор на бывшего члена Кары. Как он выжил и откуда узнал о личности Узумки? Похоже Баруто ожидает непростой разговор. В одной из комнат секретной базы организации Кары молодой парнишка с ярко белыми волосами искал нужные данные, перед походом в Канаху нужно как следует подготовиться. Однако непоколебимое лицо Када вмиг изменилось на удивленное. Приложив руку к своему глазу он перенес его через свою царапину прямиком в страну Земли. Это необъяснимое чувство, как будто маленькая часть твоей силы растворяется в небытие не подвело голову группировки. Все тело человекоподобного существа полыхало до горы практически дотла. Када успел заметить неизвестную фигуру в плаще с накинутым капюшоном, которая повернулась в сторону мужчины, чье появление вызывало неоднозначные эмоции. Это же только я подумал парень, перемещая свой глаз обратно. Кашин Каджи. Но он должен был умереть от руки господина Ишики. Ну что же, значит, так тому и быть, его смерть не заставит себя долго ждать. Резко поменяв планы, глава организации пошел в противоположную сторону их убежище. Пройдя не один длинный коридор, освещенный лишь тусклым светом ламп, он вошел в комнату, где было много разного оборудования, начиная с подобия операционных столов и заканчивая большим количеством мониторов, часть из которых показывала какие-то данные. За одним из мониторов сидел невысокий старик, активно вводя что-то на клавиатуре. Он был так увлечен этим занятием, что даже не заметил прихода своего хозяина, при виде которого мурашки сами невольно появлялись на теле. Я тебя не отвлекаю, Бак. Господин Минт, что вы? Я как раз был занят делом, изучая. Начал говорить старик, пока слева от него не прилетел кулак, ударив по столу. Мне все равно, чем ты был занят. Немедленно свяжи меня с Ран. Приказал парень, всматриваясь в испуганное лицо своего ученого. Конечно, сию минуту. Пролепетал Бак, нервно вводя что-то на клавиатуре. Каджи это, конечно, неприятный подарок, но это ненадолго. Ран со своими подопечными убьют этого предателя, а заодно этого парнишку в капюшоне, наверняка состоящего в сговоре с мужчиной. Это правда? В невере спросило сразу несколько человек, всматриваясь в экраны своих мониторов. Именно так, монстр был уничтожен, сказала Куро Цучи, подперев подбородок руками. Мы и Шиноби видели, как неизвестный парень в плаще с капюшоном на голове увел монстра подальше из деревни. Спустя пару минут в нескольких сотнях метров прозвучал взрыв, что, конечно же, привлекло наше внимание. Дойдя до места сражения, Чиунин видел догорающий огонь, внутри которого дотлевали останки чудища. А вдалеке виднелись две фигуры в плащах, видимо, сам парнишка и его помощник. Все потихоньку пытались переварить полученную информацию и сделать какие-то выводы. Первым решил заговорить Гар. Они не оставили после себя каких-то следов. Нет, наши люди осмотрели все в округе, но никаких следов незнакомцев обнаружить не удалось, ответила ему Цучикаги. Видимо, они обладают невероятной силой, раз уж сумели одолеть чудище, высказал Сичо Уджера. Я хочу также вас обрадовать, Шиноби Листа, которые были у меня на задании, убили одного из внутренних членов Кары. Серьезно? Как они? Занервничал Наруто, хотя понимал, что ребята очень сильные. Все хорошо, лишь мелкие ушибы и ранения. Того парня звали Райдон, он был мастером стихии молнии, но Каваки и остальные справились с ним, лишая нас одной проблемы, рассказал Мизукаги. Мне отправить их домой? Шикамару на секунду переглянулся Сузумаки, на лице которого вновь было спокойствие. Как бы ему не хотелось уберечь детей, он понимал, что они в первую очередь Шиноби, готовы к выполнению любого задания. Как только они отдохнут, отправя своих людей вместе с ними в страну молния, пусть помогут с уничтожением монстра, скомандовал Нара. И запомните, его слабость огонь. С этим мы решили, выходим на связь при необходимости, заключил Даруя, на что все Кагелишки в нуле отключились. Как думаешь, Шикамару? Начал говорить седьмой. Что это были за люди, как они смогли уничтожить монстра? Хотел бы я знать, Наруто, но боюсь, это сейчас не меньше и тайна, чем происхождение этих чудищ, произнес советник Хакаги, закуривая излюбленную сигару. Кем бы эти люди ни были, они невероятно помогли целой стране, а заодно и всему Альянсу Шиноби. У Наруто не было сомнений, что неизвестные еще появятся. Остается надеяться, что они на их стороне. В нескольких километрах от деревни камня двое неизвестных мужчин остановились перед небольшой пещерой, которая, на первый взгляд, была абсолютно пустой. Но зайдя внутрь, один парень и порядком удивился, ведь не каждый раз видишь замаскированное логово. Отодвинув большой камень, Кашин Каджи жестом пригласил гостя в свое убежище. Одноместная кровать стояла прямо возле каменной стены, а напротив был небольшой деревянный стол, на котором расположился компьютер и различные бумаги. Небольшой шкафчик, несколько стульев и красивая картина светловолосой женщины дополняли образ этой уютной пещеры. Пока Узума Кибарута рассматривал жилище, Каджи сел за стол и начал искать нужную информацию. «А ты неплохо обустроился», произнес парень, молчавший до этого всю дорогу. «У меня было достаточно времени для создания этого логова, хотя некоторых элементов все же не хватает», признался мужчина, не отрывая свой взгляд от монитора. «А что ищешь?» спросил Узумаки, подойдя к собеседнику и заглядывая в экран. «Вот это», Кашин указал на какой-то сигнал, что мелькал на неизвестной карте местности. «Это возможное место положения базы кода, туда нам и нужно пробраться». «А как же чудище?» «Разве мы не должны спасти людей?» возмутился Барута. «Шин обесправится с ними, тем более я дал им подсказку в виде огня», успокоил его бывший член Кары. «Куда важнее разобраться с самим кода, ведь он представляет существенную опасность». «Допустим, я соглашусь с тобой, но ты обещал рассказать о себе». «Как тебе удалось выжить?» «Ладно, все равно нам нужно немного отдохнуть», выдохнул Каджи и повернулся в сторону парня. «Я был создан Мада для того, чтобы устранить Ишики Асуцуки. Но твои способности, как ты научился использовать Росинган? Дело в том, что я создан из клеток и генов великого Шиноби», сказал мужчина, снимая свою маску. «Я клон одного из трех легендарных Саннинов Джирайя». Узумаки шокированно всматривался в знакомое лицо, которое он видел не только на фотографиях, но и лично, когда путешествовал в прошлое вместе с Саски. Поверить было крайне трудно, но какое-то чувство доверия откликнулось в сердце парня, подтверждая слово этого человека. «Если это так, то почему ты ничего не помнишь о своем прошлом? Или ты все?» хотел было сказать Барута, но его перебили. «Нет. Мне передались только внешность и способность Джирайя, никаких воспоминаний или особенностей характера я не унаследовал. Я ведь поначалу даже не знал, кем являюсь на самом деле, пока Амада случайно не проболтался о секретных архивах кары», проговорил бывший член организации. «Если это все правда, то как ты сумел выжить после сражения с Ишики, дать Тебаса?» «Я не знал о его способностях, поэтому техника Дай-Кокутина застала меня врасплох», продолжил рассказ Каджи. «Перед тем, как он меня прикончил, я успел призвать свою жабу, которая перенесла меня в мое старое логово. Потратив прилично времени на лечение, я решил обустроить новую базу, так как Астарый знал Амада». «Амада? А он здесь при чем?» недоумевал Узумуки. «Я расскажу попозже, сейчас он не главная проблема», ответил Клон Джирай и продолжил, «После этого, я начал искать информацию о возможных врагах, в том числе и Акуда». «Конечно же, я слышал, что произошло в листе три года назад о твоей «Два года назад ты был в листе под другим обликом». «Я запомнил твою чакру, а способности Сенсора помогли быстро определить твою личность», объяснил Кашин. «Я тогда узнавал нужную мне информацию, и так как моя чакра есть в базе данных Канухи, с этим не было проблем». «Предположим, что так и было, а как ты нашел меня в деревне камня? Я сам намеревался помочь с уничтожением монстров, поэтому встреча с тобой стала приятным бонусом». «Немного улыбнулся мужчина». «В любом случае, не то чтобы я сильно переживал за судьбу неизвестных людей, но наблюдать за концом мира особого желания у меня нет. Ну так что, Барута, ты со мной?» Доля сомнений все же терзала парня, ведь полного доверия к мужчине так и не появилось. Однако если бы он хотел его прикончить или навредить мирным жителям, то определенно уже бы сделал это. Собравшись с мыслями, Узумаки ответил согласием, смотря прямо в глаза своему новому напарнику. «Вот отлично! Ладно, нам пора выдвигаться. По пути ты сможешь рассказать и свою историю, ведь о том, где ты пропадал, мне неизвестно», произнес Каджи, вставая со стула. «Мы могли бы переместиться туда с помощью пространственно-временной техники, дабы сократить наше время. Значит, ты обладаешь и такими способностями. Впрочем, это даже хорошо. Переместена за несколько километров от базы, дабы проследить за возможными членами организации и обсудить детальный план действий», скомандовал клон Джирайя. Ничего не ответив, Барута активировал свое даудюцо, тем самым вызывая некий интерес у мужчины. Открыв портал, напарники прыгнули в него, отправляясь навстречу к одному из сильнейших людей в мире. Ситуация в деревне песка была достаточно плачевной. Человекоподобное чудище продолжало уничтожать окрестности поселения, убивая рядовых шиноби, которые стояли на его пути. Даже с помощью самого Казикаги остановить монстра было крайне трудно. Гара использовал защитные техники песка, всеми силами пытаясь сковать движение врага. Атаковать его было практически бессмысленно, ведь самым действующим элементом против существа являлся огонь. Но, к большому сожалению, сильных шиноби, обладающих стихией огня, в Сунне не было. Конкура, мы успели эвакуировать всех гражданских. В полубой спросил Гара, оценивая общую ситуацию. Практически, часть людей осталась в северо-западной части деревни, нам нужно еще некоторое время, ответил его брат, слушая информацию из своего наушника. У нас нет времени. Мы и так потеряли большое количество людей, удерживать монстра от продвижения достаточно сложно. Казик Агисома. Послышался голос молодого юноши, что пытался добраться до главы как можно быстрее. Рачи, что случилось? Забеспокоились Гара и Конкура, отвлекаясь от разговора. В километре от деревни мы заметили человека. Он на большой скорости направляется сюда. На одном дыхании выплыл молодой шиноби. Не успел Гара отдать приказ, как уже ощутил эту чакру. Он прекрасно ее чувствовал, ведь неоднократно сталкивался с этим человеком. Прикажу нашим людям отступить и не мешать ему. Мы лично остановим чудище, изменил приказ глава деревни, уверенно посмотрев в сторону, от которой разносились оглушительно громкие ревы. Это ведь не успел договорить Конкура, однако Каги уже отправился на поле боя. Монстру продолжал ровнять деревню с землей, пытаясь уничтожить все, что попадало под руку. Однако его отвлек исполинских размеров огненный шар, нанося ощутимый урон кожи существа. Оно взревело, пытаясь найти источник техники. Обернувшись, чудище сфокусировало взгляд на высоком мужчине, темные волосы которого закрывали левый глаз, а в правом горела редкая даудюцу. Казик Каги прибыл буквально через секунду, наблюдая за зверевшим врагом. Его взгляд скользнул на крышу уцелевшего здания, где и находился великий Шиноби. Творями, Саски, устало выдохнул Гара, чувствуя некоторое облегчение. Потом поговорим, а сейчас за дело, сказал Учхо, приготовившись к бою. Долго еще? Громко спросил Каваки, обернувшись к Сараде. В таком темпе мы прибудем в деревню через пять минут, оповестила всех Учхо, прикидывая в голове карту местности. Команде номер 7 и 10, выполнив миссию в стране воды, практически сразу отправились в страну молния. После сражения с внутренним членом Кары им всем понадобился небольшой отдых. Однако когда их оповестили о новой угрозе, Шиноби отложили отдых на потом, ведь долг прежде всего. Дождавшись скоростного поезда, ребята добрались до ближайшей станции недалеко от деревни облака, ведь в самопоселение рейсы были перекрыты. Для некоторых визит в эту страну был первым. Высокие горы и невероятно красивый пейзаж сопровождали юных Шиноби на протяжении всего пути. Не восхищаться видом было невозможно, лишь Чачо не крутило головой в разные стороны. Ее мать родом из облака, поэтому семья Акимича неоднократно приезжала сюда отдохнуть и проведать родственников. Однако то, что в Шиноби приехали не на курорт, им напомнили взрывы, доносящиеся где-то из центра деревни. Все быстрее двигаемся на звук. Скомандовала обладательница Шарингана, поправляя сползающие очки. Гостей в стране молния встречали не лучшим образом. Высокое существо, которое имело лапу вместо ног, громило все на своем пути. Некоторые в основном элементы молнии. Однако существенного урона они не наносили, а лишь больше злили врага. Когда ребята из Канохи прибыли на поле боя, их тут же встретил бородатый мужчина, вероятно, Джоунин. Как хорошо, что вы прибыли. Вынужден извиниться на сложившуюся ситуацию. В любом другие. Продолжал говорить житель облака, пока его монолог не остановил Шокодай. Ничего страшного мышиноби готовы к любым миссиям в любое время, кратко и уверенно произнес Нара, решив взять на себя составление плана. Доложите обстановку. С чем мы имеем дело и какова способность этого существа. Если кратко, то оно обладает невероятной физической силой и приличной скоростью. Помимо атак руками, берегитесь хвоста, оно задействует его довольно часто, рассказал Джоунин, вспоминая все детали сражения. И, наверное, самое опасное, монстр может использовать бомбу хвостатого. Все друзья были неприятно удивлены сложившейся картиной, ведь об этом их никто не предупреждал. Техника такой силы была проблемой, а значит, нужно закончить с ним как можно раньше. Благо им сообщили, что слабостью чудищей является огонь. Потребовав несколько минут на составление плана, Шикодай попытался продумать максимально эффективную стратегию боя. В отличие от предыдущего сражения, все данные о враге были собраны. Итак, все-все поняли? Еще раз спросил Нара, всматриваясь в лица своих друзей. Те лишь кивнули и приготовились к бою. Митсуки использовал стихию молнии, дабы привлечь внимание монстра. Это сработало, и существо сразу последовало за змеем, намереваясь прибить его одной из своих гигантских лап. В это время, когда враг был в назначенном месте, и Наджин, парень на нарисованной птице, скинул вниз кучу маленьких зверьков. Отвлекающий маневр дал больше времени и помог Чачо увеличить свою конечность и сильным ударом отбросить чудище в ближайшую скалу. Та пошла трещинами и местами обвалилась, пока монстр не прекращал реветь во все горло. Следом Шокодай, собрав всю свою чакру, сковал движение лежащего существовать теневым параличом, не позволяя тому сдвинуться с места. Держать под контролем такую махину было для него впервые и забирало много сил. Противник ревел, ёрзал, остервенел и стараясь избавиться от связавших его теневых пут. Шокодай чувствовал, что он сможет держать существо еще максимум пару минут, но и этого было достаточно для осуществления последнего этапа хитроумного плана. Стихия огня огненный шар. Использовали свои техники каваки сарада, попадая в обездвиженную цель. Монстра обдало жаром. Он завопил от всепоглощающей боли, корчась в предсмертных муках, оглушая морщащихся от громкого звука шиноби. Отлично сработано, вы молодцы, ребята, похвалил своих друзей Нара, развеивая технику и переводя сбитое дыхание. Он уперся взглядом в полыхающее тело врага и ощущал сейчас чистой водой облегчения. Это все благодаря твоему плану, так что не скромничай, дружище, сказал Энаджин, хлопая сокомандника по плечу. Однако шиноби допустили большую ошибку, ведь расслабляться с таким врагом нельзя ни на секунду. Неожиданно обгоревшее тело, уже мало походящее на то чудовище, которое они могли лицезреть минутами ранее, выпрыгнуло вперед и мощным ударом хвоста разбило землю сараду откинуло взрывной волной назад, сбивая с ног. Ребята не успели среагировать, как враг с помощью еще одного удара хвоста атаковал парня из десятой команды, отбрасывая их на приличное расстояние. Они покатились назад, успевая зацепиться чайкроей за землю. Остальные же успели отскочить на несколько метров от обозленного чудища. Видимо, их бой все еще не окончен. Где-то севернее деревня Бамбука, в окрестностях густого леса, две фигуры в плащах наблюдали за небольшим проходом в ничем не примечательную пещеру. По их информации, здесь находилась главная база кары. Место было подобрано правильное, ведь большинство людей пытаются обойти этот лес по широкой тропинке, расположенной в нескольких километрах от этого места. Пока они ждали подходящего момента, молодой парнишка рассказывал более опытному напарнику о своих похождениях вне этой планеты. За свои практически 20 лет существования Каджи успел повидать довольно много. После знакомства с представителем клана Ацуцуки, а также с уникальным для мира людей человеком по имени Амада Кашина было удивить довольно сложно. Однако тайна могущественного Даудюцу, покрытая многими секретами, смогла вызвать немалый интерес к персоне Узума Кибарута. Не сказать, что Каджи было наплевать на него, ведь после того, как они обнаружили существование кармы в теле этого юноши, судьба парня интересовала каждого члена бывшей организации Кара. Наведя некоторые справки, клон Джирай смог лучше узнать о характере и поведении Узумуки. И будет ложью, если Кашин признается, что всерьез не заинтересовался парнем. Но после новости из разряда как гром среди ясного неба, что оповестило всех о смерти сына седьмого Хакаги, Каджи был немного опечален. Он никогда не был сентиментальным, но Барут мог стать как тем, кто разрушит этот мир, так и его спасителем. Ведь только Кашину, работающему самаду много лет подряд, было известно о истинных планах этого ученого. А учитывая возможности и доступ к Каваке, младший Узумуки действительно мог предотвратить шаткую судьбу Миры Шинаби. Ведь по неведомым причинам этот мир нравился созданному полуке Барго. Какая-то часть Каджи всем сердцем желала спасти или следовать все прелести данной планеты. И клон Джирай никак не пытался бороться с этим желанием, а поэтому следовал избранному пути. То, что Барута сумел выжить, став при этом в несколько раз сильнее, значительно увеличивало их шансы на победу в бою против сильных и умных врагов. Однако из дальнейших раздумий его вывел клон, который развеялся и передал нужную информацию. Барута, мой клон заметил более пятнадцати врагов в нескольких сотнях метров от нас, сообщил Кашин Каджи, поднимаясь с насиженного места. Странно, может, они возвращаются на базу? Но почему их так много? Возникли вопросы в Узумаке, что также встал и вынул свою катану. Буквально через минуту толпа людей во главе с рожеволосой девушкой, изящной шеей которой украшала татуировка в виде тигра, показалась на глаза напарникам. Они не пытались скрыться, ведь их целью было уничтожение всех агентов кары. Надо же, какая неожиданная встреча! Не думала, что встречу вас именно здесь сладким голосом пропел Рен, жестом приказывая своей группе не двигаться, могу сказать то же самое, ровным голосом ответил Каджи, смотря в глаза своей оппонентке. Подскажите, а как нам можно найти вашего хозяина? А у тебя хорошее чувство юмора, Кашин Каджи? Боюсь, что вы никогда этого не узнаете, рассмеялась девушка, однако сразу же обратила свой взгляд на второго парня. Погоди, твоя чакра! Я чувствовала ее раньше, примерно больше года назад. Это он! Резко закричал мужчина с красными волосами, на шее которого была такая же татуировка, как и у главы группы. Сестра, именно он разбил наш отряд в районе стран огня. Он невероятно силен, будьте осторожны! Баруто скучающе перевел взгляд на знакомое лицо и пожалел, что не прикончил этого гада еще тогда. Но он с удовольствием сделает это сейчас, как и отомстит этой девушке, что уже победила его однажды. Теперь у Зумаки уже гораздо сильнее, да и на этот раз он не один. Его напарник излучал разве что спокойствие, как будто каждый день сражался против внутренних членов кары. Хотя оно и неудивительно, ведь именно такой была судьба Каши Накаджи. Уничтожить их! Прокричала Рен, приказывая своим ребятам атаковать. Ты готов, Баруто? Напоследок спросил клон Джирайя, взглянув в лицо парню. Спрашиваешь еще? Конечно, готов. Сделаем их, дать Тибаса. Позволил себе улыбнуться Узумаки, бросившись на толпу противников. Юные шины беглым взглядом осмотрелись вокруг, оценивая обстановку и состояние своих друзей. Никто и не мог ожидать, что существо выжило в адских языках пламени, которым его одарились Арады и Каваки. Учиха как раз поднялась на ноги после довольно неприятного удара о камень, расположенного позади нее. В глазах девушки не было ни паники, ни страха, только активированный шарингом. Ребята, нам нужен новый план. Помогите отвлечь его. Скомандовала девушка, используя шаровые молнии. Чачо и Мицуки тут же бросились на помощь подруге, окружая врага со всех сторон. Акимичи сразу же увеличила свою руку и попыталась снести монстра с ног, но она сумела увернуться и попыталась контратаковать Кунаичи, вновь взмахивая своим хвостом. От болезненного удара, который наверняка может сломать пару ребер, Чачо спас Мицуки, обхватив ее удлиненной рукой и за талию и выдернул из-под линии атаки. В это время Сарада сконцентрировала чакру в своем кулака и замахнулась на чудище, пытаясь прощупать прочность его кожи. Враг заметил приближающуюся девушку и дернул свою не столь длинную руку в ее сторону, но с помощью своего додюцу, Учхо уклонилась от атаки и пробила точно в живот существа, отбрасывая его на несколько метров. Шикодай внимательно наблюдал за боем, стараясь заметить любую слабость противника. Но не нужно быть гением, чтобы заметить, что монстр двигается медленнее, чем раньше. Да и к тому же небольшая вмятина от удара Сарады четко виднелась на обгоревшей коже. Чакры для повторной техники теней было недостаточно, а значит нужно было придумать другой план. Благо, таковой у наследника клана Нара уже имелся. Ребята, слушайте внимательно, сейчас он явно слабее, атакуйте его любыми техниками, стараясь целиться в живот, прокричал на все поле боя Шикодай. Последний удар будет за Сарадой. Шиноби быстро поняли, что к чему и уже все вместе начали сражение. Команда номер 10 не обладала особыми пробивающими техниками, поэтому по большей части отвлекала внимание чудища на себя, давая пространство для маневра седьмому отряду. Митсуки начал использовать стихию молнии, направляя ее в живот монстра. Каваки предпочитал не целиться, а просто стрелял в противника своим лучом из трансформированной руки, по большей части не позволяя существу уклоняться от атак остальных людей. Сарада понимала, о каком ударе говорил Шикодай, поэтому стояла в стороне и накапливала чакру для финальной атаки. Она не переживала за друзей, ведь они прекрасно знали, что им нужно делать, давая Учихе время на подготовку. На самом деле, девушка часто тренировалась и оттачивала эту технику, но в бою не использовала ее уже больше трех лет. И, похоже, этот момент настал. Пора проверить, насколько она стала сильнее. Сложив соответствующие печати, в руке Сарады образовалась мощная бесформенная молния, звук которой напоминал щебетание тысячи птиц, чадари. Вскрикнула Учиха, перед тем, как атаковать монстра. Чудище, явно занятое остальными шинобе, даже не обратило на девушку никакого внимания. Но тем самым, оно подписало себе смертный приговор. Сарада атаковала то самое место в районе живота, проткнув существо насквозь, погружая руку все дальше и дальше. Каждый на поле боя порядком удивился, даже зная способности подруги. Несмотря на повреждение врага, пробить его являлось трудной задачей. Однако Чадаре Учихи стал порядком сильнее, что и стало ключом к победе в этом сражении. Сарада достала свою руку из существа, смотря на сквозную дыру в его теле. В нем не виднелось ни крови, ни других внутренностей, отчего могло показаться, что монстр все еще жив. Но спустя несколько секунд, шатаясь и воспроизводя нечленораздельные звуки, чудище завалилось на землю, не подавая никаких признаков жизни. Тяжело выдохнув, шины белеста, наконец, могли расслабиться, праздную победу над сильным противником. Отличная работа, ребята. Похвалила всех Чачо, умастившись на небольшой камень. Особенно ты, Сарада. Я даже не знала, что твой Чадари стал настолько круче. Скажешь тоже, просто враг был ослаблен, вот и все. Мне еще предстоит много тренироваться, немного смутилась от такой похвалы Учхо, позволив себе небольшую улыбку. Ну конечно, ты ведь наша будущая Хакаги. Верим в вас, госпожа Восьмая, с издевкой произнес и Наджин, вызывая смешки и улыбки у своих друзей. Вскоре им навстречу выбежали несколько жителей облака, наверняка стремясь поздравить и поблагодарить за помощь. Однако выражения их лиц говорили об обратном. О, мы вас уже заждались. Мы как распоп. Хотел сказать Яманука, но был грубо перебит. Мы получили сообщение из Канохи, отстраненно вымолвил мужчина, как будто пришел на поминки. Он сказал буквально две фразы, но этого было достаточно, дабы заставить быстрее всех и зацепенение вышел Каваки, который, казалось, готов просто взорваться от волнения и злости. На всеобщее удивление, он вновь активировал свою карму, открывая портал. Сейчас он думал только об одном о своем единственном доме, чья безопасность находилась под угрозой. Жители Суны были напуганы, ведь на их деревню напало поистине сильное существо, забравшее не одну жизнь. Даже их опора, лорд Казикаги, не мог в одиночку справиться с врагом. Но внезапная новость о появлении Учихи Саски вызвала некое облегчение. Еще более пятнадцати лет назад это могло вогнать народ в еще большую панику, однако сейчас все было по-другому. Один из последних представителей легендарного клана являлся возможным вариантом спасения их жизней, на что они глубоко надеялись. Звуки яростных ревов и крики людей слышались, казалось, в пределах всей деревни. Гара пытался обездвижить монстра своим песком, пока Саски использовал стихийные техники. Хоть Учихи знал о слабости чудища, все же решил убедиться в этом, используя элемент молнии. Атаки не принесли никакой пользы, а лишь заставили монстра снести пару домов в попытке достать великого Шиноби. Враг собирался использовать бомбу Хвастатого, но Саски вовремя запустил огненный приковал руки и ноги чудища к песку, пытаясь удержать его. «Давай, Саски!» — крикнул Гара, сконцентрировавшись на удерживании. В правом глазу Учихи вспыхнул Монгерик Шаринган, который не предвещал ничего хорошего. Мужчина свысока смотрел на уродливого монстра, все еще задумавшись о происхождении этой твари. Прикрыв глаз буквально на секунду, он вновь открыл его, воспламеняя сильного врага. Аматерасу активировал особую глазную технику Саски, сжигая монстра. Тот корчился и вырывался из захвата Гары, но Казикаги не хотел распространять черное пламя вокруг, которое могло нанести вред большому количеству людей даже за короткий промежуток времени. Когда правитель не чувствовал сопротивления, он смог наконец-то расслабиться и позволить себе отдохнуть. Но деревня нуждается в восстановлении, поэтому времени перевести дыхание крайне мало. К ним с Саски подбежали несколько Шиноби, поздравляя с победой и проверяя самочувствие. Однако вскоре к ним прибыл Конкура, на лице которого была паника и страх. Гара, Саски, случилось непоправимое, он уже в канухе, тихим голосом проговорил помощник Казикаги. Замешательство отразилось на лице у одного из сильнейших ниндзя, но совладать с мыслями эмоциями он уже давно сумел. Кивнув на прощание жителям Суны, Учиха на всей скорости выдвинулся в сторону своего дома. Наверное, впервые после битвы Сашики, он искренне жалел о потере Риннигана. Баруто сразу же создал парочку клонов, которые приняли первую волну удара на себя. Узумаки, вступив в Тайдюцу с одним из оппонентов, довольно быстро справился с ним, нанеся всего лишь три удара. Следом, обладатель кармы быстро среагировал на выпад второго соперника, успевая достать свою катану. Он подпрыгнул в воздух и решил использовать элемент огня, запустив в четырех врагов огненный шар. Двое успели уйти от атаки, но остальные умерли от сильных ожогов. Их тела мало напоминали человека, учитывая силу огненного элемента. В это же время, Кашин Каджи сражался с рано равных, пока не используя особых способностей. Он решил схватить ее техникой львиной гривы, обхватив девушку своими удлиненными волосами, но та просто превратилась в воду. Сдохни, Каджи! Послышалось слева перед тем, как мужчину проткнулось десяток ледяных штырей. С нисходительной улыбкой он сменился разочарованием, когда на месте поверженного врага находилась лишь клубка дыма. В это время подопечные внутреннего члена Кары спокойно наблюдали за боями своих напарников, собираясь вмешаться в нужный момент. Однако они не подозревали, что этим самым совершили большую ошибку. Один из парней заметил странную жидкость, протекающую у них под ногами, но было уже поздно. Сложив несколько печатей, Кашин поджег весь отряд своим пламенем, усиленным специальным маслом. Крики и мучительные стоны быстро прекратились, когда от внешних осталась лишь пыль. Борота также заканчивался своими соперниками, продолжая орудовать своим мечом. Смертельные сквозные раны и глубокие надрезы делали свое дело, не позволяя преступникам сражаться всерьез. Лужи крови были под ногами у Зумки, на что он старался не обращать внимания. Парень вовремя успел среагировать, когда пыталась его ударить, но не заблокировал выпад ногой, за что и отлетел в ближайшее дерево. Девушка уже собиралась продолжить сражение против обладателя Джагана, пока не услышала болезненный вскрик своего брата. Мужчина такой же татуировкой, как и у нее, был прижат к дереву, а к его горлу подставлен куны. Каджи не составила проблему обезвредить его, поэтому он решил воспользоваться моментом, дабы узнать точное местонахождение главы кары. Отвечай, иначе голова твоего брата будет покоиться у моих ног, холодно произнес клон Джерайя, смотря при этом в лицо девушки. Где сейчас находиться кода? Отпусти его немедленно, я не знаю куда он направился. Агрессивно ответил Ирэн, будучи готовой к своевременной атаке врага. Тогда ты сделала свой выбор, вымолвил он и попытался убить мужчину с красными волосами. Но тот выжидал момент и смог оттолкнуть от себя мужчину, падая при этом на землю. Рэн тут же бросилась к Каджи, но не успела на долю секунды. Бывший член кары достал из-под сумка короткий нож, которым успешно перерезал горло преступнику. Тихое хрипение и струя крови ознаменовали смерть брата, что привело Рэн в бешенство. Она проткнула Кашина свою кунаем, «Как вы посмели? Я убью вас!» Негодовала девушка, сжимая ладони в кулаки. Она успела услышать приближение Барута и развернулась, дабы вонзить куной, пропитанной кровью Каджи. Но каково было ее удивление, когда из-под капюшона мелькало синее свечение. Узумаки с легкостью увернулся от выпадрян и пронзил ее сердце катаной, забрызгивая себя еще больше. Девушка однако сейчас ее мысли были заняты лишь тем, что она скажет своей любимой сестре при встрече. Тело не мило, а в глазах была сплошная темнота, означающая смерть обладательницы стихии льда. Барута вынул свое оружие и отпустил тело оппонентки, которая глухо упала на траву. Он даже успел ей посочувствовать, ведь наверняка невероятно больно наблюдать за смертью брата. Но сейчас было не до сентиментальности, ведь у них есть серьезная миссия. Направившись в секретное подземное помещение Кары, они могли наблюдать множество дверей, на исследование которых у напарников не было времени. Однако они решили побежать прямо по коридору, вдалеке которого виднелся яркий свет. Подойдя ближе, они услышали звуки печатания на клавиатуре и по сигналу ворвались внутрь. Там они застали невысокого старика, чья борода была неизменной длинной. Он в шоке уставился на чужаков, как будто впервые увидел людей. Рад встрече, Бак, поприветствовал Каджи, явно издеваясь над членом организации. А не подскажешь нам, где сейчас находится твой босс? Куда? Он выдвинулся в Канаху, дабы воплотить свой план и найти Каваки, как проговорил ученый, боязно наблюдая за напарниками. Что? Черт, нужно спешить, я открываю портал. В страхе повысил голос Барута, понимая к чему может привести нападение главы Кары. Подожди немного, мы успеем, остановил его Кашин, после чего повернулся к Багу. Скажи мне последнее, на этой базе хранится вся ценная информация. Или у вас еще есть убежище? Минт, это наше единственное пристанище, сглотнул старик, начиная трястись от страха. Это очень хорошо. Мы больше не будем задерживаться, хорошего дня, Баг, напоследок бросил Каджи и вышел вместе с Барута. Мы не можем ждать. Моя деревня, мой дом в опасности. Не мог успокоиться сын седьмого, чуть ли не хватая мужчину за шею. Да можешь открывать портал, согласился клон Джерайи и сложил печати, ступнув об пол. Техника призыва. Возле него появилась огромная паровая жаба, ломая все стены и потолки этого убежища. Недолго думая, она начала распространять огонь по всей базе, уничтожая все на своем пути. Кашин в последний раз, оценивающий посмотрел на масштаб разрушения этого убежища, наслаждаясь яркими огоньками, танцующими практически в каждом уголочке. Развернувшись, он вошел в уже созданный портал, отправляющий его в сильнейшую деревню мира, которая может быть под угрозой полного уничтожения. Яркое солнце, ежедневно освещающие страну огня, постепенно заходило за горизонт, лишь небольшой оранжевый оттенок освещал все вокруг, рабочий день в Канохе подходил к концу, а Хакаги все так же перебирал бесконечные документы. С большей активностью кары бумажной возни лишь прибавилось, чему Наруто был невероятно рад. Однако с помощью клонов и своего советника ему удавалось справляться и совсем в довольно сжатые сроки. Сегодня Шакамар ушел домой пораньше, из-за чего главе деревни приходилось трудиться одному. Но очередной непримечательный день прервал голос и на в голове Наруто, возле главного хода находится чужак. Он напал на охрану и двигается вглубь деревни. Судя по описанию, это он напал на Каноху, сомнений быть не может. Хакагис похватился и отдал приказ оповестить всех шиноби в деревне, а также в незамедлительном темпе эвакуировать людей. Создав парочку клонов, Наруто отправился исполнять свой долг защищать Каноху даже ценой своей жизни. За несколько минут до этого прекрасно исполнив свою часть плана, Кадо переместился через царапину, что находилось в нескольких сотнях метров от скрытого листа. Он медленным шагом двинулся вперед, прокручивая в голове все свои задумки. Больших надежд на то, что Рэн справится с Каджи, у него не было, хотя этого от нее и не требовалось. Главным было задержать этого предателя пока Кадо успешно отправится в Каноху. Чудище, созданное из его крови и чакры Десятихвостого, были сильны, но справится с толпой шиноби и мне по зубам. Однако главный расчет был в том, чтобы стянуть все силы в другие страны, где и произошло и он только что подошел, находилось под защитой малого количества слабаков, которые были просто ничтожны по сравнению с его силой. «Эй, ты кто такой Ча?» крикнул ему молодой парень, явно вступивший на пост совсем недавно. Када, недолго думая, бросился к нему и перерезал глотку, выплескивая на землю фонтан крови. Второй червь даже моргнуть не успел, как был убит точным ударом в сердце, когда Када с характерным звуком сломанных костей проткнул мужчину насквозь. Единственная неприятность после этой стычки была лишь в том, что кровь этих ничтожеств запачкала подол его плаща. Он знал, что Хакаги уже оповестили о вторжении, а значит, нужно поторопиться. Када начал ставить царапины в определенном районе, прикидывая количество уже поставленных меток. Но его отлег знакомый звук громкий вскрик «Росинган». Показался седьмой собственной персоной, пытаясь прибить Када. Но он спокойно увернулся от техники, смотря на небольшой кратер, оставленный после соприкосновения той с землей. Хакаги выглядел злым, однако это не особо волновало Када. Он знает, что даже в паре с Учхой этот слабак не представляет для него никакой угрозы, а одному ему точно не справиться. «Как ты посмел явиться сюда вновь?» Агрессивно спросил у него седьмой, сжав кулаки от запредельной злости. «Потому что конец мира Шиноби начнется именно здесь, но для начала нам нужно дождаться Каваки. Наверняка он поспешит спасти свою дорогую семью, которую я с превеликим удовольствием убью», сказал Када, улыбнувшись своей хищной улыбкой. Видимо, это окончательно вывело Хакаги из себя, потому что он моментально бросился на Када, даже не рассчитав своей силой. Это было его ошибкой, ведь он тут же получил удар в живот, что заставило его согнуться. Второй удар пришелся в челюсть, сбивая седьмого с ног. Када попытался тут же прикончить противника, активировав свои когти, однако Хакаги смог уклониться и в ответ отвесить приличный удар, который даже Блок не сумел удержать. Пытаясь устоять на ногах, Када вновь взглянул на седьмого, глаза которого обрели другой оттенок и поменяли зрачки, а вокруг них была оранжевая пигментация. Похоже, он опять вошел в свой режим отшельника. Саски прыгал по веткам деревьев, пытаясь ускорить свой темп. Только теперь он понял изначальную затею Куда. Сейчас был лучший момент, чтобы напасть на Канаху, где нет ни его, ни Каваки, ни половины Шиноби, что поспешили помочь дружественным странам. А это означало, что деревня находится в большой опасности. Учхо знал, что из себя представляет глава Кары, поэтому его переживания не были напрасными. Силы народ откровенно не охватит, чтобы противостоять Кода, да и наверняка тот стал еще сильнее с его прошлого нападения. От раздумий великого Шинобиа отвлекли летящие летящие в него сюрикены, от которых Саски, конечно же, уклонился, приземлившись на землю. Но едва его ноги коснулись земли, Учху тут же сильным ударом отбросили в дерево, не давая ей шанса, чтобы увернуться. Решив не ждать, глава клана тут же активировал свое даудюцу, посмотрев на врага перед собой. Его он запомнил еще с первой и единственной встречи, ведь тот, кто он яростно хочет тебя убить и имеет шансы это сделать, наверняка представляет из себя настоящую угрозу. Легкий ветер развивал его длинные волосы, а единственный глаз был направлен на Учху. Давно не виделись, Саски. Едва слышно прошептал Кагуцу Тихари, внимательно всматриваясь в лицо оппонента. Ты, как ты узнал, что я буду здесь передвигаться? Удивленно спросил обладатель Шарингана, кое-как, и поднявшись на ноги. Везде нужно иметь свои связи, а особенно в Канохе, ответил ему внутренний член Кары, загадочно улыбнувшись. Черт, если он говорит правду, нужно поскорее предупредить Наруто. Да и Када не будет ждать приглашения, чтобы стереть лист с лица земли. Нужно побыстрее убить его, времени на долгий бой у меня нет, прокрутил у себя в голове Саски, прикидывая возможное развитие событий. Я наконец-то убью тебя, отомстив за своих родителей. На этот раз тебе никто не поможет. Крикнул Кагуцу Тихари и бросился на врага. Учиха прочитал его атаку Шаринганом и уклонился, параллельно занося свою катану для смертельного удара, но Хари это предвидел и успел отпрыгнуть на небольшое расстояние. Стихия огня Огненный шар направил свою технику к Кагуцу Ти. Саски решил ответить тем же, запустив такую же технику. Два шара огня столкнулись между собой, пытаясь выяснить, чей же сильнее. Но силы техник были равны, из-за чего случился небольшой взрыв. Когда облако пыли немного развеялось, Саски успел подловить момент и проткнул своей катаной тело Хари, однако оно сразу же превратилось в дерево. Техника подмены. Только и успел подумать Учиха, как был атакован кунем в шею. Но радость члена кары продлилась буквально мгновение, ведь на месте оппонента взорвалась небольшая тучка дыма. «Теневой клон я и не заметил, когда ты успел его создать», вымолвил Кагуцути, повернув голову назад, где в нескольких метрах от него стоял Саски. Учиха смотрел на него спокойным взглядом, однако на самом деле был взбешен и зол. Все-таки его оппонент не тупое существо, которое легко может пойматься на уловку, а человек, обладающий хорошей силой и скоростью. Видимо, их бой слегка затянется. Наруто создал несколько десятков клонов и направил на Куда. Тот с легкостью начал уничтожать копия, даже не напрягаясь при своих атаках. Узумаки еще раз попытался атаковать его Росинганом, но и эта попытка оказалась тщетной. Когда клоны были уничтожены, они начали сражение в Тайджутсу. Их силы были равны, даже несмотря на усовершенствованные тела лидера Кары. Каждый сумел только по разу пробить блок оппонента, не нанеся существенного урона. Однако чем дольше бой продолжался, тем Наруто заметнее стал проигрывать. Силы отшельника покидали его, в то время как Кода не выглядел особо уставшим. Что случилось, Хакаги? Неужели ты готов сдаться и умереть от моей руки? С издевкой спросил Кода, нанося точный удар в правый бок у Зумаки. Не дождешься. Я умру, но не дам тебе уничтожить Канаху. Выкрикнул Наруто и попытался неожиданно пробить челюсть врага. Но Кода лишь перехватил его кулак в нескольких сантиметрах от своего лица, не отпуская руки седьмого. На его лице вновь появилась хищная улыбка, и он еще сильнее сжал кулак Хакаги. Хм, умрешь, но не дашь уничтожить, значит. Отсумеешь ли ты остановить меня, если я сломаю тебе руку? Задал риторический вопрос Кода и с помощью своей второй конечности выгнул руку Наруто под неестественным углом. У Зумаки оставалось лишь сцепить зубы, только режим отшельника не давал в полной мере ощутить эту боль. Хады двумя ударами откинул седьмого в ближайшее здание, проламывая им две стены. Ты слабак, который не в состоянии противостоять мне. Я уничтожу эту жалкую деревушку, а после Найдук не успел договорить глава Кары, как его отбросили на десяток метров довольно плотным ударом. Посмотрев на нападавшего, он одновременно напрягся и обрадовался. Ведь перед ним была его главная цель, которой плод чакры заполучить было невозможно. Ничтожество, я не позволю тебе уничтожить мой дом. Агрессивно проговорил Каваки, карма которого обрела уже красный цвет. Седьмой. Послышалось несколько криков, и группа ребят тут же бросилась помогать Наруто. Ребята, уходите, здесь очень опасно. Уже хрипел Хакаги, выйдя из режима отшельника. Мы шинобилиста, и сделаем все для защиты нашей деревни. Уверенно произнесла Сарада, помогая главе Канухе подняться. Шикадай, заберите Седьмого с собой и отведите к маме, пусть она подлечит его, а мы с Митсуке поможем Каваки. Но Кадо очень силен. Это слишком опасно. Пытался запротестовать Наруто, но после увидел уверенные взгляды всех ребят. Мы уже не дети, и знаем все возможные риски, взял слово Митсуке. Да и к тому же, мы тоже стали сильнее. Неподдельную гордость, которую ощутил Седьмой, было не передать. Разве не этому они должны были обучить новое поколение? Несмотря на свои слова, Наруто был искренне рад, что в словах этих уже взрослых Шиноби была уверенность. Хорошо, рассчитываю на вас. Я отдал приказ всем Шиноби не вмешиваться и эвакуировать жителей, этот район уже полностью свободен. Как только Сакура меня подлечит, я вернусь на поле боя, дал последнее наставление Хакаги, ощущая нарастающую боль в правой руке. Защитите нашу деревню, дайте Бэя. Команда номер десять увыла седьмого, оставляя Кода на своих друзей. Митсуке и Сараду встали по бокам от Каваки, не отводя внимания от каждого движения врага. В глазах Сараду загорелся трехтаму на шаринган, а Митсуке активировал необычный режим. Зеленая чакра покрыла его тело и излучала от себя природную энергию, а глаза изменили свою форму, еще больше напоминая змеиные. Что-то это мне напоминает, абсолютно спокойно произнес Кода, пока на его левой руке начали расползаться белые узоры. Мы уже сражались несколько лет назад, но исход битвы будет немного отличаться. Я убью вас, а Каваки уйдет на корм десятихвостому. В отличие от прошлого сражения, мы стали куда сильнее, а такого кретина, как ты, уж тем более остановим, немного позволил себе улыбнуться Каваки, предвкушая начало этой битвы. В этот раз мы покажем тебе нашу настоящую силу. Первым в бой ринулся Каваки, трансформируя свою руку в лезвие и атакуя Кода. Тот сумел увернуться от этой атаки и намеревался ранить обладателя кармы, но Митсуки молниеносно переместился к нему и заблокировал врага в живот и отбросив на пару метров. Кода сумел устоять на ногах, но на него тут же полетело несколько огненных шаров, запущенных сарадой. Он без особых проблем увернулся от атак и вступил в тайджутсу с Митсуки. К его удивлению, сын Ирачимару сражался с ним на равных, не уступая в скорости. Однако Кода удалось оттеснить оппонента, воспользовавшись небольшой брешью в обороне. Но как только соперники отошли на некоторое расстояние, в него сразу же полетела парочка штырей, один из которых вонзился прямо в ногу. Это дезориентировало Кода, а сверху на него летел еще один, куда больше предыдущих, огненный шар. Техника взорвалась при контакте с землей, создавая небольшое облако дыма. Получилось? Слух спросил Каваки, не ощущая чакрок противника. Сзади. Только успела предупредить Сарада, заметив движение врага своим шаринганом. Не успел Кода толком замахнуться, как Каваки уменьшился и пропал с поля зрения. Митсуки тут же схватил врага, удлянив свои руки, позволяя Сараде со всей силы вмазать в челюсть главе кары. Он тут же отлетел на приличное расстояние, разломав стену одного из домов. Я предупреждал тебя, мы стали гораздо сильнее, сказал Каваки, подходя ближе к поверженному врагу. Кое-как и поднявшись, Кода вытер подступившую губам кровь своим рукавом и сжал кулаки от злости. Эти детишки вправду стали очень сильными, но даже так им не справятся с настоящим монстром. Собрав остатки своей чакры, он начал что-то переносить сквозь заранее разбросанные царапины. Но стоило этому показаться, осознание сразу пришло в голову Шинобе, хотя легче все равно не стало. Огромное существо, обладающее десятью хвостами, неистово зарало, оказавшись в неизвестном месте. Не имея четкой цели, оно начало разрушать все, что попадалось под его атаки. Силы окончательно покинули Кода, поэтому он переместил сегодня из своих царапин, которая переносила его далеко от этого места. Перед тем как скормить ковыки хвостатому, нужно восстановиться. Стихия огня огненный феникс произнес Кагуцуте и отправил очередную технику в сторону Саски. Учихоловка шквалов огня, наполну используя силу своего глаза. Он замахнулся своей катаной, целясь в сердце врага, но Хари сумел уйти от атаки, перекатившись по земле. Как только он встал на колено, Кагуцуте молниеносно бросил несколько сюрекинов в Саски, но тому не составило труда отразить метательное оружие. Однако член кары добивался лишь отвлечения внимания, так как позади Учихи появился стеклон Хари, который замахнулся на шин обесвоен кунаем. Саски успел среагировать на этот выпад, но враг все равно проткнул его плечо, а после исчез в клубке дыма. Воспользовавшись замешательством к приливам боли Учихи, Кагуцуте со всей силы заехал в челюсть оппонента, отбрасывая того еще дальше. Тебе конец, Саски. Прямо сейчас я наконец-то отомщу за своих родителей, а их души обретут долгожданный покой, вымолвил Хари, при этом тяжело дыша. Твой Шаринган мне более не нужен, я просто убью тебя, а затем я найду и твою семью. Сложив нужные печати, член кары призвал огромную волну лавы, сжигающую все, к чему прикоснется. Саски попытался активировать Сусана, защищаясь от потока магмы. Это смогло спасти его от погибели, но постепенно все ближе и ближе, пока полностью не сожгла очиху. Кагуцути упал на свои колени, и уперся руками о землю, пытаясь не потерять сознание. Он истратил слишком много чакры, но оно того стоило. Теперь моя главная цель выполнена, с чувством выполненного долга прошептал Хари, пытаясь восстановить дыхание. Как только я доберусь к семье этого ублюдка, я... Но не успел он ничего сказать, так как тут же услышал голос, не понимая, «Ты слишком высокого мнения о себе, а за то, что ты планировал сделать с моей семьей, я заставлю тебя страдать», грозным голосом сказала Саски, оказавшись в нескольких метрах от врага. На его теле виднелись несколько несмертельных ожогов, а от прически все еще парил дым, но сам Учиха выглядел жирее всех живых, а Мангике в его глазу не предвещал хороших новостей о матеросу. Кагуцути тут же покрылся черным пламенем, крики болевой агонии, доносящиеся от этого человека, никак не волновали Саски. За всю свою жизнь Учиха успел убить многих, за что, конечно же, глубоко каялся. Но сейчас он давно не испытывал такого желания убить Кагато. Когда от Харини осталось и следа, Саски вновь поднялся на ноги, направляясь в Канаху. Сейчас он был слаб, а его чакра находилась на пределе, но его дом, его семья была в опасности, а их благополучие безопасности являются главным смыслом жизни для Учихи, который больше не планирует терять то, что ему дорого. Кагуцу Тихари прекрасно об этом напомнил, но это стало лишь причиной его смерти, о чем Саски, конечно же, не жалел. Деактивировав свое Доудюцу, он вновь отправился в путь. Перед тем, как действовать, седьмая команда решила отступить, позволяя огромному существу и дальше разрушать деревню. Чтобы победить его, нужен такой же продуманный план, подобный тому, который Шиноби использовали против похожих существ. Черт, вот же ублюдок! Понял, что самому не справиться, и решил переместить эту тварь, прорычал Каваки, сжимая кулаки от злости. Мне кажется, что он изначально планировал это сделать, выдвинул предположение Митсуки, смотря на множество царапин, которые заранее разместил Кода. Даже обладая невероятной силой, сражаться против множества противников сложно. И к тому же, переместив десятихвостово именно сюда, он сможет скормить Каваки прямо на месте. Сокомандники удивились этим размышлением, но спорить не стали, ведь эта версия была наиболее вероятной. Но, несмотря на изначальный план, похоже, дело Кода пошли не по плану, так как ему пришлось сбежать из поля боя. «Послушай, Каваки, если он призвал его, чтобы скормить тебя?» Хотела сказать Сарада, но друг быстро ее перебил, «Мне плевать, что он там запланировал, ему в любом случае не удастся реализовать свой план», громко ответил обладатель кармы, обратив свой взор на очиху. «В первую очередь, этот кретин напал на мой дом, а значит, я сделаю все, чтобы защитить нашу деревню». Сарада успела хорошо изучить поведение и характер Каваки, который существенно изменился с тех самых пор, когда Барута покинул мир живых. Если он что-то решил для себя, только седьмой сможет его переубедить. Решив сконцентрироваться на том, как именно они смогут одолеть монстра, лидер команды начала продумывать план. Но, к ее несчастью, остановить это существо практически невозможно. В учебниках по истории мира Шиноби упоминался Десятихвостый, который появлялся на четвертой мировой войне Шиноби. Но о том, как ее родителям, седьмому и остальным удалось его остановить, история умалчивает. Чтобы остановить это существо, обычных техник недостаточно, подал голос Митсуки, привычно поднеся руку к подбородку. На первый взгляд эффективнее всего было бы запечатать или перенести это существо в другое измерение, но боюсь, что сделать это будет довольно проблематично. Каваки машинально посмотрел на свою карму, позволяющую открывать порталы в нужное место. Хотя даже она иногда дает сбой и не открывает даже небольшие воронки, а уж тем более создать портал размером с десятихвостого является невозможным. Может, у тебя есть еще какие-то идеи? Мы можем попробовать обездвижить его, используя штыриковики или же создав мощный барьер, выложил сына Рачимару, однако сразу же добавил, но и это довольно-таки проблематично. Для создания барьера нужна четверка совершенно биоуровникаги, а штыриковики не могут расшириться до такого размера. Неужели мы ничего не можем сделать? Как-то обреченно спросила Сарада. Черт, был бы у меня Мангикю. Не думаю, что способности Шарингана смогут помочь и в этой ситуации. Здесь нужно либо что-то мощное, либо же особенная пространственно-временная техника, превышающая уровень кармы, заключил Митсуки, однако его глаза загорелись незнакомым огнем, а тело как будто хотя возможно, что у нас есть еще один вариант. Но не успел змей поделиться очередной идеей, как на них тут же напал Кода, оказавшись в метре от Ковыки. Шиноби слишком увлеклись слежкой за хвостатым обсуждением плана, что и не заметили, как их главный враг появился из очередной царапины. Все среагировали моментально, однако правая рука Ковыки была сильно повреждена, Кода успел оставить довольно глубокую рану, из которой струей выплескивалась Деракары, целялись в его живот, но тот ловко перехватил ее руку и контратаковал взмахом ноги, возможно, сломав у Чихи не одно ребро. И только Митсуки, вновь активировав необычное зеленое свечение, отбросил Кода на приличное расстояние. Я признаю, вы и вправду обладаете невероятной силой, но вам по-прежнему меня не одолеть, маньякально улыбался Кода, а затем повернулся в сторону десятихвостого. Что ж, посмотрим, как вы остановите это. Возле рта этого существа начал формироваться сгусток мощной чакры размером с целый многоэтажный дом. Лица Шиноби помутнели, а в глазах впервые мелькнула тень страха, они не смогут остановить бомбу хвостатого. Под психический смех Кода монстр запустил свою технику в сторону резиденции Хакаги, которая показалась им особо раздражительной. Седьмая команда масштаб взрыва непременно зацепит и остальные дома, где наверняка не все жители успели эвакуироваться. Но за несколько мгновений до столкновения перед бомбой открылся темно-синий портал, поглощающий эту технику. Какого? Шокированно произнес Кода, но его тут же огрели сильным ударом в спину, впечатывая в обломки разрушенных зданий. Седые волосы человека в маске, чей удар и повалил Кода, было достаточно знакомыми команде номер семь. В особенности Каваки, ведь этого человека он запомнил еще с самого детства. Кашин Каджи, как ты? Почему? Что вообще здесь происходит? Совсем растерялся Каваки, уже не зная, чему удивляться больше. Митсуки и Сарада сразу же стали в боевой стойке, даже несмотря на то, что прибывший атаковал врага, а не их самих. Кашин, увидевший намерение юных Шиноби, поспешил их успокоить. Я не ваш враг, я преследую свои цели. А среди них нет уничтожения Канухи или всего мира. Почему мы должны доверять тебе? Нападение на Кады ничего не означает, предупредила его Сарада, поправив сползающие очки. Каджи загадочно улыбнулся, после чего перевел взгляд в сторону бомбы хвостатого, что за время их разговора уже полностью исчезло. Когда портал закрылся, их взору показался парень, светлые волосы которого виднелись даже на таком расстоянии. Больная мысль пришла в голову ребят, но никто не высказался вслух. «Думаю, ваш давний друг объяснит, что я не являюсь вашим противником, скорее даже наоборот», сказал Кашин, после чего повернулся к лидеру Кары, который начал понемногу вставать. Парень, остановивший атаку хвостатого, практически мгновенно оказался возле Каджи, взглянув на шина Белеста. Его голубые глаза, в одном из которых находилась странная Деудюцу, выражали слишком много эмоций, прочитать которые было довольно просто. Поднявшись и стряхнув пыль, Каджи также уставился на паренька, чьи полоски на щеках невозможно было не узнать. Он не мог понять, каким образом он стоит перед ним, если умер хотя оно и не важно, теперь на одну жертву Десятихвостому стало больше. Давно не виделись, Узума Кибарута. Сакура, ты можешь чуть поторопиться. Простонал Нарута, не обращая внимания на боль при вправлении костей. Какими бы сильными ни были наши дети, но Каджи перенес в деревню Десятихвостого, им нужно помочь как можно скорее, дать тебе я. Главный медик Листа, а по совместительству и лучшая подруга, лишь раздраженно фыркнула и отвела свой взгляд от его руки. Послушай, Нарута, ты сам прекрасно понимаешь, что твоя регенерация далеко не на прошлом уровне, поэтому нужно потерпеть, уверенно произнесла Сакура, после чего немного ухмыльнулась. Я понимаю твои эмоции, и я также переживаю за ребят, но не думаю, что с одной рукой ты принесешь им много пользы. Нарута от этих слов позволил себе небольшую улыбку. Первым делом почему-то вспомнив, как он был привязан к столбу, не в силах что-либо сделать. Однако мимолетные воспоминания быстро вылетел из головы, сменяясь суровой реальностью, в которой всей Канохе угрожает опасность. Практически закончив с рукой, Нарута уже собирался покинуть палату, как вдруг в нее без стука вошел его друг, табачный запах которого Нарута чувствовал буквально за верстом. Шикамару выглядел довольно странно, даже в силу нынешних событий в деревне. Привычно собранный сконцентрированный советник, был крайне шокирован, что без проблем отражалось на его лице. Шикамару, как обстоят дела на поле боя? И что случилось, не думаю, что ты до сих пор шокирован появлением десятихвостого, сказал Нарута, параллельно накапливая природную чакру, чтобы повторно войти в режим отшельника. Замявшись, друг все же заговорил, скрестив руки на груди, седьмой команде явилось подкрепление в составе двух человек. Так это же хорошо, дать тебе я. Саски прибыл вовремя, хотя, с ним кто-то еще. Один из них напал на Кода, никак не трогая на наших ребят. Это был Кашин Каджи, спокойно произнес Шикамару, наблюдая за реакцией Нарута. Кашин Каджи, ну разве он не хотел договорить Нарута, но почему-то не стал, как будто не сомневался в том, что этот человек все еще жив. Но даже если это Каджи, думаешь, он не заодно с этих психом? Не думаю. Он ведь является предателем Кары, он пытался убить Ишики. Но каким-то образом ему удалось выжить, и сейчас он пришел убить еще и Кода. Не знаю, был ли это его изначальный план, или же на это повлияли какие-то события, но я бы не стал ему мешать, по крайней мере пока. Тем более, учитывая его напарника, который в одиночку остановил бомбу Хвастатого, рассказал Шикамару, «Чего?» «Бомбу, Хвастатого?» «Кто и как?» не мог подобрать ни слова Наруто, пока вокруг его глаз не появилась привычная оранжевая пигментация. «Ты сам можешь почувствовать его чакру», кратко ответил друг, после чего развернулся в сторону дверей. «Жду тебя на поле боя, Наруто». «Сакура, проследуй, пожалуйста, в сторону Академии Ниндзя, там есть несколько раненых жителей». Наруто не слышал ответа Сакуры, так как режим отшельника позволил ему ощутить его. Наруто давно не чувствовал его чакры, он был мертв на протяжении многих лет, что для Наруто казались вечностью. Но это точно его чакра, спутать с другой Наруто никак не мог, потому что эта чакра была до боли родная, теплая, похожая на его собственную. Мимолетом он вспомнил свой сон, где уже взрослый сын пришел к нему, обещая вернуться домой. Он выглядел таким живым, что Наруто хотел поверить в правдивость своего сна, хотя и понимал всю безнадежность и абсурд своих видений. Но сын его не обманул. «Ты вернулся, Баруто?» Баруто не раз представлял свою встречу с друзьями, но на его все оказалось куда сложнее. Разные чувства переполняли его, от банальной неловкости и до затаенного страха. Ведь вместо того, чтобы обрадоваться, они могут разочароваться в нем, обвинить в трусости или предательстве. Но Баруто хотел как лучше, ведь как можно вернуться, зная, что мамошики не покидал его тело, что Баруто несет опасность для всей деревни. Можно было бы рассказать все это друзьям, но язык предательски не слушался, оставляя всех в неловкой тишине. Однако она была недолгой, ведь Кода, видимо, не намерен ждать их слишком долго. Довольно много времени прошло с нашей последней встречи, я уж и вправду подумал, что ты умер, хитро улыбнулся Кода, превращая свои руки в когти. Но это и не важно, в любом случае Десятихвост и не откажется от двойной порции. Баруто так и не смог ответить этому ублюдку, все же чувствуя себя неловко в компании друзей. Они также молча слушали Кода, хотя их взгляды метались между ним и Баруто. Лишь одному Коджи было плевать на все, а уже привычная ухмылка говорила об уверенности в собственных решениях. Баруто, я понимаю твои чувства, но нам нужно действовать оперативно. Вы вместе с Каваки должны остановить хвастатого, пока мы с Митсукей Сарадой прикончим Кода. Слишком громкие слова для того, чей труп будет валяться у моих ног уже через пару минут. Прорычал ублюдок и бросился на Кашина. Митсукей среагировал моментально, заблокировав атаку Кода. Все-таки этот его режим нечто. Баруто, потом поговорим. «Остановите десятихвостого, мы справимся», сказал Митсукей, отпрыгнув в сторону и посмотрев на Баруто. И только сейчас Баруто как будто бы вышел из транса, а мозг опять начал посылать сигналы по всему телу. Он посмотрел на Митсукей, после чего немного улыбнулся и кивнул Каваки, давая знак о готовности. Тот без промедления понял его, и они отправились навстречу с хвостатым чудищем. Они упорно продолжали молчать, хотя составлению планеты никак не помогало. И все же Баруто решился заговорить, пытаясь подобрать нужные слова. «Слушай, Каваки, я не знаю, с чего начать, но, эй, Дубина, ты что, так и не научился думать за это время? У нас сейчас проблема поважнее, чем твоя история, потом расскажешь, где ты отлынивал и почему приперся домой», грубо ответил Каваки, однако в его словах не чувствовалось той самой злости, которую Баруто ожидал услышать. Это была скорее дерзкая насмешка. «Ты прав, прости. Знаешь, кажется, у меня есть идея», призадумался Баруто, приложив кулак к подбородку. «Уничтожить десятихвостого мы вряд ли сможем, но перенести его в другое измерение нам по силам. И как ты предлагаешь это сделать?» поинтересовался Каваки, хотя немного подумав, добавил. «Или так же, как и ту атаку, что монстр запустил в тебя?» «Бомбу хвост этого?» «Нет, размеры десятихвостого невероятные, даже с помощью Джагана я не уверен, что смогу перенести его». «Джагана, ты о чем?» «Немного удивился Каваки, а выражение его лица намекало на явное удивление. «Это мое особое даудюцо, именно благодаря нему я жив, но об этом потом», проговорил Баруто, после чего посмотрел на свою ладонь, где красовался ненавистный черный ромбик. «Перенести его с помощью кармы, если объединим наши силы». Каваки молча смотрел на Баруто, покуда спектр эмоций на его лице постоянно менялся. Но он не стал лезть с лишними расспросами, а ведь наверняка они у него были, он просто решил довериться тому, кто считался мертвецом. «Я не уверен, что у нас получится, но выбора у нас нет, поехали». Взбодрился Каваки, тем временем на его руке распространялся знакомый УЗО. «Только вот, я еще не избавился от мамошики, да и саму карму не использовал уже более трех лет», тихо прошептал Баруто, все же удивляясь такому уровню доверия со стороны своего брата, хотя он его никак не заслужил. Каваки немного скривился от услышанного, то ли от досады, то ли от злости, а потом и заговорил, «Мне плевать, есть у тебя мамошики внутри или нет, сейчас главное это остановить психа и его ручного песика, а без твоей кармы нам не справиться», сказал Каваки, «А в его взгляде мелькнул необычный глаз, желтый цвет в котором явно выделялся. «Даже если эта тварь захватит твое тело, я остановлю тебя до того, как он успеет что-нибудь выкинуть». Баруто понимал, что особого выхода у них нет, однако предательский страх, что мамошики вернется и убьет родных людей, что однажды ему практически удалось совершить, был на поверхности и никогда не исчезал. Но уже не впервые каваки переубеждал его, на этот раз даже без кулаков ему можно довериться, кто как ни брат решит этот вопрос. «Если ты проиграешь мамошики и уйдешь на корм десятихвостому, я тебя с того света достану», хмыкнул Баруто, впервые за три года активируя карму. Легкая дрожь пробрала его, когда черный рисунок достиг глаза, а в теле ощущалась та самая пробирающая сила, которую Баруто использовать совсем не хотел. «Ладно, пора покончить с этим, ты готов, каваки?» напоследок спросил Баруто, в очередной раз взглянув на своего брата, пытаясь отыскать в нем какую-то неуверенность или сомнение. «Придурок, видимо, твоя привычка задавать глупые вопросы никуда не делась», буркнул каваки, протянув кулак в сторону Баруто. Баруто на это заявление лишь улыбнулся, ощущая явное облегчение и благодарность, и стукнул в ответ своим кулаком, что спровоцировало их карму покрыться красным и синим цветом соответственно. В таком случае поехали, дать Тибаса. Настоящий шиноби должен уметь прятать свои чувства, полностью концентрируясь на задании. Сарада думала, что она выросла и больше не является маленькой девочкой, которая может пойти на поводу эмоций, но как же она ошибалась? Появление Баруто полностью выбило ее из колеи, покуда Митсуки и Кашин Каджи уже сражались против опасного врага, который напал на деревню. Ведь, этого просто не может быть. Он умер уже очень давно, хотя глубокая рана, оставленная после смерти Баруто, не зажила до сих пор. Каждый раз она старалась не упоминать о нем, даже друзья, видя ее состояние, старались не затрагивать темы, связанные с Баруто. Однако они и не догадывались, что Сарада хоть и не говорила, но довольно часто думала о нем. призрачная надежда на то, что он каким-то образом выжил, покинул ее спустя год его отсутствия. Баруто всегда мог выбраться из любой ситуации, он неоднократно это доказывал, хотя лапы смерти практически утаскивали его с собой. Возможно, скажи она об этом кому-то другому, ее в лучшем случае посчитали бы глупой и наивной, а в худшем посочувствовали и отправили в больницу. Наверное, лишь Митсуки я бы все догадывался, уж слишком хорошо он ее знал, да и с момента смерти Баруто тот сам существенно изменился. И когда любая надежда покинула Сараду, оставляя после себя внутреннюю пустоту, суровая реальность заставила ее жить дальше. Нельзя зацикливаться на смерти лучшего друга, нужно двигаться дальше и становится сильнее, даже если это означает забыть о нем навсегда. И Сарада постаралась не вспоминать, хотя и давалась это с большим трудом. Конечно, стереть себе все воспоминания невозможно, да и ей не хотелось, но без бессмысленных душевных скитаний становилось гораздо легче. И вот спустя три года он вернулся, когда они действительно в нем нуждались. Сараде сейчас по-настоящему сложно. Физическая усталость, успевшая накопиться за последние сутки, давала о себе знать. Победить внутреннего члена кары, уничтожить странное существо, обладающее невероятной силой, а теперь еще и кода с десятихвостым, которые грозятся уничтожить ее родной дом. А вдобавок к этому еще и лучший друг, так неожиданно восставший из мертвых. Хотелось просто лечь на любимую кровать, ощутив свежий запах простыни, расслабиться и выкинуть все ненужное из головы, позволив себе такой долгожданный сон. И когда ей показалось, что она в самом деле сейчас просто отключится, Сараду привел в чувство голос друга, стихии молнии, змеиные молнии. Митсуки целился в каду потоком молнии, но враг сумел ловко увернуться, уходящий от Кашина Каджи, так удачно поджидающего его за спиной. Громкий рев десятихвостого, продолжающего уничтожать Канаху, послышался как будто в первый раз, заставляя барабанные перепонки вновь заработать. Нет, еще рано. Нельзя останавливаться прямо сейчас, когда дом находится на грани уничтожения, а родные люди делают все, чтобы защитить это место. Она еще успеет отдохнуть, после того, как прикончит кода, а парня остановит десятихвостого. А что касается Барута, в этот раз Сарада его не отпустит, и пусть выкручивается как хочет, но он ответит ей на все вопросы, если, конечно, останется цел после их разговора. Сарада глубоко вдохнула и выдохнула, унимая легкую дрожь в своем теле и концентрируя чакру. Она вновь активировала Шаринган, и бросилась в самую гущу боя. Кода даже не обращал на нее внимания, полностью сосредоточившись на Митсуке. Сарада приблизилась к врагу, уже чувствуя его прерывистое дыхание, на что кода замахнулся на нее, целясь в район шеи. Она прочитала выпад, уйдя от смертельной атаки, и успела нанести прицельный удар, заставив лицо кода вновь соприкоснуться с землей. Простите за опоздание. Ничего, ты как раз вовремя. У тебя все хорошо? Обратился к ней Митсуке, а в его голосе слышались нотки беспокойства. Не переживай за меня, я в полном порядке, ободряюще улыбнулась Сарада, после чего перевела взгляд на кода. Давайте уже покончим с ним, Шанара. Кода медленно поднимался, наверняка не ожидая такой атаки. По его виду можно было сказать, что он устал, однако хищные скалы нарастающей ярость в глазах не думал, что дойдет до такого, но только и сказал кода, как вдруг его тело трансформировались в иную форму, больше напоминающую то самое существо, которое они уничтожили в деревне облака. Ноги больше походили на лапы, а рост и длина рук увеличилось. Мы с багом долго работали над моим телом, все-таки противостоять ковыке довольно сложно. Но не думал, что именно вы заставите меня идти на крайние меры. Сейчас кода вселял еще больше ужас, а изменение формы указывало на то, что он готов пойти на все, лишь бы их уничтожить. Я рад, что ты чувствуешь себя намного лучше, Учхасарада, произнес Кашин Каджи, не сводя глаз с врага. Потому что твоя помощь нам очень пригодится, еще никогда он не был так близок к победе, но в то же время он никогда не был так близок к провалу. Када испытывал двоякие чувства, ведь весь его план может рухнуть в один момент, а он даже не успеет этому помешать. Восстание из мертвых Узума Кибаруто значительно усложняло начало конца для этих мерзких Шиноби. Конечно, остановить десятихвост практически невозможно, но Када сомневается, что сынишка седьмого все это время поедал мыти, отдыхая в каком-нибудь укромном местечке. Наверняка он стал в разы сильнее, а сражаться против Карм довольно-таки тяжело. Но что удивляло Када не меньше, вызывая дикое чувство злости, это умнее молодых Шиноби, во главе которых был Кашин Каджи. Почему эти черви настолько сильны? У них нет Карм и Генов от Суцуки, как они вообще могут победить его? Нет, этому не бывать. Никогда Када зашел так далеко, поставив на кон все, включая собственную жизнь. Господин Джиген должен быть отмщен, ведь подруга Када не сможет существовать в этом гнилом мире Шиноби. Все люди даже представить себе не могут, какой могущественной силой обладали Асуцуки, почему именно они являются высшими существами, способными на поистине невероятные, захватывающие дух вещи, и почему Джиген был особенным. Када не успокоится, пока каждый причастный к гибели Шики Асуцуки не умрет самой мучительной и жестокой смертью, умоляя его о пощаде. Кучка слабаков не испортит его планы, а всего лишь станет мелким препятствием на пути к уничтожению всего человечества. Люди должны поклоняться богам, если же они этого не делают, боги их убивают. Именно таким богом скоро станет и сам Када. Осталось дело за малым скормить одного из пацанов десятихвостому, но сначала Када бросился на стоящего напротив Каджи, целясь в район шеи своим удлиненным оружием. Предатель сумел немного уклониться от атаки, но он явно не рассчитал скорость Када, за что и поплатился, получив удар вбок. Следом со спины выпрыгнула мелкая Учиха, создав в руке мощную стихию молнии, но и она была слишком наивной. Сила Када на ином уровне, что позволила ему уйти от атаки, параллельно задевая плечо девчонки, оставляя там не глубокую рану. Сарада. Крикнул парень в особом режиме, после чего молниеносно напал на Када. Стоит признать, что это дети Арачимару, действительно было достойным противником. Не зря Санин был мастером в области генетики, даже у Амады не получилось создать киборга со столь мощной чакурой. Жаль, что Арачимару не согласился сотрудничать с Карой в свое время, даже условия, видя огромной суммы денег и неограниченной свободы в лаборатории, не сумели заманить его в организацию. На теле этого мицуки вырос рог, а чакра, окутывающая его тело, стала более темного цвета. Похоже, что он также достал последнюю карту из колоды. Что ж, Кады не против сыграть эту партию. Их скорость была примерно на одном уровне, а бой напоминал скорее битву на износ, ведь никто не пропускал ни одного удара. Сражаясь со змеенышем, Кады успел обратить внимание на то, что Учиха и Каджи даже не пытаются помочь мицуки, наблюдая за боем о чем-то переговариваясь. Ну и пусть их участь уже давно предрешена, стоит только покончить с сыном Рычимару. Но тот все никак не уступал, держа высокий темп и реагируя на все атаки, чем только сильнее раззадоривал Куда. Их бой мог продолжаться еще очень долго, пока их не отвлекло темно-фиолетовое свечение, напоминающее портал. Оно было огромных размеров, а также излучало странную энергию, которая ощущалась даже на столь приличном расстоянии. Похоже, план Кады близился к провалу. Десятихвосты размахивала своими массивными хвостами, кроши зданий и стараясь метить в мелких букашек, коими были обладатели кармы. Каваки уворачивался и это так чудище, параллельно целясь в его хвосты. Стержни, пропитанные чьей крой могут его остановить, однако никакой гарантии на это нет. Борото предложил напасть Каваки первому, пока он наблюдает за хвостатым с помощью своего Деудюцу, именуемой Джаганом. Этот придурок удобно устроился, не везде где пропадал практически три года, а теперь еще и отправил Каваки один на один с монстром, пока сам преспокойно прохлаждается на безопасном расстоянии. В глубине души Каваки почему-то верил в то, что Борото жив, однако признаваться в этом не хотелось, ведь это могло бы создать уйму проблем не только себе, но и всем близким, коих у Каваки прибавилось с момента появления в Канохе. Да и к тому же этот чертов страх, страх, что быть Борото жив, у Каваки не было бы того, что он имеет сейчас. Любящая семья, отличные друзья, может и неполное, но признание в глазах обычных жителей этой деревни, ставшие для него родным местом. Он как будто бы занял место Борото, хотя никогда этого и не планировал. Каваки не смог его заменить, да и этого не требовалось, но отношение остальных к нему изменилось с того самого дня, когда Борото был официально признан погибшим героем. Эти внутренние терзания изводили Каваки, не отпуская по сей день. С одной стороны, человек, сделавший для него очень многое, его брат умер, навсегда покинув этот мир. Но вторая сторона, темная, жаждущая внимания и любви, ликовала, ведь то самое место любимчик освободилось, а конкурента в борьбе за него не намечалось. Каваки часто представлял, как могла сложиться его дальнейшая жизнь, если бы Борото остался в живых. Во всех случаях их жизнь складывалась хорошо, но нигде к Каваки не относились как к родному сыну, лучшему другу или уважаемому Шинобе. Возле слишком яркого солнца маленькая звезда практически незаметна, пока со временем совсем не потухнет, оставляя о себе лишь мимолетные воспоминания. Из погружения в собственные чувства его вывел голос Борото, уроща отойти подальше. Каваки, все это время сражающиеся на рефлексах, моментально среагировал и ретировался за секунду до того, как один из хвостов прикончил бы его. Те штыри, что все же сумели проткнуть другие хвосты, с легкостью были вырваны из земли, не оказывая малейшего эффекта на десятихвостово. Черт, мои штыри бесполезны. И как только Джиген приковал им это чудище, выругался Каваки, сжав от злости свой кулак. Похоже, ты не освоил эту силу полностью, или же когда успел что-то сделать с хвостатым, спокойно предположил Барута, создав парочку клонов и отправив их отвлечь монстра. Ну раз уж ты такой умный, мог бы и помочь мне. Не кипятись, нам просто нужно обездвижить его или же отвлечь ненадолго. Пока я наблюдал за ним, я заметил, что десятихвосты медлительно реагируют на атаки с воздуха. И что это даст? Оживился Каваки, надеясь на хотя бы минимальный шанс. Нам нужно атаковать его сверху, пока отбудет защищаться, мы откроем портал и переместим его из Канохи, озвучил свой план Барута, посмотрев на правую ладонь. А понадежнее плана нет, Дубина. А чем тебе этот план не устраивает? Если сделаем все своевременно, должно получится дать Тебаса. Ксо, чтоб тебя. Ладно, так уж и быть нехотя согласился Каваки, немного нахмурившись. Я могу атаковать его кубами, сойдет. Вполне я создам еще десяток клонов для помощи, можем начинать. В этот же момент Каваки материализовал несколько кубов над хвостатым, что тут же начали подать на него. Клоны Барута также приступили к действию, забрасывая чудища разным оружием и техниками. Каваки встал по одну сторону от монстра и направил на него свою карму, Барута сделал то же самое с противоположной. Два огромных портала красного и синего цвета объединились, создавая фиолетовую воронку. Десяти хвоста не обратил на это никакого внимания, сконцентрировавшись на кубах и клонах, пока постепенно не начал исчезать в этом портале. Он хотел создать бомбу хвостатого, но было уже поздно портал полностью поглотил чудище, отправляя далеко за пределы конохи. Кавыки облегченно выдохнул, вытерев под тыльной стороны ладони, ведь главная угроза была ликвидирована, а с тем психом они с Барута как-нибудь справляться. Но в это же время Барута упал на колени и тяжело задышал, чем ни на шутку перепугал Кавыки. Эй, ты в порядке? Подбежал Кавыки, положив руку на плечо Барута. Вместо этого Барута резко вскинулся и ударил его в живот, но его тут же атаковали в челюсть, вызывая тупую боль и отбрасывая на землю. Сколько за вами наблюдаю, все никак не могу привыкнуть к вашей наивности и оптимизму. Ведь вы так рьяно пытаетесь спасти самое ценное, не углубляясь в возможные последствия. Голову Кавыки тут же прошибло запоздалое осознание, покуда прикрытые глаза уловили силуэт человека с рогом на голове, а голос нападавшего освежил в памяти события трехлетней давности. Этот голос не может быть ты неит. Как вы посмели? Кадо был вне себя от бешенства, ведь десятихвостый исчез, а его план провалился. Он все же сумел подловить момент, когда Митсуки утратил концентрацию и нанес ему мощный удар, в который вложил всю злобу и отчаяние. Теперь же Кадо просто хочет уничтожить каждого, кто попадется на глаза, остальное больше не имеет значение. Ты в порядке, Митсуки? Подбежала к нему юная учиха, помогая встать. Да, все нормально, Сарада, ответил ей детеныш Арочимару, хотя его режим с зеленоватой чикрой пропал. Остальные ему неровни, нужно прикончить их до того, как вернутся Бару Текаваки, а уже после сражаться на полную. Пока Кадо размышлял и готовился к атаке, Шина Белеста и Каджи что-то между собой обговорили, собираясь вновь вступить в бой. Чтобы вы не задумали, у вас нет ни малейшего шанса. Кадо бросился на них, намереваясь прикончить в первую очередь именно змееныша, ведь он явно посильнее других врагов. Но тот сумел уйти от атаки, запуская в ответ несколько молний. Учиха параллельно запустила в Кадо несколько огненных залпов, пытаясь застать его врасплох. Придумайте что-нибудь получше. Кадо с легкостью уклонился от техник, вплотную приблизившись к Мицуки. Без своего крутого режима его скорость и физическая сила порядком просили, из-за чего он оказывал минимальное сопротивление в ближнем бою. Нанеся финальный удар в область сердца, Кадо удивился, ведь тело Мицуки распалось на множество маленьких змей, что могло означать только одно. Клан. Но когда? В это же время Каджи также использовал технику стихии огня, направляя все залпы в Кодо. Немедле, он быстро подпрыгнул вверх, уклоняясь и увеличивая обзор поля боя, но вместе с ним в воздухе оказалась очиха сарада. Кодо, быстро среагировав, попытался убить девчонку точным попаданием в шею, но за секунду до смерти она увернулась вон длинных когтей, используя чертов шарингом. Получай, Шанара. Атака у чихи оказалась довольно болезненной, наверняка выводя из строя одно из механических приспособлений, имплантированное в новое тело Кода. Он врезался в землю, оставляя в ней небольшую ямку. Но даже такие удары не остановят его, ненависть и желание отомстить придают сил, не говоря уже о возможностях самого Кода. Однако не успел он сделать и шагу, как его ноги тут же оказались в непонятной грязи, которую использовал предатель Кары. Пробую вырваться, Кода погрязь еще глубже, примерно до пояса, а возможность двигаться отсутствовала напрочь. Мерзкие черви. Я убью каждого из вас, а эта жалкая лужа не сдержит меня. Эй, ты! Кода повернулся в сторону голоса, исходящего справа от него. На него смотрел Хакаги, находящийся в своем режиме отшельника. Я ведь предупреждал тебя, ты заплатишь за то, что напал на нашу деревню, мою деревню. Злостно прокричал Узума Киноруто, создавая в руке свою технику. Именно поэтому это твой конец, дать тебе я. Тот подпрыгнул, покуда шар чакры в его руке увеличился в несколько раз. Именно в этот момент здравый смысл и осознание неизбежного постигли Кода, заглушая ненависть и злобу. Он так и не оправдал надежды господина Ишики, не смог отомстить за него, не уничтожил проклятых Шиноби. Все эти годы подготовки, сбора информации и улучшения тела все было напрасно. Кода надеялся однажды стать Асуцуки, тем, кто вершит судьбами слабых существ и обладает невероятной силой. А по итогу он был побежден шайкой жалких Шиноби, которые не стоят и пальцы настоящих богов, коим был и господин Ишики. Простите, Джигин Самы. Гигантский Росинган. Седьмой впечатал технику в Кода, разрывая его тело на части эстера и лидера Кары с лица земли. Когда огромное облако пыли осело, в том месте, вместо техники Каджи, виднелся огромный кратер, оставленный Росинганом. Сарада деактивировала свой Шаринган и устала упала на колени, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Наконец-то с таинственной и опаснейшей организацией Кара было покончено, на этот раз окончательно. Последние дни были действительно изматывающими, а стресс и плохой сон давали о себе знать. Хотя, правильнее будет сказать не дни, а годы. Годы гнетущей опасности и потенциальной угрозой со стороны Кода, годы тренировок и саморазвития, годы душевных страданий от смерти близкого человека. Но теперь все позади. Враг повержен, оборудов и вправду оказался жив, сердце Сарады не подвело ее. Стоит выписать ему несколько крепких ударов, ибо заставил он многих пережить довольно-таки трудный период жизни. Вы не ранены, Митсуки, Сарада? Как всегда заботливо спросил Седьмой, хотя до недавних пор сам едва стоял на ногах. Все хорошо, господин Седьмой. Немного устали, но теплая ванна и парочка выходных исправят ситуацию, позволила улыбка Сарада, переглядываясь с таким улыбающимся Митсуки. Несомненно, вы заслужили отдых, уснул Нарута-сан, после чего посмотрел на Кашина Каджи. Он пришел вместе с Барута, а также помог нам уничтожить Кода, сказал Митсуки, пытаясь объяснить ситуацию. Не переживайте, я и не собирался его атаковать или задерживать. Однако несколько вопросов мне все же придется задать, но сначала я бы хотел увидеть своего непутевого сына. А, поверьте, господин Седьмой, мы хотим увидеть его не меньше, чем вы, Шинара. Произнесла Сарада, хрустнув своими кулаками. Только не убей его раньше времени, ему еще нужно многое нам рассказать, улыбнулся Нарута-сан, в привычном стиле потянувшись к затылку. Для начала я, но не успела она договорить, как тут же в нескольких метрах от них что-то приземлилось, проломив несколько камней. Присмотревшись, каждый на поле боя ужаснулись, в обломках камней лежал полуживый кавыки, тело которого было пронизано как минимум десятком черных штырей, правая рука была неестественно вывернута, а одежда местами промокла от большого количества крови самого кавыки. Кавыки. Все тут же метнулись к нему, пытаясь оказать какую-нибудь помощь. Но что удивительно, сокомандник был в сознании и смотрел на них приоткрытым глазом. Кавыки попытался что-то сказать, это можно понять из губ, которыми он едва шевелил. Похоже на то, что его челюсть также сломана. Резко глаза седьмого расширились, а его руки немного затряслись. Давно не виделись у зумуки Наруто. Этот леденящий голос, исходящий от родного человека, что левитировал в воздухе и приземлялся на землю. Однако это был не Баруто. Продолговатый рог, неизвестный о даудюцу и темно-синий рисунок на правой руке говорил лишь об одном. Ваша судьба предрешена, ничтожество. Преклонитесь перед ласуцу кимамошики, возможно, тогда ваша смерть будет неболезненной.